не хочет меня наибали он реально говорит что не хочет как можно хотеть рейд охуевший так ну как то там бустера гитман мазелов нормально заебись без лага все супер ну наконец-то бля я не знаю я говорю я часа два потратила я вот тут сижу в этом месте уже два часа за должен был подрубить счет еще один есть я понял названивает уже вот это ребят не надо в оправе братики идут все ждем ребят короче стриму братиков где они будьте прокачивать в зале только желательно что братики как доказали что они брать я точно чувствую меня будет миллион братиков просто били вам брать сейчас я браками братики вы тоже братики а так без проблем я бы залечу я начну тренироваться я не тренировался два месяца вот это кстати кто кого еще будет прокачивать ведь ты же прошлом но тренировал людей но это в прошлом было понимаешь я уже но ты же было два года поэтому не тренируют у кого еще прокачает и два с половиной месяца не тренирую сам то есть любовь меня сейчас месяц чтобы с ним залететь на стрим чтобы как-то хоть чуть-чуть войти в процесс они кстати сейчас на нашем стриме прямо они вот смотрят нас и слышит причем братики здравствуйте дорога-дарова я тут нового стримера привел на прокачку скажем так так что давайте там не подведите короче братики пишите в телеграме и я обсудим все как совместный стрим можно сделать и снимем крутое видео разъебем твич разъебем петестал все отлично ну и кто еще ребят давайте спамьте еще другим нам надо 5 человек я говорю лучше 10 вообще чтобы каждый стрим мог запустить прям в прямом эфире и чтобы прям ну с разных каналов могли люди смотреть с разных камер наблюдать за реакции своего любимого стримера но это уже речь про эти самые по прятки прям ну да ну и можно еще чуть придумать это же только одна из идей мне еще есть но остальные как озвучивать не буду в прямом эфире это это правильно где надо стримеры любят воровать друг у друга всякие серьезно и мы крысятничать любят да ладно погнали дальше видео смотреть это вы что-то вообще отвлеклись и обалдать погнали тебя тоже еще 3 не сегодня и погнали смотреть видео давайте с вами продолжим выдавать если имеются данные дающие основания подозревать их в совершении преступления вы не переживаете да я душат не переживаю на меня нападет до этого все сейчас ложится граммной будет обраде охлаждаться здесь нету мы убрать предположительно убрать на поиска и какой опасности здесь нет да конечно тем более не знаю кто вы при при них меня по шапке дали мне никакой опасности здесь нет 4 но не видишь они считают что это ерунда что подумаешь там по шапке рукой прилетела я говорю если бы им что-то такое было сразу бы да это сразу все уголовка для это для вас считаю быть не знаете вы же не можете статью сказать не надо для меня что так скажите основание тогда надо просто провокации устраивать какие провокации основания скажите вы все россии законы рения вам показал его отказать стал показывать вообще и тем не менее показал хотя не тем не менее а я до сих пор утверждает что он не обязан обязан обманываете меня миллион зрителей чем обманывать запускай смотрят закрыть магазин сказали закрыть магазин выйдите отсюда выйдет закрутим газе по нас зачем позволить когда можно вместе помнить отдела полиции кажется заняться чтобы вы знала пуска миллионы послушают послуху скоро поза вызывали можно я пройду смотрите скорая не могла найти нас магазин не было найти откройте дверь а куда же в товар уходить ада . не купленный товар чё лицейский такой встал на проходе чек покажите у вас не купленный товар тоже за них уже понимаешь уже на их стороне тоже не купленный не купленный товар ну и что его обидел сильно и привела дает другой он обиделся но уже тоже видимо не самый сообразительный возможно купили 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 да купили кофе конечно кассирской вспомнила что мы не покупали кофе не так человек у меня был естественно просто не хотел принципиально показывать его вот и все как и паспорт собственно тут дело принципа мне не сложно ни чек ни паспорт показать просто ходит чтобы они хоть что-то сами знали закон и так далее почему не доверяете граждан то мы даже не знаем что это за граждан еще не говорит вот вот я вижу скорую машину в костюме деда мороза да все миллионы знали так родник полиции так тогда и про точнее говоря обязан предоставить документы так ли он сам обратился 1 а если к нему вот так вот прохожий подойдет он не обязан предоставлять вопрос сколько раз он ко мне обратился очень много раз что такое зачем а друзья вот то что вы не отправляете в этом в чате вам живьем о для какой девочки один в один просто мне кажется мы похожи кусичка беги дай-ка продолжаем я знаю с кем эти крыс точно похожи на кого точнее а как зовут куся девочка куся а давай тебе без спойлеров чего куда так много текста завязали нарушение маркировки на выпечке точнее маркировки просто не было поскольку это та самая лента в которой когда-то на фото хантера запоедание неоплаченной просроченной выпечки вызвали всех кого только можно было вызвать мы решили проверить научились ли они чему-то только фото хантер какой-то блогер видимо до которого же записывал что подобное после того случая или нет тем более товар некачественный так как отсутствует маркировка и такого товара вообще не должно быть я да на полках магазин уверен после такого шоу в головах у них это точно отложить уточнение данная булочка приобретена нами пять минут назад на соседней кассе подожди он ест булочку без маркировки парашки не нравится очень надо покупать я могу с ней уходить получается так я же не пробивал я пошел тогда я пошел тогда я пошел короче да а что она и говорит идите так и чем будет делать в ситуации давай не оплатил можно идти а в другом решила бы я провокатор сука на плачу не оплатил я спрашиваю могу идти ну не желание такого интересный кадр сниму на кадр не хочу не вкусно че мне полицию вызывать тогда а? вызывай полицию конечно хулиганство а? хулиганство задерживать будешь? тебя задерживать? да ты снимаешь? эй бля обошел он вокруг такой снимаю девочек на трассе он заебал этой фразой уже господи боже бля ну давай вы не имеете права давайте вы не имеете права что там еще у нас фиксирует твое поведение мое поведение? мы фиксируем ваше поведение это как я когда смотрю дмитрия масленников все тульск и пряник и сумичан спасибо за подарочные подписки ой бля фиксируйте 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 со всех сторон ой ёпта вылез ёпта я не адекватно я не адекватно ты не адекватно себя ведешь помолчи сам помолчи давай пройти ты че меня трогаешь? не лезь не лезь ты кто вообще? ты кто такой? не лезь тю хааа ебать футболка первое место первое место аааааааа что там написано не понимаю следующую господи богу неизбежно что-то там кто-то неизбежно если драка неизбежно надо бить первым а ну так по нему и заметно о так странно разговаривает ты не воняет обувь не подходи ко мне что за детский сад по факту разъебала в комментариях постоянно вижу фиксирует девочек на трассе снимают короче вы все парашки не имейте право не надо снимать мой донат кстати покажите макс спасибо ой бля ой блядь все разворошил муравейник олдов блядь выпустив видео здравствуйте олды а чё спасибо за 120 на еще муж при этом все порешает Да, ему хочется так поступить, так. Сестра мужа. Мне кажется, ты неадекватный. Ну, в принципе, по поведению охранников понятно, какие здесь покупатели основные. Ну, так вот ходишь. Че ты мне показываешь, а? Тебе сейчас ударь, ментоваться будешь. Вот он меня ударил, голова болит. А если я тебя обиду, что ли буду? Чтоб потом в тюрьму сесть. Какой ты? За тебя... Модрый, забань, фирмачем эти. Че ты понтуешь такой? Че ты понтуешься? Заплати спокойно, уйди как мужчина. Не буду платить. Да, дешево. Охранник, где твоя страусоустойчивость? Какой охранник? Леонтьев Александр. Дай, прочитаю. Трогать не надо. Леонтьев Александр. Трогать не надо. А что такое, почему? Не для тебя. О! Не для тебя. Не для тебя? Не для тебя. Может, меня сейчас еще ударишь? Толкнешь? Мараться не хочу. Мараться не хочешь? Да, Мараться не хочу. Удостоверение сейчас у охранника. В состоянии буду заплатить за твою булочку, которая есть. Ничего утверждать не буду. Анкл, спасибо. Ты сверенье не будешь показать? Не берете, пожалуйста. Татья 12.1. Вы не имеете права снимать. О! Не имеете права снимать. У девушки не подходи. Я нажимаю кнопку ГБР, вы не имеете права снимать. Вы нажимай. Я боюсь, как робот просто повторяет все фразы, про которые я говорил. Кнопка ГБР, не имеете права. Кнопка ГБР, не имеете права. Не имеете права. ты вообще ничего не знаешь почему мы не имеем права снимать уму разум объясняете получается тоже больно для пару прыщей вся сейчас все прыща вы в чат таки за зашел не подходишь и ко мне иди отсюда перемотай тут она схватила и выключила камеру то ли он решил по лапать меня за сзади стали сорвать диктофон тут пока я настраивал камеру чё блиц стримб лапс они это еще стримили что ли он решил зайти со спины доходит 2 метра были по дерево как у вас охранник место чтобы заниматься неадекватными дракой в магазине задерживает меня это нормально вас поведение да что с ним проводить беседу увольнять надо давно вы съели товар который не оплатили на каком основании так же напоминаю что товар некачественный так как на нем нет маркировки не он качественная просто прошу цирк от соответствия прощен качественный я должен платить а что с ним не так не спрашивая должен платить конечно если не хочу заплатить что сейчас делаем вызывайте все нормально вызывать это москва вы понимаете и заверил как баба обоссалась чего и он даже от москва где блять кто обоссался я сука сейчас перемотаю и закрыла она мама еще ебать многодетная когда понятно ну кстати я как эксперт в этой области могу сказать что не лысей если что я не знаю чего-то вдруг взяла это ой блять ну я реально это пропустил друзья это москва вы понимаете москва вы понимаете даже от москва приехали понятно все и детей нету ни семей не надо векуле пассивальшую у меня у меня вот так правильный канал а так у них реально стрим что ли они на youtube стримили ё-моё где-то такой где-то такой никнейм уже видел куда ты вылез то дядя не надо дядя маска маска спасибо вы верите всему что говорят они что я пришел не оплатил и так далее не самый умный охранник почему он на маску надел на что а если из москвы значит все ты ты москвичка уже показал свое лицо после этого мне стыдно в москву приезжать москвичи в чате она пытается что я не понял господи боже она реально пытается это давать как за какой-то а у меня прабабушка москвичка я прабабушка у меня есть в корне московские как будто ты уже как отдельное что-то знаете как я не знаю не русский а москвич бля новое государство конечно кучеряло базарит женщина отказываетесь александр придется с охранника я вас не знаю кто вам хранит не я вас не знаю вам не надо меня знать его не просто пришли я это дайте ту дайте булочку я не прижал болезнь у вас со сухом на я и я съел фонта при чем-то вообще всегда я у вас мани против я бесплатно лица людей путаешь вы его друг удостоверение покажешь что-то уходишь за сверенье частного охранника отказываешь показывать администратор разговаривал вам подарил булочку да мне не надо дарить я все пойду есть тогда удостоверение отказывается показывать нарушать больше 20.16 пресс охранники в москве даже тупее чем в туле я вообще не ждал вот так друзья оплатил булочку решил по второму кругу пойти и тут тебя доматываются я его просрочка еще будет что-то ты булочкой ходишь у нас они не москвич сказали тебе света 3 поколения что мы булочки это делать вы не скажите что булочки это делать да я не знаю вам виднее опять администратор в мгбр сразу вызвали полицию здесь граждане все адекватные все грамотные они не подставляются а вот с вашей стороны много уже косяков но так чисто теоретически 20.1 мелко хулиганство его дел брат и сестры умные мысли я удивлен что я удивлен что есть и строится умный адекватный человек который понимает что может снимать вообще на месте я не за вас просто не понимаю что почему подачи какая именно там беременной они они беременны и при этом еще бухают я вообще я бля а это та беременная подожди она же многодетная уже и она еще раз беременна еще и бухает были а что гбр подожди час не понял он и не покупал она готова заместить ему сумму за булочку можно что люблять он ее за халл бесплатно они мы еще за это деньги готовы дать и я сейчас не понял нихуя или он должен возместить а вот смотрите представляете если я пойдущи с чоку что не все не понравится у вас булочки ну вообще теоретически могу пробовать не могу так как вас зовут мария вот давайте мы с вами пройдем булочкам и мне кажется подскажите тогда вы ответственность за магазин какая самая вкусная у вас булочка ну самое вкусное вот это не понравилось например на вкус и цветка говорит кому-то нравится плетенка с шоколадом мне она внешне нравится вот скажите она упакована ведь да она свежая чего здесь не хватает если вы имеете ввиду эти киточки то есть у нас представлены здесь давайте у вас есть свой технический регламент здесь таможенного союза 022 2011 конечно а вот вы можете открыть статью 4.4.12 и там посмотреть что этикетка должна быть непосредственно на упакованном товаре на котором должна написана дата производства срок годности условия хранения производитель 10 это почему меня на кассе спрашивают что за вкус я булочки взял она должна быть здесь на упаковке то есть принципе все некачественный товар по 29 федеральному закону так а просрочка где подошлись некачественно вас продаются и опасные для здоровья 29 федеральный закон статья 3 такой товар считается некачественным и опасным для жизни и здоровья граждан а просрочка будет просроченными на товары все статьями выебываются этот знает эту статью это знать ту статью да я вот эту статью вот эта статья бля 500 до 9 до 348 и просто вкидывать друг на друга я тоже впервые вижу такой никнейм спасибо тебе за донат давайте снимайте и все дело что вы будете снимать или нет будучи да или нам самим снимать их и без нас или можно вам помочь даже в принципе вообще не слышать либо привет турике что с булочками то делаем нужно по решению ждем на технический регламент насрать да положили просто я понял ну свои правила у закон это немного не в тему но варианты универсального подарка девушки какая-нибудь дорогая тканевая маска для сна сумка или рюкзак приблуды для ванной такое смотрите я вам откроюсь такой секрет есть еще закон о защите прав потребителей знаете такой ванна как написано так и прочитал вот есть товар не расфасован смотрите я сейчас каждый могу попробовать потом вам написать претензию не покупая и вы должны будете провести экспертизу можем сделать так оплачивать некачественный товар но это конечно я зачем но мы выпекаем каждое время я в этом убедиться никак не могу к сожалению что вы не подложили туда только врали уже сегодня и прошлые века но я вот позавчера зашел и просрочены на полдня все булочки лежали у вас супермейзера мария 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 так давайте что-нибудь уже у меня я вас не знаю это творится недавно работа среда мной магазин до сих пор не извинился поэтому давно-давно плохо видеть давно-давно конечно ничего сказать не могу я смотрю про персонал сменился возможно из-за того что этот уже был не уверена что именно из-за этого он стремит вот это начал да я просто консультировалась непосредственно с нашими технологами по данному вопросу потому что пробелы есть знания да тут не пробел тут пропасть смотрите ладно мария давайте конструктивно вы убирать не будете сейчас тогда я сейчас пробую пишу претензию прошу провести экспертизу качества оплачивать я не буду товар само собой и дальше уже на основании экспертизы я оплачусь экспертиз докажет товар качественный кстати вы его не найдете секрет найдет так там у вас много да зачем из-за трех тут было и не то предлагаю 33 до а где конфликта и не знаю что туда все не упакованы булочки вот такой все выпуск реально если мне были подписчик порекомендовал чтобы понимали закон важнее но вы документы да я должен оставить уверен сейчас ты покажешь смачно чмокну пупочек стянусь тебя штанички засунут свою ручку к тебе в анальчик и оближу со пальчик ням как вкусно сручишься на самые лучшие из анальчика купил бы и килограммами саша руки пенисы пасим за 120 рублей аналогия такая это я пожалуй куда-нибудь вот в коробку положу чтобы не таскаться на кассе меня спрашивают чем в наглой манере с чем я бы что с чем я даже не понял что вопрос с чем с чем товар что даже кассир сам не знает что это а самое обидно что этим булочки вот эти вот может лежат они вот дня спула вчерашнего а вы спереди свежих положили этикеточку наклеили да это вы должны к потребителю доказывать данную булочку все хорошо договорились вы берете на экспертизу дак вы проводить должны экспертизу то не я что же вы все подменяете понятия девушка к сожалению вы на главный вопрос не ответили почему товар без маркировки я вам уже ответил на данный вопрос зачем вы каждый раз задаете так владимир вас пиле ручку не видим никакой находит о коробочка есть пока не знаю пока не знаю это уже мусор поэтому я пойдем-пойдем-пойдем послушаем что там бля чё просрочки то нормальный не будет 4 мы с вами прогуляемся не против девушка заходит какой-то непонятную дверь мне кажется там выход опять еще попрел а я спрашиваю тут я вижу написано ну что у вас тут еда здесь на можно стоить а как я должен понять я вас я вот вижу выход написано ну может я эвакуироваться сейчас хочу вот я вижу столько тухляка в магазине что хочу эвакуироваться из него плюс я не уже здесь здесь таблички что служебный вход служебный выход я не знаю так вот я смотрю вас товар здесь лежит может я хочу купить чипсы эти но вы мне обещали да вывозить конечно что такое проблема цель убрать мусор из магазина лента мусор из магазина лента никого что я про продукты питания они про людей не только тут были граждане которых я могу так назвать конкретная указывать не буду я кроме того как один мужчина который представился мужем жены ага все пол блин а я боюсь отношений черт ай блять перри реально страшно после всякого ну что нам делать то мы ждем вас мы все ждем но марию мы пойдем искать как мы пойдем будет пол возьмем на карту погуляемся на есть на коробку уже не украли вкусняшками так как я понимаю но может быть мало ли что-то свежее я найду пробовать я конечно же это боюсь девушки не интересует для много вариантов но ты боль действий а шо ты в моем случае предлагаешь делать в россию да я действительно имею стойкое убеждение что они не все убирают следующего раза и остается часть старой позиции часть новых собственно мы пришли сюда два дня назад и здесь все было для просрочено вся выпечка причем по их же маркировку вот по этим не ребят меня конечно огромный писюн но не настолько чтобы из америки до россии дотянусь пойдем в коробку искать махинку лента ай да засранцы просроченную колбасу продают вот берешь так 1 по факту с колбаску она просрочен смотрите от 0 8 0 8 20 началось вся 9 упаковано срок реализации скоро порта 12 часов тухлячок а вот так не знаешь человек возьмет потом отравиться мария ну с кем нам говорить по качеству товара мы соскучились ну пожалуйста на минутку не хочет не хочет общаться с покупателями и она совсем забыл показать вам ту булочку мы заранее оплатили женщина можно вас потом и марию так не дождались а где колбаса то просроченную колбасу украли серьезно кто колбасу украл сейчас давайте кто колбасу украл кто-то тот кто любит просрочку очень сильно тут есть еще тухлее колбаса я взял колбасу от восьмого здесь уже от седьмого еще тухлее все что 12 часов срок реализации так вообще красавцы не хор про строчки прождали еще 10 минут администратор так и не вышло и я предлагал марии все нет мы помогаем магазину ленты избавиться от тухляка некачественный тухлый товар мы почистили полки магазина лента теперь обратно возвращаемся к марии администратору а то она убежала что-то и не хочет больше позорить магазин лента грустно что полиция на лодку надо было проверить там всегда много всякой он счет приехал что делать и что пока мы вы выкладывали товар приехал руку в арте войны для начинается так но в этой серии мы сейчас полерить не будем благо она не такая долгая опять не имеет права сам не давали обидели оскорбились у вас пока зверю как меня толкал бухой защитник просрочить да он убежал уже то ну которыми толкнул потом нападал заявление что у магазина ко мне претензии я так понял у магазина обиде так что товар то покупаем давайте я готов платить нет получились одни качественные товары потом вот сад заявления в полицию и вас прилегут в ответственности 14 ты нарушение технического регламента я думаю начальство если узнает что вы в курсе были что он не качество не что будет писаться заявление вы продадите его к вам будут тоже претензии пробивайте да как пробивать ну вот напугал теперь говорит что не пробивает ля сука провокатора лежит видите на кассе конечно пусть пробивает кассир а не пробивай пусть покупают девушки еще какие претензии граждане не испортили некоторый товар наличию покупку откажутся вот видите вот это испортил почти почти говорят что он не качество феном пасир за переподписку ну кроме того что тележка тухляка в принципе претензий никаких нет тухляка некачественного такого товара просроченного он некачественный он не просрочен он по техническому регламенту союза которые они же ссылаются некачественные по 14 тыку апрф штраф от 100 300 вот и на за это нарушение которое у них не просрочен там тоже есть на самом деле там и то есть это как бы там все вместе в майами можно купить контейнер на ауке и открыть его на стриме как ты хотел это будет топ-контент ты мне лучше блять скинь где это можно сделать где он покупается не было я узнаю сейчас магазина теперь мне никто не пробивает товар-то и обкупе интернет-сайт интернет-сайт сайте я скажу что он качественная она не показывает документы а потом понимать эти скинул в директе уже ты мелочь это выказки а еще мне нужно будет ваши данные они тоже они еще что это прямая трансляция у него идет запрещает все эти выкладывать когда форму надели вы уже не гражданин вы сотрудник полиции и ты должен будет освободить этот кейс независимо от того что там будет так как девать тебе некуда еще баксов 300 за мусорку заплатить ну ладно блять придется и определенные обязанности права только знает но я понял гражданином вы будете обычным когда придете домой снимите форму дал и гражданин я к вы форме вы сотрудник росгвардии ими именно запись как действуют сотрудники росгвардии да она разрешается но мы сейчас выкладываем сеть но нет я вам никто не запрещает но законом нельзя выкладывать именно на общественное мнение поэтому я вам сейчас обещаю мое руководство смотрите да это видеозапись скорее всего появится интернет я вам не угрожаю вас предупреждаю это я прекрасно понимаю что вы здесь не просто так я знаю что вы тоже выводите на общее мнение это служебное видео на общее мнение это не только вы лично я я никуда не я я приду и сдам ее у меня знакомые зовут его youtube я ему создавал руководству но я никуда а вы стали я выкладываю я никого не просто и выкладываю сказать я не составил я наружу я нарусил я нарусил я выкладываю я знаю я сдам руководители твоего youtube ладно это без его имя так зовут и вот так хорошая полемика но так мерзко смотреть а чё у тебя донаты такие навороченные в смысле навороченные донат как донаты не понял д пистолин спасибо тебе большое за 120 рублей джан-клод ванда так я сейчас купить то хочу смысле по почте это у вас то есть даже документов на товар здесь нет получается вы настолько все плохо в магазине друзья вы понимаете насколько все плохо в магазине даже документов нет на товар в принципе даже я готов уже его оплатить просто дайте мне документацию что он свежий а это документации могут предоставить так смотрите я прямо сейчас могу оплатить колбасу тогда вот колбасы прямо сейчас готов оплатить журнал это вы все сами пишите мне документацию на официально заверенная с печатью с подписью и так далее должностных лиц а журналы вы сами туда записываете вы можете хоть каждый час на новые данные носить давайте столбасу сначала чем колбасы и ее приобретут участкова будете вызывать или нет скажите пусть совещаются я по колбаску приобрету смотрите принципе тут лежит уже все пробиваете но я начну с колбасы как самого вкусного да с нее я начинаю именно вот я ее прям первую покупаю так опять не хотят продавать товар ну что ты будь отлично отдельным чеком пожалуйста сначала колбасу потом все остальное отлично а остальное еще попозже кучу в расстройстве можете пробивать если хотите ну что друзья просроченная колбаска показываю упаковано 0 7 0 8 21 даже по их маркировки 48 часов уже прошли и товар тухлый сейчас на секундочку 15 40 0 9 0 8 20 не дал познакомиться срочку по их же маркировки продали сальто срок реализации колбаска аэропорта 12 это вообще всем насрать здесь всем по боку но даже по своей маркировке они согласились продать товар надеюсь на свету колбасу не украдут как предыдущую на сотрудника охраны еще будет заявление до на охрану вас полномочия такого нет это рот дважды составляет а разве вы охранники чоп не подвезутся на вашем я так полноточил специально этим занимаешься в отправлен просрочку горладающему аскет а наверно доброго не могу подводить там не может на охранника она обязана он же подчиняется им получается это бездействие у них даже сейчас четко прописано кто должен составлять протокол росгвардия почему вы бездействуете он казалось предоставить удостоверение 20.16 оп.р.ф. предоставить удостоверение частного охранника мы удостоверение показать частного охранника я уверен что я его не оплатил ну сотрудники росгвардии меня к вам заявление оформить преступника который отказывается предоставить удостоверение на привод на граждане неведомство охраны мы не есть несколько решаем от меня но подведу вас ну я не знаю ведомстве наше ведомство совсем другое смотрите пишется сотрудники росгвардии там не написано в этом акту не мои проблемы входит структуру росгвардии правильно то самое тогда в полиции таком пути знаете я не все должен представлять подразделение какой там таких платных как я не знаю там и и это на этом основании подразделения и на их полномочия а вот закон о полиции ну наверняка вот и другое подразделение это глупость на сотрудник росгвардии просим вас задержать вот правонарушителя возможно сбежит с места правонарушения заявление я вам подал устное заявление может разумеете его да мы простим дяденьку такой не говорит но вы можете приспособовать попробовать попробовать не рады парашки я так понимаю он же задонатил спасибо большое и бать стул дырявый охранник тем временем уже собирает свои вещи еще а чё так а куда это он волился что стыдно стало да все претензии написано никто не придет сотрудник росгвардии я сейчас задержан нет выясняем причину по поводу сработать приводит мы вроде выяснили такое из выпуск такой себе я там вообще не причем я вообще-то что-то на ези как-то все начали со мной это получается так бывало куда же еще раз претензии к магазин у вас какие только просроченные товары все да если ко мне претензии к вам претензии нет вы общественный порядок никак не нарушаете а у магазина есть ко мне претензии за такой вопрос у сотрудников охранником занимаются что с охранником не так чего себе бля ну чё в итоге то все вот поэтому еще раз у вас класс магазины то есть если у вас нет претензии согласно покинуть вопросов там здесь мы сейчас начали хотим понять если претензии магазина чтобы мы сейчас если убежим не было мелкого хищения с нашей стороны а вот на я спрятал на всех случаях да естественно только сделайте сюда обещание участкова и так и не приехал и стало понятно что ждать его бесполезно а самому вызвать ну если они извиняться верну деньги за колбасу все неизвестный не потребитель приобрел подсроченную колбасу я посмотрел дикита плотно а то есть претензии всех к нам нет уже я вам нет если вы хотите оформить возврат а сейчас подойдет кассиры вы извиняйтесь перед нами конечно там у нас риски не изменения такого не повторится что просроченный товар приобретает покупатель но постарайтесь хотя бы не обманывает еще блять телефон вырвать да вообще можете идти все спасибо извинились интерес чё блять не понял где где война где все надеюсь будете справляться так ребят следующий раз если вы будете советовать не выпуском будет говно в пермач буду вас закидывать за такое реально все деньги нам вернули конфликт и щекан а то по сайту или хуйню надеюсь лента примет наше замечание на заметку и в следующий раз вот такого вот не будет и тем более просто а черт ты подкрываешь колбаса скоропорт отравиться можно так чтобы в больнице окажетесь ну что друзья денежные средства нам вернули так те хуйня если все мирно заканчивается да я хочу блять чтобы экшен был кровь я хлеб и зрелищ мне хорошо сейчас я попробую так видосе про корабль на пятой минуте 4 чел оператор димы и скорее всего он эти звуки издавал ой не знаю не знали ну просто попробую но он не понравится но если не понравится платить не буду испараться заплачу сюда не натуральный шоколад мужчина что вы делаете у нас товар глянь здесь пробует я не понимаю вообще что это такое он еще даже не оплатил его я сказал сейчас я попробую оплачу не ну как вы же кидаете плюетесь я не понимала вообще что это такое ну такой мне принцип сначала пробую потом плачу понять принцип вы же не на рынке в магазине но я везде так делаю ой бля не тому собой блогер товар не пробует а только делает такой товар мне нравится каждый не воплотить не буду но не нравится он мне а вы понимаете что вы все по вкусу не оплачиваем что же поделать не знаю как вам быть я за этот товар платить не буду я говорю вы пришли не на рынок во первых где можно пробовать вы пришли в магазин для лебушка квакает я везде пробую зачем же я буду платить за невкусный товар ну хорошо я не на рынке не буду спасибо что ник нормально читать научился чатик люблю меньше чем три спасибо анна бяка тебе за 120 рублей у добр можно идти полос идет зачем сок уже ранее куплен блогером в данном магазине а нихуя си с и меньше чем три мамка баманта спасибо да блять ну хватит голосовые сообщения все я вырубаю донаты потом паску зачем вызывайте если хотите да зачем я ждать там это мой сок что вы делаете женщина не оплачивали для этого и сок что вы делаете зачем мне забираете сорта вы понимаете что вы его не оплачивали для чего вы взяли что он не оплатил не понимаю ладно я пойду еще покушаю а то еще не наелся все может быть я пойду еще покушаю а решались немножко не факт вы законы знаете российские нет положите товар положите товар зачем я положите товар как я по хорошему не оплатили как я похожу по магазину покушаю и все и пойду сразу не разрешили не платить я пойду еще покушаю хорошо вы же сами разрешили можете идти можете не платить вот я вам мафию оставил я вам мафию оставил мне спасибо фиксируют на видео как обычно со своей ты разрывной про фиксацию да мы не нагреем и покушаем и все мы вас не трогаем я покушаю еще что вы не толкаете за женщин вообще вы мой товар забираете женщина да это мой товар зачем у меня воруете товар ты из рук прямо выбрала зачем разбей ну давай разбей вообще с приветом где мой товар то прекратите молодой чем да я товар хочу попробовать оплатить потом вот зачем у меня забирает стала его драка за сушки да зачем мне забирает вот вы ломаете его понимаете это вышло я попробую доплачу вы ответа давай поговорим милицию выгодите на хруде так будет и за одну подпаску в текушку при этом ты что творишь вообще ты что творишь говорю ты зачем вы ломаете я говорю что ты делаешь вообще положи товар ты что творишь товар зачем вы все портите это портишь ты здесь товар вы только схватили вы испортили я вообще с головой нормально угощайтесь нет спасибо почему оплачивай сначала знаете как сахаров появится подобрейте положи ну не хоть то сушки ест сам венецианский потрошитель сейчас женщина у тебя с головой в порядке значит поем я хорошо с головой в порядке собачку сейчас угощу сними маску то покажи личико без маска да в маске мне все равно никто не найдет сейчас покушаю побегу конечно пройдите вот на эту поставь ну хотите я вас угощаю спасибо вот сама не хочет есть а продать предлагает положи товар я еще пойду покушаю товар положи хотя нет это что не буду брать а это возьму попью дома положи товар да почему напомню что купленное ранее в данном магазине само собой данный слог просрочен почему меня трогайте пожила планирует понимаете что вы ему не оплатили чего вы взяли и бать она хватает все у меня трогаете я оплатил этот товар зачем за какой редька ю я не понимаю и тут она попыталась сорвать маску с операцией ну начинает опять заживое блин бабуль материться внучек она сказала типичная бабушка хабалка который не суда и совести это тебе должно быть тебе должно быть бабуль ну ты же материшься бабуль милицию вызвали бежать нам надо все зачем вы так своих коллег оскорбляете ты девочку за руку хватаешь и ты мне еще кто-то говорит что я не прав ты материшься в магазине представитель магазин да я кушаю просто и все может оплачу все это не в кофе мне не нравится почему не люблю как дорого попроси свою девочку приготовить и покушать из продуктов из магнита готовить из этих продуктов я не хочу я их просто бесплатно поем зачем я просто покушаю пойду еще значит вкусно же ну сейчас вот эта бабка мою девочку оператора настю пыталась камеру у нее выхватить за руки дергала им вкусно же ну сейчас вот эта бабка мою девочку оператора настю быть мою девочку пыталась камеру у нее выхватить за руки дергала и маску пыталась спустить видимо хотела на камеру и лицо показать тут прям стол настоящий кухон этом просрочки да можно тарелочку и вилочку тоже просрочены наверно зачем же вы открывать тарелочки чек на и чек не инст или girl russia да я уже чекнул я в курсе мероприятие веселое веселье неадекватно весь мир это вы неадекватные ребята работать нужно идти чьих не года они вот этой фигней заниматься а причем на какой фигней я занимаюсь магнитина дайте работать и фигней занимаешь ну какой пчу фигней еще нет вот когда весь магазин попробую тогда все успокоюсь тебя смотрю руки дрожать стали боль опять у него открыть не получается надо открывашку своими не свои руки я порт не буду а твои не жалко из них такие плохие слова вылетают что не жалко ладно чё трясешь взять деньги таким образом зарабатываете вы сейчас приедут полицейские на двуц меня оштрафуют все как вас в лучших фантазиях пора наверное бежать из магазина выход а потом я буду записывать видео что артема бульк судя то по статье которая уже собственно говоря еще была не актуальна на тот момент ее не было не существовало и вообще закон обратной силы не имеет конечно выход за свободу артема но какой-то предел и выход он боролся с просрочкой а его посадили что это такое травят людей куда ты пошел карта хочешь сбежать чтобы не вдыхать пары магнита и не можешь кофеёк возьмем вот например такой прекрасный кофе я думаю вы сами понимаете в чем разница вакуумная упаковка тухлый раз вакуум то же самое аж два подряд тухлых и вот один нормальненький это причем даже не росгвардия полицейские сразу приехали в груз печаль даст но он понятно этот который справа полицейский по ходу узнал к пробую все ничего не нравится может быть товар просроченный а да блин а может быть но я глупый покупатель я не умею считать вообще сроки годности не устраивает да обычно магазин сотрудники умеют считать но они тоже не умеют мы выяснили сюда но это хуйня не интересно когда полицейские узнают блять может сразу лучше другой выпуск тогда ну давайте тогда вызовем сотрудников участкового он уже сценарий знает все блять решение отличное решение мы ждем папа еще раз вакуум икорка новая путина или пусть воняет пипец тут воняет выхода выход же вот значок выхода вы еще еб ты бля и т.к.чет материшься зачем почему неадекватно ты чё делаешь скажи где может смотреть его кустой руках для вас я могу план смотреть в опуации где покажи пойдем мы пойдем покажем пойдем товаровед ксения ты мне покажешь вот уволить представителя магнита что я еще могу сказать товароведа ксению да ты скажи как понять что служебное помещение это я спрашиваю а твое помещение живое на живешь здесь проникновение в жилое помещение получать так вот чего не это статья уголовная живешь здесь воняет капец друзья ну скажи где мы отставить план в акционный что действительно служебное помещение а не служебное помещение ну ладно так я спрашивают и объясни можно и нет это узнать что это эвакуационный выход или что это вообще вот как с такими общаться может вы мне подскажите я вас вежливо прошу где можно посмотреть план эвакуации чтоб просто понять что это эвакуационный выход или что я вижу вот табличку выход просто больше никаких опознавать знаков я не вижу товаровед или директор а там живет да и нас обманула да обманщица план друзья ну собственно все как я и думал смотрим план выход прям даже показано эвакуировать людей вот мы сейчас здесь вот подсобное помещение или что это выход то есть нас пытались обмануть сейчас нас ксения пыталась уже несколько раз обмануть что это не выход что же у вас товаровед такая брунишка то прям написано что это выход эвакуационный друзья тележка наполняется еще чуть просрочки от нашего активиста как бы детский сок детское питание то есть просроченная мы уже приобрели то с чем они нас не выпускали плохо неплохо показываю до 27 0 2 21 сок для детей старше 3 лет сегодня у нас 11 0 3 21 18 13 это у нас магазин магнит по адресу тульская область еще тульский парианик приобрел надеюсь ебать что скидка 99 копеек вау будет сок за 170 рублей я область кинский район город щекина улица ленина дом 52 красавцы и вот эту красоту покажу вам сейчас смотрите дату 17 0 5 19 то есть от девятнадцатого года если какой вы думаете 12 месяцев больше на полгода просрочно вот такой сок на полу стоит не поет дарью что он тут делать на фиу разбито уронили наверное подберем друзья вот курочка должна лежать холодильнике лежит по факту так и неизвестно сколько же нас лежит уже курочка лежит так убирайте чтобы а в холоде лежала ругается хорошего товара наружу уже нереально не умеют считать сроки годности весь товар взятый блогерам был просрочно все правильно говорите я буду считать сроки годности это не их нет что-то ксюша по телефону сказали выйти прям а мы тем временем собираем мятые баночки вот еще вот еще походу неравновешенная ксюша им кидалась сотрудников но друзья в принципе сюда неинтересно идти поскольку очень воняет да и делать собственно нечего но вонь вот если камера передавал эту войну выключили мое видео через 5 секунд хотя через секунду я бы нюхал росгвардия нас узнала хотелось бы конечно увидеть их искренние эмоции что они делают с нарушителями по мнению магазина или по их мнению нарушителями но как есть так есть друзья ну вот тухлый развакуум вообще просто как нет недавно писали шутку в комментариях уважаю рыб которые добиваются лучшей жизни которые начинают дышать даже в упаковке вот свой морской коктейль тоже развакуум само собой тухлый коктейльчик и второй тоже раз вакуум а вот каким он должен быть давайте колу проверим пока ждем участкового ау а можно жить но вот вы снимаете с какой целью мы не снимаем мы фиксируем на видео для себя люблю фиксировать все свои действия на камеру какой-то блядь это чел непонятный stalker пришел ну это же страшнее киносъемка по площадке не киноплощадку вручу снимать это киноплощадка как раз самое натуральное только на таких тухлых площадках надо снимать кино у меня такой вопрос но мне уже сказали что вы пробовали продукты которые да да как оплатить нет конечно не хочу желание такого нет нужно испортить всего значит что полиция приедет на дверь от меня отвезет вас дело 48 часов естественно нет мы не опубликуем но я отдам ютубу а он скорее всего опубликует только с тем вопросом то что вы покупали не покупали так сказать на пуст вам придется или заплатить или ждать участкового так и мы ждем участкового да да ну друзья собственно два месяца кола просрочена до 22 01 21 берем следующую вообще красота до 0 8 11 20 следующая до 22 01 это что аттракцион невиданной щедрости от магнита аттракцион невиданного тухляка до 11 месяца двадцатого года и это до 1 вся кола пошли просрочена что ли глянем глубже до 09 друзья просто до сентября месяца стоит просроченная пола в холодильнике я почему-то уверен что они до лета бы и так и не убрали а потом вы пришли бы к жарко было и выпили и на туалете а еще хуже в больнице а еще хуже если это будет ваш ребенок вот до сегодняшнего дня до 11 вся просрочена по ходу свежий напиток в магните найти сложнее чем просроченный вся пепси снижает вас просрочно а как другие если нужно раз вызывал изначально сказать все сотрудник магазина поэтому узнаете у них какие у них ко мне претензии может они заявление на меня будут писать они вызывали в поле да они вызывали потом уже я дам свои объяснения дам свое заявление для начала давайте разберем какие у них ко мне претензии который соответствует срок годности да я не сомневаюсь что они не умеют считать сроки годности рядом полицейский умеет если мы сейчас вместе посмотрим я думаю он сможет разобраться до какого числа что угодно вот если они не умеют на что поделать грустно что в магазине такие работы сотрудники естественно бля ну пойдемте наверно как не полицейский шар и расположиться где агрессия где-то незнание законов ну я конечно считать плохо умею надо скорее всего я был так что а вот сверху вот снизу изготовлено сверху до какого-то даже смолы на столбе от хорошо что и полицейский есть ну да все же это или просрочено для контента на кем не подсказываешь интересно будете дать писать заявление просто топали полиция что вы думаете бабуль это оскорбляет так это мой купленный сок у меня чек на него есть я на первой кассе у вас его купил а еще что мне надо вам показать вы меня спросили хотя про чек вы мне даже не спросили вопрос не хватает начали за руки сразу и что я сказал что он у меня куплен я сказал что это мой товар я вам несколько раз сказал я там это школьник стоит или кто-то подожди ты чё такое на в школьнику росгвардеи полицейский блять где-то какой-то мужик я не понимаю бабка давайте это мой сок что вы делаете да это мой сок что вы делаете да я оплатил этот товар памятью проблемы да в любом случае хорошо хорошо даже если бы так он просрочен любом случае он не имеет хозяйства экономической ценности как только вы перестанете травить гражданам и сразу пойдем на завод все просрочка это тогда сладость да вот корзина целая тележка да я что никого нет да вот до сегодняшнего дня то есть вчера ночью должен убрать вот сок который я купил до 2 2 с которым я и хотел выйти куплен бабуль не 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 на днем мышком на влияние летающее лицо школьника шапки черный 5 бабуль полицейской форме блять они должны внимание обращать даже не спрашивают школьника почему у вас полицейская форма вы кто не дай судьба такой бабуль бачу руки дай левать хочешь дланте ксюш ты не спишь судя по поведению ты это обратно выставишь ну потому что ксюш так себя ведешь мнение от этого мне матом говорил и факи показывала я не оскорбляйте я решил ставить свои две копейки блять какое оскорбление ксюша это оскорбление что магазина они ни в чем не виноваты а кто же виноват у них есть руководство она есть руководитель этого магазина как статья оскорбил ксюшей назвал по друзья чудом и наклад мы нашли закладка магазина магнит с кухлым товаром делал пак с 12 месяцев на секундочку с 12 месяцев детский сок и со сроком годности до 27 01 21 больше чем на месяц просрочен детский сок вы своему годовалого ребенку сок оба попали не в больнице еще можно еще о всем партия детского сока просто просрочно они издеваются просто и это с учетом что женщина на кассе сказала что они каждый день проверяют еще два просрочены артем смотрите сейчас приезд на противную группу просто на далеко на будет ждать любом правильно да я так понимаю вот привет тогда примет от вас заявление вы как хотели заявление до заявление заявление объяснение прям у нас здесь все как было хорошо с камер видеонаблюдения там снимут как шоу да без проблем сколько пример нажать вы скажите мы не местные мы не знаем сколько это тут я понимаю например в течение часа чем часа не так как бы да ну все равно как я смотрю так сейчас нет главное что приехали чтобы нас не обманули отлично все тогда ожидаем опять просрочно что ты будешь делать а вообще свежая есть сок с яблоком я вообще не понимаю что происходит в этом магните не понял блять но в принципе кто блять за шо чё за хуйня я не понял это чё такое это как вообще понимать чё это за что это вообще за слово объясните мне я не понимаю блять чё это такое а с таким товароведом удивительно о полицейскому это что-то сомнительного качества не имеющая ценность слово шмурдяк имеет украинские корни и ранее используется для обозначения суррогатного алкоголя ахуел что ли причит вы видите их отсюда друзья не знаю следит кто-то здесь за сроками годности или нет но вот целая партия просроченного детского питания с 12 месяцев еще чуть-чуть активисты от нашего хулиганство говорят не оплатить товар человек пробует кушает это разве можно заплати и кушать дежурная группа сейчас приедет и от вас примет заявление о мелко хулиганство мне вменяют не я не против вы можете думать все что хотите я считаю что вы наглые отравители детей в магазине которых только что сняли целую партию просроченного детского питания с 12 месяцев на два месяца и вы нам что-то предъявляете мы снимаем вас детское питание просрочен вы нам что предъявляете вы бы язык свой засунули куда подальше и помолчали а как я оскорбил какой отходить на слово я стал я старше тебя намного милый я уже ну так вот поэтому ты бабуля где оскорбление это было чё оскорбляешь говорит а потом следующее я старше тебя насколько ну так поэтому и бабуле нет взять ой блядь я сушок стой на колени извинись перед юликой м кузьму это неправильно поступил я долбоёбка понимаю что ты прав в этой ситуации но все равно вставай на колени ладно уважение пропалка от материться нас начала к девчонку начал за руки вот девчонку я во-первых за руки хватало чтоб меня не надо снимай маску не пыталась тащить до нормальное поведение а то что я просрочу сейчас заявление будут писать или клиенты полиции предоставлю опознают меня не волнуйся но это отношениях не произошло после ее поведение композ за руки сначала хватать оскорблять маску стягивать девушки вот друзья вы видели видео вы знаете как все было кто из нас врун я или она пишите в комментариях я вот благодаря тебе много да говорю как только вы начнете работать сразу и мы уйдем на завод с тобой нет ты и так мы достаточно просрочки зарабатываешь да вот расти ты говоришь бля муж тоже на завод пойти работать покупаю я слышал в америке дохуя на заводах платье и тут сижу блин хуйню и какой-то вообще занимаюсь просто почему иди очень свежая все давай я даю деньги какие-то реакции блин дешевые реально почему потому что вы не и что теперь вот я даю деньги все я могу отойти дать и отойти так я говорю вот деньги как жертва все какое поведение просрочку детскую искать какое матч еще блять о настоящий мужчина должен жрать все они выделываться блять и же поведение то просрочку детскую искать не достойно мужчины а что-то достойно бухать по вечерам давайте я куплю я готов вот все да вот я деньги оба я беру оба я готов 0 цикует цикует пробивать боится вля понимаешь его это кто за руки хватал под и крайней вот и все товар то можно ну ладно мы не гордые сами возьмем просрочку еще один чек для дура ой бля фу как-то тем алкоголем воняет артем уважение почет спасибо артем уважение почет а тебя воняет да я так и понял сразу с одной стороны магазин провонял просрочка из другой вот защитником этой просрочки ну друзья еще один чек да напоминаю мы в городе щекина вы просили долго мы приехали точно пишите то что выйти хотел кто пернул там ебать вот это нахуй жахнула жесткая мне больше нравится то как он чек показывает и в чате сразу ебать руки сухие кто-то на ебать руки сухие здесь выход да а почему как вы меня обманываете зачем я посмотрел план руку от всего входа там написано выход это наш выход понимает там просто написано выход вы меня дурите и одеваем кто же в этом виноват вот значки выход даже здесь находите деньги я эвакуироваться хочу недавно спасибо за информацию нахуя такой рассказывать дверь закрыта ну попозже чуть ладно заметьте она сама же разрешила выйти то есть это вы сама же рассказала где день как это получается то разрешает то не разрешает как понять ну собственно как мне кажется фишка магазина магнит смотрите вот эти чипсы просрочены сегодня 11 они до 10 на 3 берем эти чипсы то же самое просрочены эти видимо раньше просрочились они увидели и вуаля срок годности стерт или его не было естественно они скажут что его не было но мое субъективное мнение что в наглую стерли срок годности и она именно в этом месте пачку очень сильно помятых холодильничек о чудо просрочена до 1103 просрочена вся просрочена друзья чай вот выше прям над спрайтом до 15 0 1 21 то есть за сроками по ходу в этом холодильнике точно никто не следит опа до декабря двадцатого года просто кажется даже восемь процентов 2 0 3 тоже просрочены чипсики когда кока-кола чипсиком и то это просрочено ну чтоб наверняка отравиться и эти тоже просрочены до 0 2 21 причем в перемешку и свежие продавец с такими только сами уже две тележки полный кажется опа от 0 5 0 2 21 срок годности в тепле 25 суток сегодня уже 11 0 3 просрочены вот битые яички лежат само собой по-моему сон пину то что кирилл я так прямо люди уже специально выписывают хуйню чтобы блять чтобы их сфоткали блять бать ты душно думаешь в америку переехал на арендованную хату и самый из да это я да еще блять а ты никуда не переехал и и думаешь уставы в углы до хуя видишь запрещено ладно просрочку они увидели но видно прям что яйца биты хорошо сотрудники магазина магнит умеют закрывать глаза друзья смотрите какая красивая надпись упакована под вакуум и что мы там видим куриные ножки тоже хотят дышать рыбу наверно смотрелись хлебушек смотрите от 0 5 0 3 2021 срок годности 24 часа сегодня 11 молодцы и у нас кончились тележки уже две тележки полные просрочки уже с горочкой и самое страшное друзья они уже знают что просрочка они понимают что все тухляк и до последнего защищают свой тухлопритон детская просрочка им указали нет мы будем перепроверять он портит товар то что просрочен насрать он портит товар вот булочки от 0 6 0 3 но они же не знаю сейчас ночи что он испорчен считаем вместе седьмое восьмое девятое десятое одиннадцатый час 5 11 должен был снять тухляк ну что мы уже где-то полчаса ждем сог сог ждем надеюсь кто-нибудь приедет друзья собака гав спасибо спарна спасибо где тухляк в магните спрятан шую сенсей спасибо ручно уже две пачки их лица просрочены смотрим третью удивительно от девятнадцатого года тоже просрочено от октября девятнадцатого вот не смешно грустно что вам смешно тоже просрочно до 15 02 21 тоже вся полоса пергам и жвачка знаю и это на кассах то есть вы понимаете вот нас снимают улыбайтесь все что ее заботит не то что вот ляя есть пачек 6 пачек просроченной жвачки сняли а то что нас снимают улыбайтесь шоколадка ален сетик мне кажется специально все просрочно просто показываю это ужас до 0 6 0 9 20 на полгода hd kvg x ухты бля спасибо тебе большое за на уплату просрочно вы понимаете больше чем на полгода получит просрочно улыбаетесь да улыбается больница будет лежать она все улыбается киндеры то же самое внизу чтобы удобно было до 0 2 21 все до 0 2 позор такому товароведу а здорово а значит что мне подарила мама дизи на рождество вот такая вот штука вот такая вот штука вот обычно я помню в советское время бабушки хранили там эти самые эти самые нитки с пуговицами а здесь вот америке здесь в америке внутри этих штук и настоящие печеньки ряя и вот тут написано party christmas cookies for you и собачка нарисовано реально и я откуда мы были сейчас открою а там наверное эти ниточки иголочки а тут открываешь а тут реальные печенье причем те которые она сама готовила чтобы вы понимали вот такое вот воля какая не знаю тухляк не тухляк ну я у я я я маме диде добираю поэтому по-любому тут все нормально приготовленная самим тут как бы срока годности нет нормально две тележки битком уже набитая просрочкой хамство неуважение к покупателям позвони на 102 вызовем сами полицию раша здесь у него еще и на шапке флаг здравствуйте хотели вызвать брали по адресу шокина улица ленина дом 52 магазин магнит для как портить товар откача зале нападет на но приедет то есть и бросил трубку вот такие на 102 работают на этом вы слышали кто там вроде представился звоним еще раз такая тут что сейчас месте вот этот а так полиция нас бережет и снова не берет на то ли что ли сидит бегать между подходами шо ты души или сказал сейчас приедут наверное жеребий кидают кому ко мне ехать а Продолжение следует... Продолжение следует... Слышу из телефона, звоню в дежурную часть. Связь с космосом пошла. Прекрасные звуки. Ни хуя. С военной базой все же связывают. Человек наверняка бросил трубку. Ну что, звоним в третий раз. И опять в дежурную часть, никто не берет трубку. Уже третий раз. И вновь 102. И вновь трубку никто не берет. Убивают тебя. А ты ждешь. Давайте на 112. 112, Шокинский район, слышу. Здравствуйте. Хотели вызвать полицию в магазин «Магнит». Что у вас случилось? Негодяй портит товар и отказывается платить. На 102 звоним, они сбрасывают просто. Адрес какой? Адрес. Сейчас скажу адрес. Адрес какой? Подожди, стоп. На 102 звоним, они сбрасывают просто. Адрес какой? Адрес. Сейчас скажу адрес. Учеряло. Улица Ленина, дом 52. Что он у вас там портит товар? Да. Оставайтесь на линии и соединяю вас с полицией. С полицией, блядь, соединяю. Повиси на трубке, блядь. Козел ебаный нахуй, черт, блядь. Давайте. Еще кино полиция, дежурная часть, здравствуйте. Здравствуйте, дозвониться до вас не можем. Хотели узнать, приедет кто-нибудь в «Магнит» на улицу Ленина, 52 или нет? Обязательно подъедут, выехали к вам. А то час уже ждем. Сколько примерно ждать, скажите? Из Москвы едут, походу, блядь. Понятно. Ожидай. Пульскую область. Ну ладно, ждем. Через 112 кто-то ответил. Ксюш, как хлеб-то есть просроченный оказался? Спасибо, что помогли сейчас пищу. Ну, а как так-то? То есть люди... А, обычно. У вас это обычное явление, что все просрочно. Вся партия хлеба просрочена. Обычно. Такие вот тухлые, протухшие сотрудники просто обязаны получить штраф. Друзья, вот там уже покупатели случайные приносят, смотрите. От 05-го, 02-го. Блядь. Принес такую просрочку. Довольный, блядь. Ля-кор... Ля-кор... Друзья, вот нам уже... Такие вот тухлые, протухшие сотрудники просто обязаны получить штраф. Друзья, вот нам уже покупатели случайные приносят, смотрите. От 05-го, 02-го. Блядь. Принес такую просрочку. Довольный, блядь. Лятый крыса. Друзья, вот нам уже покупать... Лятый крыса. Случайно переносит. Смотрите. От 05-го, 02-го, 20-го срок годности год. Просрочено. Пойдемте еще посмотрим. То же самое. Просрочено. И это просрочено. Заказал, что не парашник. Само собой, со скидочкой. Ну, нормально. В силе магнита. Пивка тоже просрочена до 12-го, 20-го. Ебать, даже пиво просрочено. Вот и полицейский. Опа. Ну все, началось. Здравствуйте. Здравствуйте. Там полиция, Вася Виталий Викторович. Все, у нас проблема заключается. Двух тележек просроченного товара. Видео под названием «Приехала крыша магазина». Ну все понятно. Двух тележек просроченного товара. Да. И что вы хотите по этому поводу? Ну, что должен сделать любой гражданин ответственный? Написать заявление. Логично. Ага. Вы в курсе, что это прерогатива Роспотребнадзора? Ну, а вы передадите заявление в Роспотребнадзор. Логично. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы будете? Да, конечно. Чего? Ко дому машину туда. Пойдем. Во, пенис пришел. Блядь, пенис детров нахуй. Кто? А кто это как говорит? Не, на месте. Зачем? Что значит? Напишу заявление на месте. Место совершения административного правонарушения. Бабь, глухарь приехал. Ничего себе, блядь. Можно преступление. Мы с вас берем только объяснение и заявление. Ахмур, глухарь, я вас. Смотр делается в рамках... Вена. 238-я часть вторая. Какая? 238-я статья часть вторая. Ага, и что-то она... А вы не знаете? Ну, вы не проясните, кто-то она знал. Я, естественно, знаю. Грустно, что вы не знаете. Ясно. Так, начинается самое интересное. Быдл обмен приехал. Ага, понятно. Пара опасного для жизни и здоровья детей до шести лет. Мы при... Да, мы приобрели детский сок с 12 месяцев. Ага. Как ты в осмотре места происшествия не будете делать? Я это не сделаю. Раз уж ты так пойти. Это не я, что это закон хочет? Грустно, что ли? Сейчас самое время завербовать существ. Еще и плату подписчик, блядь. Ну, как это вообще возможно? Как таким говнюкам, как ты, блядь, тебе вот выпадает платная подписка подарочная? Директор магазина, шо ли? Или я не понимаю? Или любитель тухлого покушать? Ну, что вы это не хотите? Ну, разъебал. Ну, и отлично. Все замечательно. Все ради хайпа, да? А, то есть на потребителях, все ради бабла. Нет, это у вас все ради хайпа, я смотрю. А, ну понятно. Так вот, кто эти комментарии-то, блядь, оставляет, реально. Ну? Мне тоже самое пишут. Вот такой вот сотрудник полиции. Да, 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 обязательно. Если, конечно, сотрудник полиции. Ага, я вам представил, сможет вам удостоверение показать, нет? Можете жетончик еще повесить. Жетончик бы с радостью повесил. Суточное дизайнство, видите, что произошло. Все, вижу. Вопросов нет. Пожалуйста. Не, вопросов нет. Снимите номер, снимите, вы что-то хотите. Не, удостоверение. Я же вам представил, логично. Логично. Ну, вы разговариваете, как не сотрудник полиции. Правда. Это вам так кажется? Мне не кажется. Васин Виталий Викторович, до 25-го года капитан полиции. Вижу. Это склад ощущение, что вы защищаете вот эту помойку. Я никого не защищаю. У меня нейтральное мнение. Никого не защищает, при этом в полиции работают. Что тогда работаешь-то? Ну, точнее, прошу прощения, служишь. Давайте сначала заявление. Давайте сначала объяснение, а потом вы напишите, соответственно, заявление. Давайте сначала заявление, а потом объяснение. Протокол принятился. Диану, здравствуйте. Спасибо за переподписку. Я тоже наступающим, реально. Где-то там сейчас через... В каком месте? Как заявление? 141 сетел пока. Питать выступ наручную не может. Нет, конечно. Киев. Руки болят, тут просрочки собирайте. Ну, нормально. Вам скинут ваши друзья. Хорошо. Ваш пастор будет. Необходим? Очень. Могу продиктовать свои данные. Я хочу удостовериться в вашей личности. Хотеть вы можете все что угодно. Я могу продиктовать свои данные, конечно. Ну, а как я могу... Да никак, я заявитель. А на каком основании вы хотите мне документы посмотреть? Удостовериться в вашей личности. Сочлитесь на статью закона. Хотеть вы будете где-то в другом месте. Когда вы на службе, ссылайтесь на статью закона. Ну, вы заявитель. Да. Ну. Ну, нет в законе такого, что заявитель обязан предоставить документы. Пожалуйста. Или вы этого тоже не знаете? Тюляк, спасибо. Статья 13 закона о полиции. Права полиции. Почитайте, в каких случаях вы можете потребовать у меня документы. Напомните мне, а то, может быть, я запомнил. Нет. Дальше консультация платная. Да? 5 тысяч в час. Хорошо, давайте, ладно. Продиктуете за меня. Да? Мы потом все равно проверим. Так, проверяйте, кто же вам мешает. Грустно, что вы не знаете. Или делайте вид, что не знаете. Еще полицейские. Человек выявил. А вот эндер. Количество просрочной продукции. Чипать там кого-то. Там кого-то прирезали, блядь. По горлу с ноги в это въехали. Звук такой. Тендер. Человек количество просрочной продукции. Чипать. Еще раз. А вот эндер. Человек количество просрочной продукции. Чипать. Пиздец. Кого-то, блядь. Сердечный сриступ схватил, блядь, от просрочки. Человек. 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 Который снимает. Какую из этих? Обе просроченные. Обе, конечно. Да. То есть, это и вот эта. Да. А просить конкретно каждого. Ой. Девочки не дают объяснение. Девочки. Нет, девочки не дают объяснение. Я заявитель, я буду давать объяснение. Давайте мы их только не видим. Указывать по поводу. Нет. А кто же вам будет указывать их не народ? Поэтому как бы не вам решать. То есть. Мне решать. Молодая. Ну давайте, удостоверение можно выходу. Вот. Пожалуйста. Они же одинаковые. Под полковником полиции ... Тиняков Максим Юрьевич. Под полковником. До какого? Вы закрыли пальцем, до какого угодно удостоверения? Удостоверение годным. До какого годного? Значит, фамилия моя Тиняков. До какого угодно удостоверения сотрудник полиции? Да, да. Супрошу 퍼мы. Вы не полицейский? до какого года удостоверения меня провоцирует до какого я простой вопрос даю в сериале такое блять смелый был а здесь что-то стоит там на стороне до какого года удостоверения ясно просрочен дел полиции приехали полицейский и почем вы из отдела полиции приехали вы из отдела полиции приехали из мусорки из мусорки или задел полиции приехали да это вы провоцируете предъявить удостоверение до полного ознакомления его представил для старплой школе что я хочу поэтому кого-то да вся первая статья хотите воспользоваться ладно пока там мент мусор полицейский уж не знаю кто чудит не надо так на оскорбление так я говорю не знаю кто это так на данный товар смотрите полицейский я что поставили свою безопасность поскольку данный человек с оружием не показал до кого не угодно удостоверение вот данный человек не показал до сверения годно представил с полицейским я поставлю свою безопасность вы не будете сейчас на месте решать вопрос вам все через заявление вот так бы тебя убивать момент всего-то и вместо того чтобы помочь защитить подойдет скажет пиши заявление через месяц разберем и да выключите заявление вам через месяц ответят мусора все-таки мне кажется щекина что доме я шо блять предлагает акс писания на это все составить как будто это все до тебя было утилизировано сейчас я разберусь заявлением сначала данный товар мне кажется это крыша приехала полицейский вы достает покажете до ознакомления как вы вести себя агрессивно называешь как я вам представил удостоверение показ нет дополня вы не будете да а вы в мусорку ли в отдел полиции друзья пишите в комментариях свое мнение в том числе детей до 6 лет единственном только 21 18 13 магазин магнит а вот андер по адрес счет на линии 52 приобрел прослушный товар сон бойся он объем на 97 стоимость со сроком годности 22 на 2 21 правильно да а также 1 100 на 3 19 напиток сок содержащий агуша в количестве двух бутылок объем на 3 литра правильно не со сроком годности 1 до 2 100 на 2 1 2 до 0 3 21 данный товар предназначен для детей с 12 месяцев до и далее за данный товар опасен для жизни здоровья граждан в том числе детей до 6 лет отлично да как менее когда смысл общаешься ведешься соответствующим я для вас нет почему я вам говорю не новый сейчас вы говорите ведетесь я сейчас он разговаривать до этого имел честь общаться собака тухляка блять откинулась а ему еще с того раза в магазине передадите материал дела в роспотребнадзор верно пришел неизвестный мужчина прошу привлечь похоже на сотрудника sb вместе с тем подполковником и еще одним полицейским одним полицейским а пошло привлечь юридическое лицо а о тандер к ответственности для какой блять серьезный январь не выбегал даже на улицу общалась с полицейским подполковником он тоже полицейский на телефоне ходит что-то обсуждают товаровед спрашивает где главный куда вы мой товар возите у меня там куплен у меня тут не надо мой товар трогать у меня от купленный товар лежит зачем мы купленный товар увозите вы издеваетесь что ли посмотреть посмотреть его смотреть непонятно вот у меня чеки я тоже полицейскому показывают не все делишки купили про нее ты сестно не на же весь товар возможно мне еще и куплен товар просто не сделал заявление я бы уже купленный уже куплены там есть есть еще куда который возможно свежий поэтому заявление делаю просто давайте продолжим давайте крыша будет я понимаю но мы же не можем сейчас квалифицировать с вами все дядечка с вашим полковником ходить хотя может не полковник это артем алексеевич не обижайтесь банк если вы это все делали то есть не на камеру у меня там было намного больше уважения то есть потому что все таки я с вами согласен в данной части но когда вы это делаете на камеру причем прикольный кадр то есть получается реально что где слова вот бак посмотреть это как ребус мусорный бак в данной части но когда вы это делаете не на камеру это как раз выглядит вы действительно а потом вот сотрудница магазина берет нас хватает за руку пытается с девушки стянуть маску выбить телефон в этом магазине секундочку если вы заметили что в данном магазине то есть присутствует видеонаблюдение то есть она как бы вот эти видеокамеры они подключены не к этому магазину то есть так их управление а вот записи чудесным образом бывает пропадают я не знаю как это происходит снизу да происходит но вот было уже такой опыт поэтому нет ваше право я понимаю не просто объясняю свою позицию вы же общительный и общительный вот тем более было видео люди узнают как правильно себя вести в магазине где смотреть сроки годности условия хранения любой товар мы берем то есть можно поискать он либо на донышке либо на крышечке то есть либо на шве логично но вот смотрите вот например морской коктейль он не просрочен у него нарушенного вакуумная упаковка и люди этого не знают что такое есть вакуумная упаковка нарушенная это мелким фрифтом написано что под вакуумом да и не каждый человек смотреть будет срок годности вот ребят стоит вы думаете они будут сроки годности смотреть вряд ли очень вряд ли не но если они меня смотрят наверное и срок годности тоже смотрит мы конечно бабулю которая на нас кидалась прощаем вот заказ и которая сидела он пытался девушки от любить маску снижал а школьников унизили хватало меня за руки конечно материлась из магазине но мы не злопамятные вот друзья конфетки нам активист принес от восемнадцатого десятого двадцатого срока годность четыре месяца лаки давать на конфетке служить и защищать все верно боюсь я не смогу смириться с той несправедливостью которая происходит ваших рядах я хотел когда-то я когда-то хотел даже для этого на юридически поступил но потом не сложилось желание пропало после более тесного знакомства с органами исполнительной власти чеки тоже до предлагает приложу конечно я сейчас сделаю возврат просрочена товара они были стоят они понимают чего они ждут для улета крыши походу хорошо вот магазин сейчас договариваться будут ксения вы нужны нам как никогда а вы можете товаровед или администратор позвать о а сказали что вас там нет а визит обманули нам бы возраст делать закупленный просрочный товар сначала факи показывают матом аскарат потом со всей душой все денежные средства нам вернули чеки возврата тоже выдали товар изымают все документы составлены теперь главное чтобы они дошли до роспотребнадзора друзья ну и вот такие вот две тележки просрочена товара и он еще корзиночка стоит вы скажите вы что что чё чё блять всё да нахуй не будет никакой рекламы товар сделаете утрезируйте его предлагаю вам нарушить целостность упаковки товара тогда нарушен целостность упаковки мы если вы скажете нам оплатить мы его оплатим потом так же сделаем возврата вам ссориан ссориан ссори вот складывать конечно можно можно видите полицейский есть законодательство гражданский кодекс есть согласно которым я могу это сделать и потом оплатить даже могу а почему нельзя то почему не надо потому что то можно по закону то есть это нужно по закону через товар чтобы он вновь не попал на прилавок а откуда вы это знаете доверия нет естественно от 0 5 0 2 25 суток я думаю биты они точно не будут выставлять на прилавок вновь хотя так естественно естественно если потом где-то я не прав вы напишите мне также заявление а так если хотите я могу вам предоставить можете вы проверять я думаю понимаешь что мятые банки запрещено реализовывать а ну я об стенку напишите заявление если считать что я об стенку кидал вы бы лучше не фиксировали нас на видео пошли конфеты просрочно убрали 6 коробок которые там стоят да посмотрите 6 коробок просроченных конфет стоит еще ну вот просрочные и там еще шесть коробок стоит или пока мы вам не принесем вы не поверите сделайте работу хоть какую-нибудь сами не просрочно говорят я вернулся что такое не просрочно а то есть просроченные по документации которые есть коробки а чем же вам вашим верить естественно документации потребитель верит в первую очередь сейчас это заберем значит также все спорит не чтобы убрать все глупости на слово мы вам не верим у меня тоже вы скажите рыба вот это нормально или нет она не просрочно раз вакуум должна утилизировать такой будете уже отлично хочет вы понимаете интересно когда сотрудник магазина является понятой сами себя наказывают ну что одну тележку утилизировали пара вторую друзья пока мы вскрываем просроченный товар активист приносит нам все новые и новые находки смотрите вот как должен выглядеть срок годности и вот как он выглядит на этой пачке просто ничего нет тоже один из удобных способов продавать тухляк а вы не подскажете где здесь срок годности это данил степанов да да свежий вопрос нет это продается отлично то мы кидаем сюда в общую корзину все полицейские товары забрали степанов ли степанов кто может твердый не знаю слышно вам будет звук или нет само собой просрочено он уже о какой хлебушек красивый он еле-еле ломается до кого такой с плесенью уже помнишь тут дрожжами завоняло у блять просрочно друзья даже консервы просрочены я 16 02 19 срок годности 24 месяца там араба от 18 года от 17 08 18 срок годности два года с августа 20 просроченная красота а я с собой в широких карманах принес с маленькие карманы широкие три тележки принес позорить такой повалки весь просроченный некачественный товар мы вскрыли нарушили целостность упаковки сейчас пойдем пересыпем конфеты ну раз они не хотят убирать значит берем мы и в принципе наша миссия выполнена но друзья вот активист нам нашел просроченные конфетки смотрите вот вы скажите вы хоть раз смотри на родную аннотацию от конфет само собой вряд ли до 11 20 то есть на четыре месяца просроченная даже больше целую упаковку конфет ой бля смотрим следующее это кривова красивая маркировка вот такой срок годности просто отобрали непонятно легенда 3 что делаешь на 18 02 20 4 прям на нас срок годности смотрит до 28 01 21 5 до 16 02 21 и вот две коробочки одинаковых конфет дата изготовления 16 07 2020 срок годности 6 месяцев просрочено реально походу я суп вилка есть 6 коробок конфет вы понимаете мы уже показали наш активист показал где конфеты просроченные а это нормально это мы забыли сроки поменять просто пойдемте отдадим для их принципе все главное чтобы они в этот пол не подняли потом ассорти из этого не сделали сегодня мы прошерстили просто весь магазин вообще весь мы очень долго ждали полицию в этот магазин стопроцентно вы можете приходить сегодня хоть магазин закрывать через 15 минут и купите только товар и того 5 тележек вы скажите на нас сейчас есть заявление у магазина нет к нам претензий не имеют отлично потому что в помойке должен быть мусор это нормально тем более тем более это вы нагадили не было просрочки не было всего этого хорошо нормально делать что подает просрочку да но правильно делать что подает просрочку гибать урыла а не продаете два раза лично она мне 7 продала один из них мы просрочку не продаем сейчас не разговаривать маргарин вам скинуть я думаю конечно вам скинуть вам покажутся уху вам не судья до свидания ну что друзья вот закончился наш рейс магазин магнит в принципе вы все видели сами неадекватные абсолютно сотрудники неадекватная от слова совсем товаровед пишите в комментариях что думаете о поведении данных сотрудников мы пробовали здесь до победного все магазин уже сейчас закрывается 2200 главное наша цель сегодня выполнена и это не может не радовать весь просроченный товар мы сняли с прилавку убрали утилизировали это самое главное теперь может не за я чувствую что вот этот выпуск будет интереснее поэтому я его посмотри уже не против да спасибо хорошо что такое вторая касса есть вот кассир стоит вы задерживаете людей я просто попробовать решил прежде чем покупать сейчас зачем дальше выходим 23 а да да выходим я вот прям уже готовлюсь я завтра иду к парикмахеру специально подстрелюсь я жусь я блять перед тем как идти на минус башни да не башню я ставлю хотя мне и если я пойду туда куда вы понимаете куда мне наверно лучше на лысо сразу побриться блять потому что если меня там возьмут на на 30 суток я отвечу как навальный будет не в одной камере сидеть вот и мне лучше побриться сразу на лысо потому что там как бы поэтому я фу его знает а да где а ну шо ребята кто пойдет привет это наваль и это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации но сразу договорились а я нет если серьезно модератор можете голосование в чате сделать здесь процент людей не пойдут так что можно принципе статистику использовать как официальную статистику по всей стране но соответственно если брать всех людей то получается все из процентов тех кто знает навального не пойдут поэтому изначально можно сделать вывод что все проебано дорогие друзья и все эти попытки навального что-то сделать вот этого смело его поступки за который конечно но а а а а а а а а О, ты берёшь вверх! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Путина, хорошо, ребят, привет. Путин, мелкий сотрудник КГБ, выдающий себя сейчас за великого шпиона, приехал в Дрезден в 1985 году. Вау, разведчик. Ему хочется, чтобы мы так думали. На самом деле, рядовой сотрудник даже не секретный. Да, я здесь что, я донаты временно отключил, чтобы они отвлекали. В таком случае, видео будем смотреть вообще пять часов. А просто официального представительства КГБ. Дружбе Советского Союза, Восточный Германию. Сейчас придворные пропагандисты обожают романтизировать в тот период жизни Путина. Владимир Владимирович внедрялся в логово врага. На самом деле, вот это здание, такое теплое мистец, где куча бездельников типа Путина сидели на партсобрании. А что там сейчас в этом здании? Памятными подарками. Совсем как сегодня. 21 ноября 1987 года. Нарядный Путин, вы не поверите, на балу братьев по оружию. Мероприятие посвящено дружбе КГБ Иштазе, Великой Октябрьской Республики. Зачем скорость увеличивать? Вы, блядь, торопитесь куда-то или что-нибудь? А, алё, блядь. Путину вручали награду. Я понимаю, вы, друзья, Путин, у вас там бизнес, вся хуйня, деньги вводят. То есть, ну, вы поняли, короче. Ну, блядь, алё, это ничего не застал. 1.25. Ну, хорошо, давай, ускорим. Ебаные бизнесмены. Золотой значок. Символ дружбы между Германией и Советским Союзом. Дружба с Советским Союзом стала велением сердца каждого гражданина ГДР. Сейчас эту ценность можно приобрести в интернете за 3 евро. Весь человек, в общем, на его коллеги зачитывали длинные речи, пили советский коньяк, смотрели слайды и трепетали от гордости и верности. Меньше чем через 2 года от всего этого не останется и следа. Да вы охуели, блядь, а он чё, собака, что ли? Сделай то, сделай это, всё, сука. Блядь, это так неприятно, когда ты увеличиваешь скорость, а потом возвращаешь в обычное состояние. У тебя ощущение, как будто он вообще вот так вот говорит. Как будто бы мир на самом деле не такой, какой он есть на самом деле. Твой мозг привыкает к той скорости. В процессе и ожидания Путину не удалось в Дрездене построить ни карьеру, ни разбогатеть. Но зато он познакомился с теми людьми, которые впоследствии станут его главными кошельками. Блядь, это как у меня на ютубе не удалось построить карьеру. Ну, это свечу шел. Продавшись с белыми корчатками. С кошельками. Не помогает Дэвид, корреспондент немецкого издания «Корректива». Вот здесь это Белла Путина. Будем смотреть его. Я могу знать, что вернуть вам. Пермач нахуй. А мне? Я. Таким образом, в этой фотографии мы увидим двух богатейших людей России. Ну, пусть, наверное, самый богатый человек в мире, а Чемин, ну, точно... Наверное, самый богатый. ...богатый людей наше страны. Через 30 минут он всё ещё рядом. Ну, уже как-то следующий миллиардер. Просто очень интересно, насколько в нем тут всё тщательно записывано. Здесь вот программа «Вечера» и написано, что в 12 часов будет самый тот произнесён, чем представители, представители, принимающие страны. И, да, он выберет на глаз стакан советящий коньяк советского коньяка. Ну, и в дальнейшем они произнесут такие торжественные рейджи, свалят товарища Ленина, свалятся вторыми, дарят друг другу сувениры и в согласной программе. Мы плачем в 19.45. Владимир Владимирович Путин начинает плясать. ВП, кумба. А, вам тут не видно. Блядь. О. ВП это что, Владимир Путин, что ли? Или Virtus.pro? Ну, учитывая, какие года вряд ли это Virtus.pro, это, скорее всего, всё-таки Владимир Путин. Танц, танц, типа танец Владимира Путина. Ух, потому что в 19.45 танцы. У нас тут две книжечки с фотографиями. Вот эту одну многократно показывали по телевизору. Вы её много раз видели. Это удостоверение... А, блядь, так это мой паспорт, который я потерял. Вот он здесь. Я, да, ну я. Ну, да, я. Есть такое же удостоверение. На нём какой-то очень симпатичный человек. Это Николай Петрович Токарев. Человек, возглавляющий транснефть. Он, в отличие от Чемизова, свою работу в КГБ никогда не подтверждал. И в его официальной биографии есть 20-летний пробел и работа в горно-рудной промышленности. Ну вот мы закрыли этот пробел. Номера этих удостоверений отличаются на одну цифру. А вот документ. Это телефонная книжка штази. В ней есть раздел «Товарищи, друзья». Заходим сюда. Смотрите, телефонные номера совпадают у майора Токарова и майора Чемизова. То есть они буквально сидели в одном кабинете. И столы их были, очевидно, рядом. Я в ахуе. Именно здесь, в Дрездене, Путин определил свои главные жизненные принципы, которые позже станут основой российского государства. Первое. Всегда говори одно, а делай другое. Ложь и лицемерие – это самые эффективные методы. Ладно, я запомнил. Второе. Коррупция – основа доверия. Твои главные друзья – это те, кто много лет ворует и мошенничает с собой. И самое главное – длинница, струкать, забывай. Нормально все. Начало 90-х – Ленинград. Подумайте сами, насколько крутым чпионом был Путин в Дрездене, если по возвращению из командировки в Дрездене его отправили на много перспективную работу. Запомнил? Да! Там же работал второе место, товарищ Николай Егоров. Это один из малоизвестных, но ключевых и самых доверных работающих людей. Замечательно, что Егоров и Путин сидели вместе в одной паре. Дружили. Вместе с ним обделены вниманием. У меня такое ощущение, что те, кто хоть раз где-то пересекался с Путиным, они стали невероятно богатыми. В школе, в институте, в соседний подъезд, блядь. Там, не знаю, во дворе ты с ним, будучи пиздюком, гулял. Все, блядь, значит ты уже богат сейчас. Это я не знаю, как иисус. То есть он подходит к человеку, так, знаете, за плечо его так рукой бац, потрогал, он сразу, и у него куча денег уже где-то там заспавнулась, у него под подушек. Я в вахту. Два других путинских однокурсника и самых близких друга того времени. Ильга Мрагимов и Виктор Хмарин. Тогда их объединяло увлечение борьбы. Бля какой, бля. А можно меня порекомендовать? На странице биографии Путина. Он ведь у нас любит рассказать, как переживал развал СССР. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Он осуждает 90-е, есцинизм, демократы и всех вокруг называет иностранными агентами. Я ведь тогда тоже осуждали, что называть. Ассу, которые были у руля в 90-х годах. Но хочу отметить, что за это время... Кто был у руля? ...полностью развалилась социальная сфера. Да все развалилась. Промышленность. Ну да. Оборонка. Мы утратили оборонку. Образование. Мы практически развалили вооруженные силы. Довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. А в те времена Путин, сверкая пятненько, побежал работать на одного из главных демократов тех временов. Редикального критика СССР Анатолия Собчака. И вот это не свершилось. Человек, мечтавший всю жизнь о деньгах, до этих денег наконец-то орпался. Оказался на должности, где есть что красть. И где вадим взятки. И здесь наш Владимир Владимирович. Самое известное и хорошо расслабленное темное, как экспортные лицензии. Путин занимался выдачей таких лицензий, к нам, которым разрешалось продавать эти продукты, лес, алюминий, медь, кровь, любой сырье за границу. В обмен на еду. Буквально, нефть в обмене, картошку, лес в обмен на еду. У меня немного сахара осталось. Я картошка, кстати. Может, обменяемся, ребята? Вы мне нефть, я ему картошку отсыплю. В том, что на Украине закуплено. Сахар, я его все равно не использую. Мне нахрен нефть. Я ему пью зеленый чай без сахара. Гоутрейд. Однодневкам, связанной с ним с его друзьями. Схема была фегментарной. Сырье уходило за границу. А брат у него я дочери за него деньги, а продукты по бартеру... Зебесь! Это самое дорогое, что он с ним. Одним из главных мест заработка для Путина был морской порт. Место легендарное. Один из символов бандитского Петербурга. В начале 90-х этот стратегический объект превратился в криминализированную территорию, где стреляли, убивали, непрерывно что-то делили. Порт контролировался одним из странов известных тогда криминальных авторитетов. Ильей Трабером. По кличке Антиквар. Но бандиты-бандиты, бумажки и разрешения, все равно надо подписывать и оформлять. Вот этим и занимался чиновник Путин. Формально он представлял интересы государства. Фактически просто помогал этим бандитам работающим в порту. Служим их интересы. Был полезным подручным в мэрии, который мог помочь настоящим парням решить вопрос. Да ты чё, ну например, глухой, блядь. Тиной терминал в порту. Трабер, председатель совета директоров. Еще одну акционерную долю контролирует глава Тамбовской ОПГ Геннадий Петров. Ну а Путин... Бля какой. То есть не на кого-нибудь, а аж на руководителя Газпром нефти Александра Дюкова, который тогда был гендиректором терминала, оказывал проекту серьезную помощь и поддержку. И очень легко увидеть... Блядь, у него все... Я не знаю, вот его друзья вот эти вот, ну и все, кто в этом замешан. У них прям на лице, ну, описано, я бандит, ебать. Я вообще, короче, вот такой вот человек, который, собственно говоря, ну вот такой вот. Прям ты смотришь на них, и ты понимаешь, что иначе быть не может. Ну не похожи они на людей таких простых, которые могли бы работать на заводе или там делать что-то хорошее, полезное. Ты смотришь на их лица и понимаешь, ну, блядь, ну да. Такой вот на лице все написано. Кому еще Путин оказывал серьезную поддержку? Абубанди. Нефтепродукты через терминал поставлял за границу Геннадий Тимченко, будущий миллиардер. Смотри на эту морду, блядь. Ну что это? Один из самых известных друзей Путина. Да и фамилию у них какие-то странноватые. Тимченко. Типичные москалии. Ну, блядь. Осуждаю нахуй. Господи. Это не смешно. Я ос... Вы прикиньте, кого мне приходится осуждать? Ээээ, дорогая администрация ВИЧ, я осуждаю Владимира Владимировича Путина. Вот, мы не поддерживаем то, что он говорит. Да и вообще, в принципе, делает. Вот, осуждаем, осуждаем, конечно. Мне нужно держаться от них подальше. Именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса. Нефтетрейдеров в Геннадий Тимченко. Банворды, блядь. Президент России. Говорит, это как вообще. Когда Путин стал президентом, 4 из 5 главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую, а через швейцарского посредника Гунвор. Таким образом, Тимченко, не делая ничего, зарабатывал... Блядь, я уже запутался, кто где на протяжении всего времени на существование Гунвора считалось, что у Путина есть там секретная доля. И даже Минфин США официально утверждал, что у Путина есть доступ к деньгам Гунвора. Но на кого эта доля была записана, много лет было непонятно. А потом выяснилось, в Гунворе все это время был секретный акционер Петр Колбин. Никто не понимал, откуда взялся... Мне кажется, все-таки, вы знаете, когда человек по жизни занимается чем-то плохим, например, это реально отражается на его внешности. То есть, его действия, то, что он делает, реально меняет его внешность. Ну, как мне кажется, все-таки. Но не можешь быть вот так вот, все вот так вот. Но не может быть. То есть, человек, который делает хорошие, добрые вещи, у него на лице написано, что он добрый. У него глаза добрые. То есть, у него как-то форма лица такая прям... Это как вот, знаете, игра, блядь, как же она называлась? Там, типа, когда ты бьешь людей, делаешь злые вещи, у тебя там внешность хуёвая становится. Фейбл, во, фейбл, фабли. Вот точно то же самое. Вот точно такое же, понимаете, да? То есть, ты там делаешь добрые вещи, у тебя внешность такая приятная. Когда ты делаешь хуйню, ты превращаешься в такого демона. У тебя рога отрастают, вся хуйня. Вот здесь то же самое. Миллионы долларов для инвестиций в Гунвор. И посмотрите на мое лицо, видите, какой добрый, охуенный. Вот. На меня смотришь и думаешь, блядь, ну вот это хорош человек. В 16-м году журналисты раскопали, что Фёдор Колбин это закадычный друг детства Путина. Они росли в одну деревню, и сходили на аскотеке, дружили семьями. И стало очевидно, что Колбин все это время был держателем путинской доли. Вот вы сидите и думаете сейчас, что же получается? Путину прямо платили взятки в конвертах? Ну да. Да, один из участников петербургских разборок в 90-х Максим Фрейдзон рассказал в интервью как работа схемы взаимодействия с Лерией Санкт-Петербурга. Если требовалось что-то оформить, нужно было прийти в Комитет внешних связей, послушать церемониальную речь о важности экономического партнерства. А потом Путин просто писал на бумажке нужную сумму. Теремонио субтитры создавал DimaTorzok Ух, всё идёт прекрасно! Ещё одна победа! Класс! Класс! О-о-о! Ты не ранишься этому существу! О-о-о! 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 Не сдавайся! Лучше нас! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оформлять взятки у него явно получается лучше, чем управлять госкомпанией. В 2008 году Миллер хвастался, что через 7-8 лет Газпром станет самой дорогой компанией. Да-да! В тот момент Газпром стоил 360 миллиардов. Ну а сейчас сколько? 60. Ой, блядь. То есть она не выросла, а выпала. Банан! Нихуя себе здорово! Шо, блядь, привет от банана, мы только что посмотрели, молодец, что смотришь. Нужно информировать народ. Ладно. Здорово! Идеальный пример того. Я информирую, да, если шо, я себе уже бутылочку маленькую приготовил. Шо, блядь, слишком больно не было садиться. Как сработала путинская команда. Мне не стыдно за моих друзей. Ну и самое главное, историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории Банка Россия. Не было бы России, не было бы Путина. Этот банк был создан еще ленинградским обкомом КПСС. Но в 91-е... Блядь, я, кстати, не знаю ни одного человека, который бы пользовался Банком Россия. Все там Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф. Я ни разу не слышал, чтобы человек такой, ну у меня Банк Россия. Им вообще никто не пользуется, вообще никто, блядь. Ни мои друзья, ни мои знакомые, ни мои там родственники, вообще никто, блядь. Кто нахуй, никто, ни у кого нет этого банка, карты этого банка, блядь. ПСС и обкомы вместе с ней перестали существовать. Мэр Петербурга Собчак распорядился реорганизовать этот банк. Привести в порядок активы и на их основе сделать нормальную коммерческую структуру, которая помогала бы экономике бедствующего Санкт-Петербурга. И поручил это Путин. Путин справился. Правда, акционерами нового банка оказались с кроши рядом, и вовремя, в первую очередь, конечно, Юрий Ковальчук. Он стал и по сей день является главным акционером и управляющим. В начале 90-х Россия была просто небольшим банком при мэрии. А сейчас это гигантский... Гигантский, зачем ты смотришь этого клоуна? Что говорит Навальный про Путина во всем мире, как все делают? Он ничего нового не сказал. Все воруют. Даже в Европе и США везде есть коррупция. Спасибо за 500 рублей. А, но только вот что-то я у других президентов других стран Европы, Америки и не наблюдаю. Вот таких шикарных дворцов. Особенно их друзей, например. Я этого не вижу. Может быть, кто-то и ворует. Но одно дело своровать себе на PlayStation 5, например. А другое дело своровать так, что ты, нахуй, можешь себе отстроить гигантский, там, какой-то многомиллиардный, блядь, замок. Разницу чувствуешь? И что? Ну, может быть, еще где-то воруют. Давай, может, еще вон в Африке воруют. И что, это теперь оправдывает то, что у нас в стране происходит? Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Нет. Такий банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина. Там указание управления делами, чтобы туда переводить. В этом банке надо тогда карточку завести, потому что в случае, если наступит какой-то всемирный пиздец, банк России будет стоять до конца. Все банки рухнут, а Россия будет стоять, потому что там деньги Путина хранятся. Переводили мы ее заработные планы. Все незаконно нажитое, подаренное и украденное. Точнее, там зарплата Путина. Питерской бандой лежит в сохранности тут. У банка очень, по-моему, звучное символичное название. Он так и называется – Россия. Несмотря на то, что со времен питерской мэрии прошло три десятилетия, многие из вас тогда еще даже не родились. Вы прекрасно знаете всех участников тех легендарных событий. Посмотрите на доску почета только одного комитета, который возглавлял Путина. Я знаю, я не знаю. На ней прямо вся команда взяточников, которые когда-то делила деньги из конвертов, которые брал Леша Миллер. Медведев стал премьером и президентом. Миллера посадили на «Газпром». Зубков – тоже премьер-министр. И «Газпром» Сечин – секретарь и носильщик путинского портфеля, был министром правительства, а сейчас глава Роснефти. Прямо неофициальный список «Форбс» какой-то. А вот Чуров его поставили фальсифицировать в выборах, чтобы неугодные кандидаты не избирались и не мешали воровать. Марина Янтальцева стала главой протокола Путина. В соседних кабинетах сидели Герман Греев, но и не глава Сбербанка, Кудрин, глава счетной палаты, Козак, бывший министр, а сейчас в администрации президента. И множество, множество других. Больше 30 лет они чиновники и сидят у власти. А нам любят рассказать, как они против проклятых 90-х. Они и есть олицетворение всего худшего, что было в 90-х. А, да. Все это старые, хорошо известные и описанные журналистами истории. Даже немного лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака, вокруг него были скандалы, парламентские расследования, доклады о коррупции. О махинациях Путина писали в газетах. И по-хорошему, Путин должен был сесть еще тогда, в 96-м, когда они с Собчаком потеряли власть, проиграв выборы. Путин, кстати, тогда активно работал в избирательном штабе Собчака. И именно с того момента он понял, что честные выборы – это ужасная вещь. Этих можно проиграть. Но тут появились два ангела-хранителя, спасшие нашего Владимира Владимировича. Все из вас, кто помоложе, могут спросить у людей, помняющих 90-е и хорошо. Вот кто тогда были олицетворением коррупции? Гилент. Да нет. Да хуй знает. Чубайс, только если я и только этого знаю. Гарантирую вам, прозвучат два имени. Пал Палыч Бородин, управляющий делами Ельцина. Скандалами с его откатами на стройках были заполнены газеты тех времен. В Америке, в Швейцарии, где... В Америке, в Швейцарии, где... ... Продолжение следует... 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 назначили чиновника семья которого полтора месяца живет в гостинице на лазурном побережье франции ну вот на какие дела понятно что на коррупционно понятно что его ставит директором фсб такие же воры чтобы он решал их вопросы посмотрите на эти кадры загореленький путин пролетит они аплодируют за платную подписку новую из франции сидит в день назначения рядом с кириенко и радуется возвращению в родной дом возглавив фсб путин сделал ровно то для чего его ставили помог коррупционерам уйти от ответственности тогдашний генпрокурор скуратов копал под ельцинскую семью обвинял их в воровстве во взятках и для нейтрализации скуратова фсб устроила целую операцию результатом которой стал показ по федеральному телевидению знаменитой пленки с человеком похожим на генерального прокурора вы сейчас увидите человека очень похожего на генерального прокурора российской федерации в обществе девушек по вызову мы обязаны предупредить это нельзя смотреть детям до 18 лет после публикации пусть он выступил лично и сказал что это никакой не человек похожи на скуратова а сам скуратов и он должен уйти в отставку мое мнение по этому вопросу известно она соответствует мнению президента и премьер-министр страны юрий ильич должен уйти в отставку что и случилось скуратова страница блин нельзя с девками отдохнуть в должности перрумпированная ельцинская семья была спасена и буквально через четыре месяца поняв что более надежного и соответствующего по духу человека им не найти именно семья ельцина таня и валя делают путина преемник сначала премьер-министром а потом президентом россии а можно меня так о как только путин укрепился власти то есть подчинил себе телевидение суды и наладил систему фальсификации выборов началась и продолжается до сих пор самая большая операция по распилу и присвоению россии по кусочку каждому другу один садится на потоке газпрома второй начинает доить росмех третий забирает себе крупнейшие стройки шайка взяточников и жуликов из питерской мэрии захватила все ключевые посты и объявила себя гениальными управленцами и спасителями россии но несмотря на то что наши герои приоделись и окружили себя сотнями охранников ключевой принцип на котором все держалось со времен лихих 90-х в питере никуда не делся хочешь воровать из бюджета и пилить госсобственность делись с путиным но я согласен договорились отлично говорим если когда-то путин писал на бумажке сравнительно небольшие суммы в долларах а лёша миллер их для него собирал то в этот раз на бумажке написали слово слово дворец это самая большая стройка в мире самый секретный и охраняемый объект в россии без привлечения не загородный дом не дача не резиденция это целый город скорее королевство здесь неприступные заборы свой порт собственная охрана церковь и его пропускной пункт без полетная зона и даже его а погран пункт и два отдельных государства внутри россии на поля архе есть только стильный и несменяемый царь путин погодите скажете вы мы слышали про этот дворец знаем что когда-то его строили для футбана но по а нахуя если ты один что-то там делать в нем собираешься куда тебе столько места реально я недавно ну вот мы когда на день рождения ты значит гаечки арендовали апартаменты в москов сити и там они что-то 200 с чем-то квадратных метров были вот это и убивал меня блять ванга так вот это достаточно большие апартаменты вы знаете я заебался там ходить туда блять сюда из-за там комнаты в зал их ходишь устаешь постоянно я уже старый человек знаете я заебываю я просто не понимаю зачем такие большие апартаменты например для одного человека там бессмысленная хуйня только время тратишь на то чтобы там например дадит дойти до туалета там обратно в комнату вернуться сколько по итогу за всю жизнь ты потратишь времени просто на то что ты ходишь по своим ебучим огромным апартаментом а здесь но сейчас скажет видимо сколько там метров а тут это же вообще пиздец потом когда вся история вскрылась стройку заморозили а дворец купил какой-то бизнесмен и вы нам рассказываете какую-то старую историю ошибаетесь эта история незнакома никому во-первых вы не представляете себе истинных размеров этого дворца во-вторых никакой продажи не было это юридическая иллюзия постановка созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активный компания сми единственный настоящий хозяин этого знаменитого места самого начала по сегодняшний день владимир владимирович путин ну и в четвертых заглянув в нужде а где находится зам вы поймете что президент россии был психически нездоров он помешался на богатстве и роскоши представляете себе княжест геленджик а почему не во франции где-нибудь в италии у монако это маленькая но все же отдельная страна а здесь владение размером с 39 княжеств монако построена так чтобы к нему нельзя было подобраться на земле не по морю не по воздуху тысячам людей работающим там запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой приезжающие машины досматривают на нескольких кпп с помощью зеркал ямы с видеокамерами обыскивают багажники и бардачки но мы с вами все равно зайдем что это такое совсем сумасшедшие что много лет мы показываем имущество коррумпированных чиновников с воздуха снаружи но дворец самого коррумпированного мы покажем изнутри вау кроме экскурсии по шарским палатам я уверен что вы ее ждете с нетерпением вы узнаете что настоящий дворец путина это не просто вот этот дом и а еще и 7800 гектаров земли почти 300 гектаров виноградников четырех разных местах и шато винные заводы устричные фермы и бесконечная роскошь я расскажу откуда это дворец взялся а мне и построен иначе деньги его продолжают строить прямо сейчас поехали на мои блять для реально геленджик как они тут марина блять а разве там нет охраны какой-нибудь там снайперы там псо и прочих охраняют это все как им удалось туда вообще подобраться и лан и бачу и музыка такая бля я вахту просто нихуя себе вот это да блять всем привет это георгий албуров и как вы могли заметить мы на как этот фильм называется где там все вот эти вот супер и пупер и вот эти вот универсальные солдаты блин там этот сильвестр столоны жан-клод ван дам не не мстители не 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 это супер герои а это другое как же назывался ты неудержимые вот вот это тоже команда блять неудержимых на ходимся немного в непривычных для нас условиях дело в том что мы в краснодарском крае на черноморском побережье бы кстати фильм хуета если что неудержимые поля в трех километрах от знаменитого дворца путина мы приехали сюда очень странным путем мы меняли билеты выходили не на своих остановках мы менялись симками менялись телефонами и мы провели целую спецоперацию чтобы попасть сюда сделано для того чтобы нас не преследовали полицейские фсбшники сотрудники центра и которые всегда это делают когда мы приезжаем в краснодарский край и нам удалось это сделать прямо сейчас мы находимся в нескольких сотнях метрах от берега и на десятки километров вокруг не один подводная лодка блять такая выплывает стоп чамп разворачиваемся и уплываем находит полицейский не знает что мы здесь делаем это прекрасно потому что прямо сейчас а мы будем запускать дрон и сделаем для вас легендарную съемку дворца путина этот дворец еще никто не видел с дрона он секрет удивляюсь как как блять они с трусами обосрались а тут в принципе не удивительно и он настолько засекречен что его охранять федеральную службу охраны все говорили что снять это невозможно ну мы и сами так думать ебать смотрите где находится прям прям на них у я потом взяли и попробовали не получилось попробовали еще сделали четыре попытки на получилось только однажды представляем вам самый секретный дворец в россии дворец путина под геленджиком в 17000 квадратных метров подожди по моему новокузнецк и даже в принципе не таких размеров как ну весь город ну ладно окей не город но возьмем заводской район например которым я жил пиздец блять а как я посмотрел на самом деле подождите стоп от как тут посмотреть то блять площадь так я хочу именно своего района посмотреть заводской район 109 подождите подожди не понял почти 110 это 110 тысяч правильно квадратных километров а это километры а подождите стоп какие я долбоёб это километр же они метров соответственно 109 квадратных километров давайте в метр переведем это сколько а ну-то 110 109 тысяч ладно хорошо ладно хорошо ладно не такой уж и собственно говоря большой это дворец ну что-то да как-то какой-то он маленькие слушайте всего лишь 17000 вот он прямо перед вами это самый большой частный жилой дом в россии его официально подтвержденная площадь по документам с половиной по документам тысяч квадратных метров его даже особо не с чем сравнивать самая роскошные дома на рублевке в несколько раз меньше это новый версаль или новый зимний дворец по-настоящему царское место любуемся на него снаружи пока только снаружи давайте подлетим достаточно близко чтобы увидеть все в деталях так что это происходит какой-то синий брезент окна законопачены бассейн закрыт стройматериалы лежат на земле снуют еле заметные на фоне дворца рабочие что же происходит переезжает по ходу не разбирает по кусочкам для сейчас его перенесут к на другую территорию почему здесь стройка ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно что дворец полностью готов нам объяснили строители все действительно было готово уже давно но потом случилось катастрофа или ей что и раздельдяйство дворец был спроектирован с ошибками не работала вентиляция тек потолок и высокая влажность в общем такое возможно то есть ему построили дворец путину блять и построили так что там плесень еще потолки протекают еще и все хуёво работает мне интересно что случилось этим людьми которые такое допустили я думал такое только в новостройках происходит там где обычные работяги там влюберца где не покупать себе квартиру и там все разваливаться потом оказывается то видите президента тоже с таким сталкивается но сейчас конечно за это все исправит в общем решили переделать все вообще все ободрали стены ободрали мрамор но я вам ходим рабочим того быть строителем дворца путина пиздец ли все ценное буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново но что для путина траты и головная боль для нас шанс узнать больше про его дворец ведь в реконструкции вовлечена куча народу и они с удовольствием нам рассказали буквально про каждый метр этого грандиозного объекта ой бай денег спасибо за рейд спасибо за рейд здорово всем ребят всем привет здравствуйте а мы тут смотрим вероятнее всего последнее видео в моей жизни вот возможно это и последний стрим в моей жизни потому что никто не знает что будет после понимать после такой реакции вот возможно и за мной приедут вот например дендрарий там собраны редкие и уникальные деревья а для тех растений которым некомфортно в таком климате на открытом воздухе построена оранжерея лошадь 2 с половиной тысячи квадратных метров за этими делами просто интересно вот я президент я построил эту оранжерею для каких-то там отдельных растений нахуя он что туда реально ходит каждое утро что ли смотрит на эти растения нюхает их ведь без этого можно вообще спокойно жить наху а ну надо наху но надо и время и вообще растениями на территории постоянно следят в общей сложности около а что там за особенные такие растения растут ладно неважно пока садовников летим дальше видим стену и зелени и внутреннюю скульптуры жаль нельзя разглядеть кто там может у я памятник покровитель гельса может быть лёши миллеру с конвертом может быть бюст богини воровства или скульптурная композиция эти женщины дальше очень важный объект церковь не хранит обороны я не что ну и вообще не очень православно выглядит церковь кучу каких-то строительных вагончиков там и потом люди утра Medicaid а там строят а чё они не видят что дрон летает над над ними то есть всем вообще по хуй о боты о кремле боты пошли 15 рублей посыпались бить мелочь ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ляска, нихуя. Так, если тут реально кремлеботы сидят и кто-то из Кремля, мы просто смотрим видео. Мы просто смотрим видео. Мы просто делаем реакцию. Вот, и не более. Если что, не надо меня там сразу вот это все. Мы просто смотрим видео, которое доступно как бы всем. Оно в открытом доступе, понимаете, да? Вот, все, все, все. Я сдаюсь, если что. Видим гигантский 80-метровый мост. В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием. А здесь он нужен для прохода к чайному домику. Справа видим две вертолетные площадки. Странно. Раньше таких было три. Одну убрали и насыпали вместо нее гору. О, нифуя. Какую-то очень странную гору с въездами внутрь. Закопал что? У, сука, нихуя. Ебать, у Кремля ботов, конечно, боты жесткие. Я вахуй, блядь, я вахуй. Ля, ля, ля. Пиздец, они там, походу, весь бюджет России, блядь, влили в этих ботов. Вот на что наши налоги-то идут. Пожалуйста, блядь, на ботов. Так это тот самый бункер, что ли, про который все время говорят, где Путин сидит? Мы долго пытались понять, что там внутри. И в какой-то момент на спутниковых снимках увидели внутренности этой горы. Прямоугольник со скругленными углами размером 56 на 26 метров. Да это же хоккейная коробка. Действительно, ну зачем нужен дворец, потому что нельзя играть в хоккей. Интересно, подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается нахуеть. Это хоккейная вот эта вот сделана, стадион. Классно. А можно же сделать, чтобы автоматом, пермачем выдавала за определенные слова. Короче, не надо, ребят, писать слово Навальный и Путин, потому что за это пермачи дают автоматически. Поэтому будьте осторожны. Пишите вместо Путина Вутин. Вот это вот. Не Навальный, а овальный. Вот, то есть, вот так. Овальный. Спальный. Ванильный. Или там, я не знаю. Какие еще можно слова придумать? Ничего, ребята, боты когда-нибудь закончатся, поэтому не переживайте. Бункерный стиль хозяина. Он явно любит сидеть под землей. Наверное, воображается его гномом, охраняющим золото из фильма «Властелин колец». Подрядчики подтвердили нам, что да, под землю завели ледовый дворец, который вообще-то высотой с пятиэтажный дом. А нахуя там целый ледовый дворец? Он же один. Не, ну окей, там может быть к нему друзья приезжают. И что, блядь, они в этом ледовом дворце там втроем-вчетвером делают? В хоккей играют? Для этого требуется целый ледовый дворец? Я, блядь, вообще не понимаю. Немного шокированный. Летим дальше, к той части дворца, которая отвечает за его жизнедеятельность. Видим двухсотметровое здание с вышкой и кондиционерами. Оно не подписано в документах, но к нему подведен нефтепродуктопровод, а от него идут сети теплоснабжения. Значит, это такая котельная. Огромная мачта дальше отвечает за связь. Там находятся как базовые станции сотовых операторов, так и антенны правительственной связи. Вдалеке собственная автозаправочная станция. Видим несколько бытовых зданий и гаражный комплекс. Справа общежитие для персонала. И там живет персонал не самых высших категорий. Охранники и строители-выхтовики. А рядом с ним мозг всего комплекса. Здание штаба. Основные управляющие работают именно в этом здании. Давайте немного развернемся и просто полюбуемся на вид, который сюда открывается. Очень красиво. Раньше я это видел только Путин с вертолета, а теперь можете ее выжить. Отлетим в дальнюю часть дворца, чтобы посмотреть еще на пару объектов. Вот грандиозный забор. Через такой ни один борт снаружи не полезет. Справа то самое здание, ради которого построили 80-метровый мост. Это гостевой дом, он же Чайный домик. Площадь 2500 квадратных метров. А вот многострадальный амфитеатр. Этот простой объект строится и перестраивается просто непрерывно, годами. Хозяин дворца явно недоволен тем, что получается. Может быть, место должно больше подходить для гладиаторских боев между Сеченом и Чемизом. Может быть, виолончелист Ралдугин критикует акустику. Нам остается только гадать. Но рабочие копошатся там постоянно. Отлетаем еще. Так, а как на пляж-то сходить? Плавки на отдел. Плавки на отдел. А спуститься как? Гаража. А вот тут есть специальный вход в тоннель, который строили те же люди, что строят метро. Это уникальная конструкция, которая позволяет не только удобно попасть на... Плавки ведет тебя к победе! Навалили, конечно, суеты в чате. Наваливать суету Путина. Смотрите, тут просто... А вот это место на схеме тоннеля. Это, друзья мои, дегустационная комната. Чего, блядь? Вино, что ли? Специально замаскированная под гору. На самом деле, это огромное окно, из которого открывается лучший из возможных видов... А, то есть вот дом, он вот так вот спускается и идет сюда, получается, да? То есть из дома прямо вот сюда. А здесь что ниже? А, это та самая, нихуя. То есть у него тут еще и под землей вон сколько этажей. Ебаться. На море. Здесь можно наслаждаться бокалом вина. И что самое главное для нашего национального лидера, это не какой-то балкон, где ты постоянно в опасности, а очень безопасное подземное место, где тебе ничего не угрожает. А теперь то, что с помощью дрона показать невозможно. Масштабно. Мы с вами летали вот тут. Это тот самый огромный дворцовый комплекс, участвует под ним в 60 годах. У Путина креатив мод. Ну да, блядь. 8 гектаров. Но на самом деле территории дворца примерно в 100 раз больше. Этот участок, леса и горы, площадью 7 тысяч гектаров, 70 миллионов квадратных метров принадлежит F... Сколько? ФСБ. И в сентябре 2020 года он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Знаете зачем? Для осуществления научной исследовательности... Хочу дворец, как у Путина, вместе с Хесусом жить. Ну я бы тогда не отказался на самом деле, потому что... В таком дворце и правда можно с кем-то пожить. И не мешать друг другу. Просто в разные углы дворца поселились и заебись. Можно еще и потеряться дворца. И образовательные деятельности. На самом деле, конечно, единственная цель аренды этого реально гигантского участка земли, который в три раза больше соседнего Геленджика. Это создание чего-то типа буферной зоны вокруг дворца Путина, чтобы никто не мог случайно, гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. И не только по земле. Обычно, чтобы выйти в море на любой лодке, ну хоть на надувной, хоть на яхте, надо выполнить простую процедуру. Позвонить в местное пограничное управление ФСБ и по телефону уведомить их о своих планах. Чистая формальность. Рыбачить, купаться, по большому счету, можно где угодно. Но не тут. Добрый день. С Новым годом. С Новым годом вас. Вы до кренитии хотите позиции? Вы просто хотите сидеть в районе Морскове или два рыбачить? Ну, от Джанхота до кренитии хотим вот примерно в этом диапазоне походить. Тогда будет большая просьба к вам, может, это копаться, да? Представляем, это после скалы Парус, по-моему, да? Да, после скалы Парус там, да, будете, то что это по-моему. Вот чего надо вам будет обозначить за милю? За милю? Нихуя! А шо так? Что, вот это суета, конечно, блядь. Ебать, то есть даже проплыть мимо нельзя. Я вообще в ахуе нахожусь. ВАХУЕ, блядь. Причем там даже не живет, там всего лишь строят все еще. Не нахуй, давай за 100 километров, блядь. О, объезжай. Пизда. О, не, а что там такое? Там авария, что ли, какая-то? Нет, ну это там, пожалуйста, было, что хлам. Ну, а сейчас, пожалуйста, я не знаю. Почуете, что... Пожалуйста, не знаю. А скажите, пожалуйста, с этим... Окей, а скажите, пожалуйста, а что будет, если я все-таки проплыву рядом? Кто бросает хлам в мать? Ну вот забыл я, что там надо обойти, вот, знаете ли. И все-таки вот я случайно на эту территорию заехал. И что? А, я понял, это согласование с другим нарядом ведомством надо с этими, с ФСОшниками, я так понимаю. А, письменная или как-то тоже, может быть, по телефону перед дежурного. А, ну я понял, ну, надо. Надо, надо. То есть, всех рыбаков из-за путинской дачи просто отправляют в обход. Мне кажется, мне кажется, вот все те, кто... Короче, вот сюда, ну, здесь вот, ну, как бы проплывал, да, получается, рядом. В итоге вот все те, кто там работает, рабочие ходят, там строят, это вот те люди, которые случайно просто рядом плыли. И в итоге стоя рабочие. Вот. ...море за 2 километра от берега. И все ради того, чтобы никто случайно... Теперь там сидят, блядь, строят. Что же там такое построено, на этой мысе и ДКПАС. И с воздуха к даче тоже не подобраться. Над ней официальная бесполетная зона, URP-116. Прямо как над атомными электростанциями или секретными военными... Блядь, ну это вообще... Приказит паранойя, нахуй. Даже, чтобы полетать нельзя. Пролететь нельзя над этой штукой. Во. Да вообще надо купол туда поставить, вот так вот сверху, блядь, накрыть куполом и все. Чтоб вообще никаких проблем не было. В связи министерства транспорта указан адрес и телефон тех, кто отвечает за эту зону. Гуглим адрес, либо за бесполетную зону над путинским дворцом отвечает интернет-магазин Шустрик, либо пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю. Ну Шустрик, наверное. Зачем ФСБ устанавливать бесполетную зону над частным дворцом? Ответ может быть только один. Значит этот дворец столбил самого человека, за безопасность которого отлично ФСБ. Для меня это очень важно. Я уже говорил, что без одной работы... Как же можно это было все построить в тайне от всей страны? Кричит сейчас любой нормальный человек. Отземные хоккейные стадионы. Тоннели внутри горы. Это же колоссальные работы и не менее колоссальные деньги. Которые кто-то должен был заплатить. Совершенно верно. Мы все выяснили. И сейчас вам расскажем. Опять переносимся в прошлое. Как раз примерно в то место, на котором мы остановились в прошлый раз. 2005 год. Путин только-только заступил на свой второй срок. Там, где сейчас стоит дворец, чистое поле, точнее гора. Глава управы делами президента, путинский дружок по временам питерской мэрии Владимир Кожин, подписывает инвестиционный договор на строительство тут детского, спортивно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия. Строить согласно договору будут вместе управы делами президента и инвестора. Компания Лирус. Никакого лагеря, конечно же, строить никто не собирался. Я постоянно повторяю, Путин всегда врет. И тогда, в 2005 году, под вывеской лагеря, сразу собирались строить дачу. Мы говорим одно, а делаем другое. Акционерами Лируса были три человека. Николай Шамалов, тот самый друг семьи, а в будущем сват, с которым Путин в 1996 году отдыхал 6 недель в Давосе. И еще двое. Полковник КГБ в отставке Дмитрий Горелов и предприниматель Сергей Колесник. Зачем вдруг эти люди решили строить детский лагерь под Геленджиком? Один из них нам об этом рассказал. Где-то в 2005-2006 году возникает такая идея. Вот хотелось бы построить какой-то небольшой домик на берегу Черного моря, но все-таки президентский срок не может быть вечным. И уже близок конец, надо передавать. Все-таки как-то на пенсию-то хочется... Да что, Эф-то, блядь? Че, Эф? Бляд, какой довольный. Вы про этого деда, что ли? Который решил слить инфур? Я думаю, что он не в России живет, поэтому... Те вопросы суждали... Да мне Эф, блядь, после приятного. ...малым, с Коганом, который управляет федерами президента, он, так сказать, показывал этот участок, выделяя тот, что он подписался по проводам, и этот маленький домик вдруг начинает превращаться в такой-то огромный дворец. В 2010 году Сергей Колесников опубликовал открытое письмо, в котором призвал президента Медведева положить конец путинской коррупции. Колесников, как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все. Где что строят, на чьи деньги, на кого оформлены, все махинации с офшорами, с акциями на предъявителя, вообще все. Выложил документы, проводки, договоры. Публиковал аудиозап... Вот это я понимаю, сливы. Не то, что эти ваши там про стримерш от Мокривского. ...переговоров строителей со спонсорами. Это все случилось 10 лет назад, и, честно говоря, разоблачений такого масштаба и достоверности с того момента, наверное, не было. Суть в следующем. Колесников вместе с Гореловым в начале 90-х учредили фирму Петромет. Мэрия Санкт-Петербурга тоже имела долю в этой фирме, а интересы города в таких компаниях представлял заместитель мэра Владимир Путин. То есть Путин, Колесников и Горелов знали друг друга много-много лет. В начале 2000-го года в Петромет пришел Николай Шамалов с личным предложением от Путина. Только что избранного президентом и ищущего как бы подзаработать. Предложение, как и все, что придумывает Путин, откровенно коррупционное. И особенно смешное, учитывая то, что став президентом, Путин публично заявил о том, что он начинает борьбу с олигархами. У нас в стране под олигархами понимали представители крупного бизнеса, которые из тени за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений. Вот такой группы людей быть не должно. Борьба там была не на жизнь, а на смерть. Вот сами посмотрите. Они договорились, что олигархи, например, Абрамович и Мордашов, будут жертвовать Петромету деньги, а Петромет будет тратить их на медицину, модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее. Но частью договора стало то, что 35% от пожертвованной суммы будет уходить на специальный офшор с акциями на предъявителя. То есть фамилия нигде не будет указана, но тот, кто бумажку принес, тому фирма и принадлежит. Он предлагал этим, так сказать, будем считать, олигархам участвовать в каких-то благотворительных программах. Например, очень хорошая программа поставка медицинского оборудования. Было в Шамаловом сформулировано условие, что 35% от этих поставок необходимо, как говорится, сохранить. И затем вот это очень важная вещь. Очень важная вещь. Почему донат не появился? Потому что я их временно отключил, чтобы не отвлекали от просмотра. Никогда в начале, когда мы принимали решение, не было разговора о дворцах, о каком-то кэше и так далее. Кэш. И эти деньги направить на инвестиционные проекты для развития в России производства медицинского оборудования. Нахуй оно надо? По 2% акции офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову. А 94% акций отдали Путину. Или Михаил Ивановичу, как его в целях конспирации называли участники проекта. Откуда взялась эта штука, Михаил Иванович? Что это такое? Для того, чтобы можно было разговаривать в компании и не называть фамилии, потому что это привлекает внимание. Дмитрий Карпов. Вот стоят люди рядом, и если ты произносишь... Михаил Павлович, как там с деньгами? Как там с деньгами? И начинают ловить каждое слово. Путин был Михаил Иванович. А кто еще там? Тимченко был... Тимченко был Гангрена. Гангрена. Профессор Преображенский. Вообще-то это называется откат. Но Путин назвал это Росинвест. Без переставки Рос, он, видимо, не умеет делать проекты. Изначально предполагал, что Росинвест станет чем-то вроде личного инвестфонда президента. Тот будет брать эти откаты от всяких Мордашовых, Абрамовичей, но патриотично инвестировать их в российские предприятия, находящиеся в упадке. А потом записывать это себе в заслуги и зарабатывать политические очки. Да, почти забыл. Еще они договорились, что на эти деньги построят дворец. Инвестиционные проекты действительно какие-то были, но недолго. Через некоторое время Шамалов, который был главным связным от Путина и человеком, на которого записали объект в Геленджике, велел свернуть все проекты, кроме дворца. И потом нам говорят, надо все свернуть, надо все... Ну, вот это был кризис 2008 года. Нужно все свернуть, все закрыть, потому что на дворец не хватает денег. Ну, я сказал, что я не буду строителем дворца. Все деньги Росинвеста должны были быть перенаправлены на геленджикскую стройку века. Колесников, в чьи планы не входило посвятить свою жизнь и бизнес путинскому дворцу, пишет то самое письмо и рассказывает подробности произошедшего. Получается, по этому дворцу можно определять, когда в стране кризис, реальный кризис и нет денег, а когда в целом, ну, все нормально и стабильно. То есть, смотришь за дворец, так, строителей нет, все, значит, бизда. Денег реально нет, короче. Денег мало, кризис. Смотришь, ага, строители ходят, что-то там чеченец строят. А, ну все, заебись тогда, получается, все нормально, живем. К тому моменту, на еще недостроенный дворец уже было потрачено несколько сотен миллионов долларов. А общая запланированная смета ни много ни мало миллиард долларов. История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилась и знаменитым панамским досье, и другими расследованиями. Вот, например, хорошее сделало агентство Reuters. Помните, был такой национальный проект здоровья? Так вот, журналисты отследили, что наше с вами государство закупало дорогостоящее медицинское оборудование по цене гораздо выше рыночной. Разница между ценами оставалась у посредников, которые, пропустив деньги через несколько контор, в итоге выводили их на счета фирмы Ланфранко Черилла, итальянского архитектора Путинского дворца, с формулировкой на строительство объекта на Черном море. То есть, в буквальном смысле, мы платили налоги, чтобы с этих денег лечить тех, кто заболел. Они эти деньги взяли и потратили на Путинский дворец. Спасибо вам большое. В интернете вы можете найти несколько фотографий изнутри самого дворца, впечатляющих, конечно, и снимающих вопросы по поводу того, кто тут хозяин, кстати. Ох, ебать. Вот деталь, которая лично меня поразила до глубины души. Посмотрите на эту фотографию ворот резиденции, сделанную одним из рабочих. Я вах. Что-то кажется вам смутно знакомым. Где-то... Так это в Кремле, в Кремле, нет? Вы это уже видели. Вот где. Классическая, знакомая всем сцена штурма Зимнего дворца из фильма Сергея Эйзенштейна. Собственно говоря, этого орла вы и сейчас можете увидеть, приехав в Санкт-Петербург и подойдя к Эрмитажу. Эрмитаж. И то, что Путин на личной даче поставил... То есть он спиздил оттуда и поставил себе или это просто он... Как новый, короче говоря, заново его сделал. ...себе на ворота точную копию царского орла с короной и Зимнего дворца вдохновился намного говорит о том, кем себя вызовет этот человек. Но ни эта утечка, ни подтвержденная десятками документов истории Колесникова не остановили стройку века на Черноморском побережье. Путин хочет дворец, Путин получит дворец. Но мне кажется, здесь все немного иначе. Он говорит, копия, но на самом деле он скорее всего сделал копию, отдал Петербург, а оригинал отдали ему. И типа, копия теперь в Петербурге, а оригинал у него во дворце. Просто обменялись, как бы, да, но никто же подмену-то и не заметит. Вот так вот, скорее всего. Чтобы у Путина была копия, да ну нахуй, я в жизни не поверю. Скорее всего, подменили, блядь. Чтобы погасить скандал и отвлечь внимание общественности, они придумали схему. Дворец как бы купил бизнесмен Александр Пономаренко. Блэдь, как бы... Сколько... Сколько... Надо, чтобы дворец купить. Ребят, а может быть купим дворец? Давайте, соберем деньги. Давайте, давайте. Donation go. На дворец Путина. Сколько сейчас он скажет, наверное. Соберем, выкупим этот дворец и сделаем из этого дворца ну, не знаю, какой-нибудь лагерь. Лагерь для сабов. Хотя, блядь, туда и ансабы улезут и все вообще. И паркер стримхату там сделаем. Это что, ебать, сколько операторов надо будет тогда нанять, чтобы они бегали по дворцу, блядь. Будет очень забавно. Все операторы потеряются и на стриме вы будете просто смотреть, как операторы ходят киплять. Где я? Как выбраться из этого бункера? Как я попал сюда? И в итоге будет такая прям, как это, знаете, как кино. Вот эти вот операторы будут умирать в прямом эфире. Теряться и умирать от голода. Путинских друзей дзюдоистов Ротенбергов. Он занимается с ними недвижимостью и вместе с ними владеет аэропортом Шереметьево. Пономаренко раздал несколько интервью, где сказал, да, я это все купил себе и буду здесь строить гостиницу. И даже подтвердил журналистам, что купил дворец у Шамалова за примерно 350 миллионов долларов. И тут же упомянул, что покупку всего лишь А в рублях это сколько можно в рубли перевести, пожалуйста? Я думал, там миллиарды. Ну, хотя в рублях это получается миллиарды уже. ...формил на свой кипрский офшор. Мы открываем финансовую отчетность этого офшора, чтобы проверить. Находим нужный 2011 год и видим, что да, покупка была. Но дворец купили не за 350 миллионов долларов, а за 350 тысяч долларов. Ааа! Ну ааа! Так это же вообще изи, блядь. 356 тысяч долларов всего лишь. Лол. Лол. Это же вообще хуйня. Это 30 с чем-то миллионов рублей. Могу ошибаться. Ну, где-то около того. А, это 25 миллионов? Подожди. Это 26 миллионов рублей? Подожди, так это 2011 год. По тому курсу это же вообще было, получается, где-то миллионов 15 рублей. Блядь, 10 миллионов рублей по тому курсу. Цена... А, 10 миллионов рублей. ...на окраине Москвы. То есть, это абсолютно фиктивная сделка. Они даже не удосужились перегнать реальные деньги, просто назначили специального богатого человека, который будет считаться собственником дворца под Геленджиком. С того момента, как Пономаренко заступил на почетную должность подставного владельца, плане управления и правления дворцом не изменилось вообще ничего. Просто раньше Шамалов... Дворец за 10 лямов, блядь. Шамалов был собственником дворца, а теперь стал его управляющим. Ногота? Нормально. После Шамалова дворцом начала управлять какая-то компания Инвестстрой. Непосвященному человеку это должно было указать на то, что никакой связи с Путиным вообще не осталось. Директор некий Балат Закарьянов. А собственниками оформлены какие-то Татьяна Кузнецова и Инна Колпакова. Офшор, на который записан дворец по доверенности представлял человек по имени Иван Сердитов. Кто эти люди? Но мы смотрим на их биографии и все становится предельно ясно. Ну я слышал, типа, как они это делают. Они там оформляют эти компании ОООшки, блядь. Ку-ку-кошки на бомжей. То есть на каких-то людей, на алкашей, у которых, знаете, там, собственно говоря, ничего и нет. Им водку дают, на, вот тебе там водяра. Все, на него оформляется все это и нормально. Если что-то в итоге где-то всплывает, ну а чем мы? Это вот он, вот этот бомж, владелец дворца. Вот его и в тюрьму. И все. Балат Закарьянов, тогда директор управляющей компании дворца, сейчас указан Путина. Назначен начальником управления общественного питания, управления делами президента России. Татьяна Кузнецова, это жена Олега Кузнецова, тогда действующего начальника восковой части 1473 Федеральной службы охраны, которая участвовала в строительстве дворца в качестве заказчика-застройщика. Сейчас эта восковая часть переименована в более понятное управление эксплуатацией имущества органов государственной охраны. Инна Колпакова, это жена Александра Колпакова, в то время начальника управления В, службы безопасности президента России. Задачей этого подразделения входит строительство и управление резиденциями главы государства. А сейчас Александр Колпаков, управляющий желанием президента РФ Владимира Владимировича Путина. Иван Сердитов это молодой юниор. Это же СУС. Супер СУС. В фирме Егоров, Пугинский, Афанасьев и Портьянов. Егоров, вы знаете, это... Нихуя. А сейчас по Припяти лазит, там, плавает, блядь, под этим четвертым реактором. Нормально вообще. Это тот самый Николай Егоров одноклассник Путина, который потом устроил его в мэрию к Собчаку. Сейчас Сердитов глава правового управления управления делами президента. Ну и небольшой бонус, чтобы вы поняли, как вы витус бритвы охранять путинские секреты. Вот тут, на набережной Геленджика в 15-м году были построены четыре тысячаметровых дома рядышком. Один получила управляющая Татьяна Кузнецова, второй тесть Колпакова, третий архитектор дворца Ланфранко Черилло. Бля, прикольно, черт возьми. Живете в домах просто по соседству твои друзья, выходите утром такие здорово, здорово, блядь. Нормально, нормально, блядь. Четвертый, самый большой. Че, может, поплыли к Путину? Поплыли, блядь. Сели в кускуяк, поплыли такие, все. Прилежит сын. Ну, Балата Закарьяна. Еще один. Так что, сколько бы нам не рассказывали, что этот объект принадлежит некому бизнесмену. Это наглая ложь. Не бывает над домами бизнесменов бесполетных зон. Не строят их сотрудники ФСО и не охраняют сотрудники ФСБ. Перед домами бизнесменов не закрывают море, а даже для рыбацких лодок. Ни у кого не может быть ни малейших сомнений в том, что это дворец Путина. Перейдем к интерьерам. Это, конечно, не просто здание. Это символ 20 лет правления Путина. И то, как он выглядит, то, как его скрывают, и то, кто за него платит, и даже то, что его строят уже 15 лет и все никак не могут закончить. Вот представьте, у вас есть неограниченное количество денег, вся власть и любые ресурсы. Если ты будешь министром, тебя дадут виллу на краю последним и место нехорошее. Че ты спизданул, блядь? Мне кажется, тебе вообще ничего не дадут, ты даже писать нормально не умеешь. Как вы это используете? Мы знаем много разных Я даже на такую виллу готов, знаешь ли, переехать. Я буду рад и такой вилле, в смысле, блин. Мне вообще пофигу. Самые богатые люди мира часто тратят свое состояние на благотворительность или строят университет. А, я же не состоятельный, ну ладно. или огромную больницу, которую назовут их именем. Какую же свою мечту реализует Путин? Вот ради чего он все это устроил? 20 лет у власти, репрессивные законы, обворованный нищий народ, полное уничтожение политики, О! Шо? Бананы! Хочу банан. Переписанная конституция, посаженные люди. Сейчас мы увидим ответ. В прямом смысле. Ради золота и мрамора, ради диванов и кушеток в стиле Людовика XIV, ради мозаик, кресок, витражей, собственного театра и даже аквадискотики. Я обещал вам, что мы попадем в гости к Владимиру Путину и мы попадем, несмотря на то, что нас туда никто не приглашал. Сейчас таки заходят, а там же Крес сидит. Ну еще вы сюда зашли, блядь. Это закрытая территория. Камеры убери, блядь. Сука. Ой, сука. Кажет нам один из важных подрядчиков, работавших на обустройстве дворца. Он сам был настолько ошеломлен и взбешен в роскошность убран. Загадку? Загадай. Что он прислал нам детальный архитектурный план. И это смешно? Охуенно, да. Ты прикинь, Жак Фреско, блядь, сидит. Здесь ебаный цвян. узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки разина. Мы с вами в буквальном смысле увидим, на каких конкретных диванах сидит Владимир Путин, на каких кроватях лежит и за какими столами играет. Посмотрите, вот здесь токольный этаж, здесь огромный бассейн, спа-зона, массажный кабинет, смехологический кабинет, какая-то спанкапка, сауна, хамамы, купели и чаши. Твою мать, блядь. Чаша? Место, которое обозначено на плане артикинской церкви. Охуеть, что? Я не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз, который ожидает нас на даче Путина. Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комната для персонала, врачей, управляющих поваров, гардеробной для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. И вот это хорошо. У тебя обработки яиц Путина, что ли? Я не понял, бля. Нихуя. Нормально. Так, мне, кстати, донатил 300 рублей Владимир Владимирович Путин и пишет, выруби видео, пыль, 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 пыль. Ну, мало-мало, какие-то 300 рублей мне закинули. Давай ты мне дашь часть этого дворца. Хотя бы ну, 100 квадратных метров где-нибудь в уголке рядом с вот с этим вот. Сейчас скажу. цех, цех выпечки, цех обработки. Вот, рядом с обработкой яиц. Я готов где-нибудь здесь поселиться. Яиц. И вот это хорошо. Склад грязи. О! О! Можно туда меня захуярить. Нормально. 17 метров квадратных. Я в таком жил помещении. 18 метров квадратных метров. Очевидно, что для комфорта в жизни президенту Путина нужно для одного грязи. Ну, и из более традиционного. Здесь есть коктейль-холл, из которого можно я знаю, куда Навального посадить. Походу. Либо в дегустационную комнату и винный погреб. Замечательно. А вот на первом этаже тренажерный зал с татами. Рядом кучи интересных грязи. Типа читальни или музыкальной гостин. Вы думаете, что ли Путин излучился читально-музыкально-наф а пердельная есть? Комната, куда надо зайти, пернуть, блядь. Захотела попердеть, заходишь в комнату пердельная, блядь. Захотешь, пукаешь там, потом выходишь. Охуеть. Моргальная, блядь. Хочется поморгать, блядь. Отдельная комната для этого. Зевальная, например, там, зевнуть. Захотел такой. Зашел в комнату, зевнул, блядь. Специально комнату для того, чтобы зевать. Ну, и самое главное драчильная. Это, конечно же, ну, это массаж вообще, до кого-то массажа. А, блядь, это и есть зрачильная. Ну-у-у. Портепиано? Нет, он планирует после тяжелого президентского дня, позаботившись народе, прийти в музыкальную гостиную и что-нибудь сыграть для души. В одиночестве. Издаться. Совершенно справедливо сейчас вот возразить. Да ты сам выдумал это все. Нарисовал планы и показываешь нам. А Путин на следующей пресс-конференции заявит, как обычно. Легализация. Это не какой-то расследователь. Это легализация материалов американских спецназов. Мне вот кажется, они будут говорить, что это все строится для людей. Это, возможно, какой-то будущий отель или какой-то не знаю, звать с того. Зона не лагеря, а отдыха, блядь, где-то мы эти самые. Вот. Что-то такое, короче, скорее всего, будет. Детский лагерь, ага. Камзон. Санаторий, типа того. Поэтому перед экскурсией я должен все верифицировать и доказать вам подлинность этих документов. Я уже говорил, что в 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца, сделанных рабочими. Когда нам прислали эти планы, мы сами взяли их и начали встречать с имеющимися фотографиями, чтобы убедиться, что перед нами не фальшивка. Аквадискотека я вам уже показывал. Вот фото, вот она на плане. Но это ладно, можно увидеть снаружи и перерисовать. Давайте поищем что-то внутри. Вот фотография явно из столовой. Здесь хорошо видно столы и стулья и серванто с пензелями. Мы без труда находим это помещение на плане. Это малый обеденный зал. Оглядываемся в указанное в плане название мебели. Тут написано Четерио Атена. Это как и все остальные пензелями мебели во дворец суперэксклюзивный итальянский мебельный дом, продающий штучные товары строго под заказ. На гугле такой гарнитур невозможно, поэтому мы написали письмо на фабрику Четерио и просто попросили прислать нам в каталог. И вуаля, комплект мебели в каталоге выглядит так. Стол, стулья, буфет. Все то же самое, что и на фотографии. И давайте еще раз, чтобы быть совсем уверены. Вот, например, фото рабочего рядом с пенземчком. Блин, узор на полу. Ищем. Ну, не понимаю, рабочие они... Ну, я понимаю, что они рабочие, как бы, на то они и рабочие, но, блядь, по-моему, когда ты строишь дворец Путину, фотографироваться там, делать фотографии на фоне каких-то штук, ну, это, блядь, нелогично я... Я считаю, блядь. О чем, блядь, они думают, эти рабочие, когда делают подобное? В общем, такое же на наших планах и находим его в спальне. Смотрим, что это за комод. Вот фирма Позоли и артикл мебели. Заказываем каталог у этой фабрики, опять же, суперэксклюзивный. У них даже на собственном сайте мебели. И снова успех. Указанный в планах комод точно совпадает с комодом на фоне. С этой итальянской мебелью вообще была смешная штука. Мы попросили нам прислать фотографию на 10-10 тип предметных мебель, которые нашли на планах и представители фабрики. В какой-то момент сильно удивились и спросили, не мы или заказывали у них точно такой же набор для строительства дворца на Черном море. И мы сказали, что это да. Это мы заказывали. А вот другая итальянская семейная мебельная фабрика в путинском дворце тоже очень много всего от них. Они вообще на свой сайт выложили фотографии дворца Путина изнутри и видеоролик, где написано, что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров. А потом видео этих клиентов и показывают. Эти фабрики реально делают суперэксклюзивную мебель в настолько маленьком количестве, что они десятилетиями помнят всех своих покупателей. Цены соответствующие. Вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик тоже за 2 миллиона. В коридорах стоят диваны подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за 2 миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. В общем, удостоверившись, что архитектурные планы наши абсолютно точны и достоверны, мы заказали 3D-визуализацию. А то вам не в Икея, блядь, за косарь, покупать тебе стол. И воссоздали все интерьеры. Там, где есть фотореконструкция на 100%. Так, блядь. Истинный житель дворца. Навальнин не все расследовал. Путин это прикрытие. Истинный владелец дворца это маэстро Евгений Панасенков. Вы сами подумайте, зачем Путину собственная оранжерея и амфитеатр? Это все для маэстро. Да? Блин, анальный шарик сюрприз испортил. Путин строил нам подарок. Нам, россиянам. Он всем рассказал. Ну да. Я тут главный партнер. Просто дополнительно зарабатываю. А что? Лисними не будут. Мало ли. Владимир. Выруби видео. Да поздно уже. Все, что-то вырубать-то. Все уже увидели. О, маэстро, блядь, задонатил 100 рублей. Да, это мои хоромы. Урмулю. Золучение. Мебель. Людовика. 14-го. Аквадискотека. 1812-го года. Склад грязи. Склад швали. Склад дешевок. Склад всех завистников. А из комнаты для обработки яиц я стримлю. А, да? Так, ебать. Спасибо, маэстро, за 100 рублей. Так, суперсус. Меня, короче, после Чернобыля словили, отвезли к Путину. Сказали, охуенно свечусь. Как светильник будешь. И да, еще с Владимиром спать. А пяточки не знать. Калубка. Ой, бля. А, да? Ну, ладно. У него пяточки светится начнется. Незначительные детали вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях. Заходим в дворец главного входа. Владимир. По 3D рендеру можно и чертежам можно сделать карту в КСГовый дворец в Майнкрафт. Ага, ебать, и заблудиться там. Путин мнит себя русским императором и ведет себя соответствующе. Итальянский архитектор построил дворец в итальянском стиле. Классическая палацца. Внутренний двор с фонтаном в центре окружен галереями. Как будто мы не в Киринжаком, а в Болонье или Флоренции. Из двора идем в читальню. Так называется эта комната. Здесь мы убедимся, насколько наша реконструкция похожа на оригинал. Фотографии этой комнаты доступны в интернете, и мы сверяем. Вот смотрите. Колонны, лепнимия, люстры, фрески полностью на 100% совпадают. Где фреска? А вот золотые орлы. Их не может быть слишком много. Владимир Путин, читающий в этой комнате красомольскую правду, должен помнить консерен России. А вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца. Беззаботный рабочий прилег на диванчик, на котором позже будет возлежать августейшее тело. Ну теперь он лежит, я думаю, где-нибудь в другом месте, блядь. В деревянном. Горобу. Ему стоит быть поосторожнее. Диванчик этот стоит дороже, чем его квартира. Покидаем, читаем. Чем его жизнь. Нам еще много где надо побывать. Распахиваются двери справа, и мы оказываемся в шикарном мраморном фойе с баром. Такие обычно бывают перед входом в театр или концертный зал. И мы угадали. Богатые люди ставят дома домашние кинотеатры. А президент России построил дома настоящий театр. С огромной сценой, кулисами, гримерными и императорскими ложами. Я не шучу. Внутри дворца полноценный театр. Зрительный зал двухэтажный. Три зрительские ложи внизу закрываются бархатными портьерами, если владельцу нужна более... Блядь, это сколько у него друзей, знакомых и всего прочего. Чтобы вот он все это построил. Это... Ну, я просто не понимаю, сколько людей туда должны приходить. Приходить, да, чтобы вот это все на все 100% использовалось. То есть этот огромный зал. Да, это же сотни людей. Сотни, блядь. Ну, где столько людей возьмешь? Блин, интимная обстановка. Лучше тапки свои подними, взвони. ВСБ. ВСБ, спасибо. На втором этаже балконы с диванами. Здесь проявляется верность Владимира Путина традициям. Помните, в Царской России помещики строили себе крепостные театры? Я ваху, блядь. Вот и у нашего президента... О его тяге к костюмированным вечеринкам и переодеваниям рассказала певица Ветлицкая еще в 2011 году. Вместе с другими артистами ее пригласили на закрытое выступление в резиденцию Путина на Валдае. И кого же было ее удивление? Когда выступать пришлось перед Путиным и пятью его гостями, одетыми во фраке и костюмы екатерининских времен. Рассчитывались тогда с выступающими званиями народных артистов, дорогими часами, бриллиантами и самым ценным – иконой с личным автографом президента. А что написал на иконе Путин? С уважением, Владимир Путин. Пока простые россияне устраиваются поудобнее, чтобы насладиться капитал-шоу «Поле чудес», в театре Черноморского дворца гаснет свет, открывается занавес, и национальный лидер придается более изысканным удовольствиям. К вопросу об изысканных удовольствиях. Знаете, чем увлекается наш президент? Никогда не поверите, но он обожает кальян. Идем туда, что на плане дома обозначено как «Кальянная». Серьезно, блядь, кальянная? Молодежно отдыхает, а? Чисто флексит, как говорится, ну как бы, ну. Правда. Без кринжа? Выглядит это как. Это он, наверное, для своих детей сделал там. Для детей и своих друзей, скажем так, чисто так вот. Приходит там молодежь. Дети депутатов такие «Ну что, в кальянную?» А где она находится? Ооо, надо карту открыть. Суету наводит по полной. Дорогая кальянная города Махачкалы. Скорее всего, самая дорогая кальянная в мире, блядь, я считаю. Банчики, столики, приглашение свет. Идеальная атмосфера, чтобы обсудить вопросы бюджета. Лежа среди мягких подушек президента... Так, я представляю, сидит Путин такой, кальян. Да уж что-то об этом. Абэма, блядь. Чё-то он опять начал это, блядь, эти вот санкции там. А вот это, сейчас Байден ещё приплюшит. Пусть могут насладиться и шоу. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестой. Опа! Даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть для новогодней ёлки? Может быть для гигантской шаурмы? Может быть для выступления в поддержку. А, да. Если так называемая кальянная вас удивила, то дальше вам понравится ещё больше. Дорочильный. Сергей Колесников в своём письме Медведеву рассказал, что внутри дворца есть казино. Но тогда на эти слова никто не обратил внимания. Но потому что невозможно было себе представить, чтобы президент России... В своём личном доме построил казино. Наверное, преувеличил или приукрасил. Но нет. Огромное личное казино действительно существует. В проекте было предусмотрено казино. Слот и крути. Но это казино не, извините меня, не для, так сказать, приглашения людей с улицы. Ну просто для проведения времени. Мы с вами заходим в личное казино Владимира Путина. Во всей остальной стране они запрещены, но здесь-то можно всё. Два карточных стола и, конечно же, рулетка. Любопытно только, на что они играют. Просто на деньги им точно не интересно. Скорее всего на недвижимость. Итак, ставлю свою квартиру, блядь, в центре Москвы. По адресу такому-то, такому-то. Как думаешь, Моргенштерн выступал в театре Путина? О, не-не-не, рановато ему туда ещё, ещё не скоро. А, он там будет выступать. Не-не, рано-рано, ещё не слишком и хорошо налезал, я думаю. Я считаю. Хотя выступал, скорее всего, но не в театре, а вот в этой кальяной, на шесте крутился, блядь. Скорее всего на госкомпании. Так что теперь не удивляйтесь, что все национальные богатства страны принадлежат путинским друзьям. Вполне вероятно, он их просто проиграл. Из казино через белье. О, друзей проиграл. Мы попадаем в игровой зал. Первое, что нас впечатляет, оказывается, наш президент чушит и простых развлечений. Он любит потанцевать. Здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном. Остальная часть комнаты заполнена игровыми автоматами. Для настоящего патриота свой собственный черноморский Лас-Вегас. Это помещение называется залом развлекательных игр, где однорукие бандиты стоят рядом с золоченными креслами. Пусть 700 тысяч... Бать, суету наводит вообще в себя в замок. А вот тут, наверное, самая любимая комната президента России. То место, где Путин всех переигрывает. Но тут нет ни глобуса, ни карт военных действий. Зато есть игрушечные гоночные машинки. Для его маленьких электрических друзей отведено специальное помещение размером с однокомнатной квартирой. Здесь, на специальном треке, главный геополитический стратег современности совершает удивительные трюки, обгоняет соперников на повороте и неизменно становится победителем большой гонки. Немного смущаясь, но все-таки отправляемся на второй этаж, в Святая Святых, спальню верховного главнокомандующего президента России Владимира Владимировича Путина. Впрочем, слово «покое» было бы более уместно. Здесь все по лучшим аристократическим правилам. Не как у вас, открыл дверь и видишь кровать. Сначала первая гостиная, диваны, кресла. Здесь отдыхают перед отдыхом, видимо. И только отсюда можно попасть в будуар. Проникаем туда на цыпочку. Уда, императрицы, повидал немало на своем веку. Шальная императрица. Ну, или в нашем случае шальной император. Это именно те слова, которые приходят в голову, когда видишь это. Золото, бархат, балдахины. Но при этом обязательный телевизор напротив, чтобы не пропустить важные новости на Первом канале. Именно тут, в этой спальне, около этого комода была сделана вот эта фотография. Ни одни мы такие не деликатны. Из монаршей опочивальни можно попасть в еще одну, уже совсем приватную гостину. Здесь, наверное, даже Сечин не бывал. И еще одна дверь, за ней гардероб. И уже через него можно попасть в ванную комнату, где вокруг джахузи стоят мраморные колонны. Не знаю, сколько вам квадратных метров нужно для сна, но в Гележикском дворце под хозяйскую спальню отвели 260. И вроде настал момент, когда пора сказать, мы показали вам дворец Путина, его спальню, казино, аквадискотеку и игрушечной машинке. Подписывайтесь на наш канал и распространяйте. Но штука в том, что на самом деле его владение на Черном море не ограничивается лишь этим дворцовым комплексом. Путинский дворец это гораздо больше, чем то, что мы видели и представляем себе. Вот тут, в поселке Девноморское, находится 186 гектаров земли. Мы видим только 32, которые используются в винограднике. Пожди понял. Красивыми видами красим дворец нашего хозяина Хахаки. Мебель и Флатимира, спасибо. Ибо она еще и разговаривает, умеет донать. В десятом году, а еще 150 гектаров вокруг, да блядь. Я два раза повторять не буду, выключай цех. А, да. Давай три раза. Находится у нее варить. Это достаточно известный Владимир Владимирович Дагридов. Вы можете увидеть ровно эти пейзажи, только красиво отснятые для рекламных брошюр. Здесь есть и фотография самой винодельни. Небольшого заводика, но очень симпатичного. Вот он как раз у нас перед глазами. Его площадь 5200 квадратных метров. Здание полностью деревянное, а внутри для созревающего вина круглосуточно играет классическая музыка. Считается, что от этого вино становится лучше. Здесь есть и собственная вертолетная площадка размером 60. Если бы там круглосуточный Моргенштерн хуярил, во что бы превратилось в вино. 50 метров. Ну какая винодельня может обойтись в безвертолетной площадке? На участке, кстати, есть спецсвязь. Уж не знаю зачем, но могу представить, что это может быть очень удобно, когда кому-то на другом конце спецсвязи срочно понадобится бутылочка другая. Вылетаем от винодельни, видим забор и КПП внутри объекта. Это, как мы уже убедились на примере путинского дворца, обычная практика, позволяет изолировать обслуживающий персонал винодельни от персонала дачи и уберечь секретные объекты от посторонних взглядов. Пролетаем над виноградниками и понимаем, что да, есть что прятать. Огромная дача или шато, как оно называется по документам. Шато Марву, блядь. Здание причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок. Площадь 2400 квадратных метров. Рядом с по комплекс площадью 3200 квадратных метров с большой верандой. Тут же искусственный пруд. На пруду небольшие домики для птиц. Зачем Путину еще одна дача в 10 километрах от огромного дворца? Один из разработчиков проекта описал нам его так. Сидишь с бокалом красной вина и любишься видами на море, закате солнца. Видимо, в соседней Просковеевке, где в скале специально вырубили дегустационную комнату. Закаты какие-то другие. Вместе с дворцом эти виноградники в 2011 году продали Пономаренко. Но дальше нас ждет интересный поворот. Всего через 4 месяца уже сам Пономаренко тоже их продал. И не кому-нибудь, а председателю партии Роста, бизнес-омбудсмену Борису Титову. Который следующие 6 лет формально владел этими виноградниками. Запустил производство вина. После чего в 2018 году вернул шато и виноградники обратно путинским друзьям. Интересно, что все то время, пока Титов был собственником. Угощал журналистов своим вином. И в общем, активно делал вид, что это его новый проект надолго. Юридически это хозяйство продолжало контролироваться известными нам управляющими компаниями. Другой свата Путина Николая Шамалова, Татьяной Кузнецовой, Инной Колпаковой и Иваном Сердитовым. А что Титов? А что Титов? А Титов тоже получил для себя кое-какую выгоду от участия в этой операции прикрытия. Всего через год, после того, как его Абрао Джурсо стало владельцем лазурной ягоды, Владимир Путин своим указом назначил Бориса Титова бизнес-омбудсменом. Даже эту должность специально для него придумали, чтобы защищал бизнес путинский. Здесь понятно, что бизнес любит поплакать иногда. Но тем не менее, конечно... Чтобы рассказать нашу историю дальше, нам нужно внимательно изучить эту бутылку вина. Она разлита на этой самой винодельне. Бля, можно мне такую? ...эксклюзивное вино усадьбы Девноморского. Изготовлено по лучшему производству технологий из винограда, выращенного на терруаре в районе города Геленджика. На коленях клонок, спускающихся к пудрежью Черного моря. На окружении переликтовых сосновых лесов. Я бы такое вино попробовал. Почему-то не ООО «Лазурная ягода», а другая фирма, ООО «Девноморье». И тут мы обнаруживаем еще одну путинскую сделку на много-много миллиардов рублей. Вино, на самом деле, выпускает не лазурная ягода, а именно эта фирма, Девноморье. Она арендует у ягоды производственное здание, двухтысячиметровый склад. И выращивает виноград и продает его под маркой «Усадьба Девноморская». Бизнес небольшой, около 150 тысяч бутылок в год. Для сравнения, Абрау Дюрсо выпускает 39 миллионов бутылок. Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал Девноморью беспроцентный кредит. 7,5 миллиардов рублей. На крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал 2,5 годовых бюджета Геленджика. Этим благодетелем, по сути, единственным владельцем ООО «Девноморья» был 42-летний Владимир Колбин. Ничего примечательного в биографии этого человека нет. Работает наемным директором Геленджикского морского порта. Человек, конечно, не бедный, но олигархом не выглядит. Вот его 330-метровый дом в Геленджике, в полукилометре от моря. Он куплен год назад, в декабре 2019-го. Согласитесь, это не дворец миллиардера. А вот его 200-метровый дом в Ленинградской области. Еще скромнее. Откуда у него может быть 7,5 миллиардов? Достались от папы. Владимир Колбин – это сын Петра Колбина. Того самого друга детства Путина, с которым они вместе ходили на деревенскую дискотеку. И который позже стал одним из кошельков президента. В 2018 году Колбин-старший умер. Но очевидно, что его должность, держателя путинских денег, досталась по наследству его сыну. И еще одна интересная деталь. Сальба Девноморская, вину из этой абсолютно неизвестной небольшой винодельни, при полном отсутствии какой-то серьезной рекламы, обладает совершенно особенным статусом. Я думаю, вряд ли кто-то из вас его пробовал или даже видел. Это от того, что вы, дорогие зрители, не ходите на приемы в Кремль. Мы нашли несколько фотографий меню с последних кремлевских приемов. День Победы, 2019 год. Подают салат из камчатского краба, гребешок и шардоне из усадьбы Девноморская. Или День Народного Единства. Смотрим меню. Тот же самый набор. Лично Путин угощает этим вином своих друзей. Товарищи из Китая Си Цзиньпиня. И под это же шардоне обсуждают углубленную интеграцию. Блядь. Подожди. Товарищи из Китая Си Цзиньпиня. И под это же... Пиня. Шардоне. Меню. Салат из морских гребешков. Оладь из черной икрой. Крем-суп из... Сморчков. Блядь. Сморчок. Забавное слово. Сморчок. Сморчков. Харчков, блядь. Как будто это какая-то грязь, знаете. Ну че, будешь суп из сморчков жрать, падла, блядь? Щербет из хурмы? Вырезка с картофельным... Муслином? Так, блядь. Эн. Ебану-то, я верю, какое-то. Обсуждают углубленную интеграцию с Лукашенко. Вначале виноделие было для Путина просто статусные вещи. Такое вот шикарное хобби. Но желание окружающих выслужиться. И неограниченное количество денег привели к неизбежному. Хобби вышло из-под контроля. Были заложены вторые виноградники, которые оказались еще больше и еще дороже тех, которые мы с вами только что-то наблюдали. И в их центре мы обнаружили целый винный суперзавод. Новые виноградники расположены в противоположной дворце стране в 9 километрах в селе Кринь. В 19 веке сюда приехала группа народовольцев и толстовцев с семьями и организовалась здесь община. В 1886 году они заложили первый виноградник. В 130 лет спустя на полстровцах ходит вот этот господин из Петербурга. Николай Егоров, который сидел с Путиным за одной партой в институте. Его фирма Аксис Инвестиции в 15-м году арендовала 140 гектаров земли вот тут. А теперь посмотрите на эти неприятные снимки. Кто этот избитый до полусмерти человек? Может быть главарь террористической ячейки, которого задержали где-то в леса? Опасный бандит? Нет, это известный краснодарский эколог Андрей Рудомаха. Фотография сделана после его избиения неизвестными людьми. Рудомахи сломали череп, нос, у него химические ожоги глаз и куча других травм. Это произошло сразу после того, когда он с коллегами ездил с экологической инспекцией в Креницу. Экологи поехали туда, чтобы выяснить, кто же там незаконно вырубает лес. И обнаружили там гигантскую стройку, заборы, шесть постов охраны и церковь в византийском стиле. После нападения на Рудомаху журналисты новой газеты обнаружили, что вот эту необычную церковь импортировали из Греции. И сделала это уже многократно... Бля, может реально я зря смотрю это видео. Ну а то я недавно ринопластику сделал. Упомянутая нами управляющая дворца и других предприятий Путина, жена начальника сложной войсковой части Татьяна Армойковна Кузнецова. Журналисты даже написали запрос в Аксис с требованием прокомментировать, что у них там делал Кузнецова. А чё сразу этого не начал-то, бля? И прямо ответили, что Кузнецова у них технический заказчик всего проекта. Чё в самом конце видео такой... Ну, а вы знали? А вот смотрите, вот этого человека чуть не убили. Ха-ха. Угадайте, кто Путин. Ха-ха. А потому что он там залез к нему. Ха. Всё, всем до свидания с вами. Навальный, блядь, спасибо за просмотр. Ха-ха. То есть человек, который от имени владельца недвижимости заведует строительством. Как заведённая шарманка, я могу только в третий раз повторить. Эти виноградники на самом деле часть владения Путина. Дворец записали на одного человека, виноградники двиноморские на второго. Вот эти на третьего. Управляют всем одни и те же люди. Давайте мы ещё посмотрим с воздуха. Что скрывается за высокими заборами и что за очередная стройка века разворачивается как сейчас. Мы от Чёрного моря летим к очередным виноградникам Владимира Владимировича Путина в селе Креница. Три поля перед вами... А куда ему нам столько вина, что я не понимаю? Всего 18 гектаров. Правее находится в два раза больше. Вся земля вокруг виноградников тоже путинская. 140 гектаров. Вон там впереди видим огромную стройку и летим посмотреть. Сотни рабочих здесь строят суперсовременный огромный виноградник. Только в Кремле же это вино разливается, он сказал. Часть ежедневно привозят на автобусах. На проект ежегодно тратится по 3 миллиарда рублей. Невероятно дорогое хобби. Но главное, что же ещё хобби? Летим дальше. Здание справа это одно из двух КПП. Его площадь 830 квадратных метров. Огромные ворота позвонят гонять через это здание любые грузовики. Чуть правее административно-бытовой корпус. Разворачиваемся и видим 1200 метровое здание энергоцентра. Именно из этого здания вся винодельня будет обеспечиваться электричеством и теплоэнергией. И мы оказываемся ровно над гаражом для сельскохозяйственной техники. 1150 метров. Чуть разворачиваемся над совсем уже облагороженной территорией. Пейте каждый день по 5 литров этого вина и спина болеть не будет. Да мне кажется оно реально какое-то целительное. Он его пьёт, поэтому он такой вот энергичный и живёт долго. И видим сам винный завод. По документам его площадь 13700 квадратных метров. Это всего на 4000 метров меньше путинского дворца. Новый винный комплекс, хоть он ещё и не достроен, уже имеет официальное название. Винодельческое подборье Старый Прованс. И если на заводе в Девноморском Для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записях. И тут достаточно несколько целых синхронических оркестров. На зависть лучше на статусе. Впечатляет, правда? Но я сейчас вас впечатлю ещё больше. Мы нашли фирму, которая занимается поставками оборудования для этой винодельни. В своих таможенных декларациях они указывали, что предметы, которые они возят из-за границы, предназначены для винного завода Креница. Всего мы нашли 58 деклараций. Это капля в море закупок при строительстве завода, но и они поражают до глубины души. Ваза из закалённого стекла конусообразной формы. 30 тысяч евро или 2,6 миллиона рублей. Подвесная люстра системы из декоративных листьев. 2,7 миллиона. Тканевый диван с 20 подушками. 3 с лишним миллиона рублей. Кофейный столик с отделкой расплавленной металлом. 4,3 миллиона рублей. Кофейный столик по цене двушки в Балашихе. Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. И ещё несколько особенных предметов, не таких дорогих, но отлично показывающих мир, в котором живёт Путин. Это итальянский туалетный ёршик. За 700 евро или 62 тысячи рублей. И держатель для туалетной бумаги за 1038 евро. Или 92 тысячи рублей. 150 тысяч на ёршик и держатель для туалетной бумаги только один санузел. А там их, понятное дело, диздец. Плойка пятая дешевле стоит, чем ёршик. Я в ахуе. И ведь это не жилой дом, не дача. Это завод. Путин не будет тут жить. Он будет иногда заглядывать, ходить между виноградниками, хвалить терруар и приговаривать. Да я бы туда специально ходил, чтобы чисто посрать в том месте. Я представляю, что это за туалетной бумагой. Наверное, на 100 слоёв такая мега мягкая, блядь. На ней спать можно. Как матрасы для кровати. Какая благодать. Ну и на случай чего в туалете его будет ждать ёршик и держатель для бумаги за 150 тысяч рублей. Годовая пенсия среднего российского пенсионера в одной путинской уборной, в которую он, возможно, никогда не зайдёт. Мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по стране. Я не работаю. Я не работаю. Средний. Котята там. А, то есть он котенка менять жопу вытирает. Такой в туалет там, такой ящик там котят. Он-то посрал, берёт котёнок. Вытер, блядь. Везер, а вот у второго котёнка. Так, взять, вытер. Всё нормально. Нормально, к старе. Но на этом винное хозяйство не ограничено. В компании Аксис Инвестиции есть близнец. А, таки породистые котята, знаете, там, персидские, там, вот эти вот, какие-то ещё есть дорогие всякие вот эти вот. Аксюг. И у неё мы обнаруживаем ещё 150 гель старых виноградников в двух километрах с западного Девноморского. Таким образом, общая площадь путинского хобби разрослась до 530 гектаров. И ещё, пока мы не уехали далеко из границы, вот этот участок, который мы видели на нашем пролёте, находится в аренде у компании под названием Южная Цитадель. И это тоже часть путинской Черноморской империи. Оборонная. Эта фирма занимается разводением устриц и мизий. Зачем они арендуют этот небольшой участок в Криннице с хозпостройками, мы не понимаем. Зато понимаем, зачем они арендуют вот этот огромный морской участок. И этот, и этот. Акватория передавалась компании под обязательство разводить там устриц и мизий. Но ни одного мобильца, судя по их годовому отчёту, так в продажу и не поступило. Зато под предлогом хозяйства можно запрещать людям подходить к дворцу по воде. И только за упоминание об этом мустричном хозяйстве олигарх Михаил Прохоров в своё время разогнал руководство принадлежащего ему издания РБК. Да, блядь! Чё со звуком-то? Музыка громкая. Скример ебаный. Итак, мы с вами увидели огромную взятку, которую дали Путину. Теперь осталось совсем немного разобраться, кто же её заплатил и как насчёт жизненный президент оформляет свои тайные активы. У нас есть тысячи банковских проводов, договоры, доверенности, регистрационные документы и рассказы тех, кто на этой стройке работал. Этого нам более чем достаточно, чтобы А. Доказать, что этот дворец и виноградники — это единая юридическая финансовая система. Как я просто дню и тёжевую жизнь. И. Б. Продемонстрировать, как работают и пищи общак. Люди скидываются, деньги в специальных фирмах. Бля, куда скидываться-то я тоже могу. И тратятся на развлечение национального лидера. Мы с вами увидим, как. Начнём с того, кому это принадлежит. Точнее, на кого записано. Надо отдать должность. Учитывая то, что в народе это место никак иначе, как дворец Путина, не называют, уровень конспирации впечатляющий. Вот винодельник в Девноморском. Вот виноградники в Коренице. Вот ещё одни виноградники недалеко от Девноморска. Ультрице. И вот дворец. Все они оформлены на специально созданные акционерные общества, в которые закачиваются деньги. Эти акционерные общества прячут своих владельцев. И все пять, формально не связанных с этой собой компанией, выбрали одного и того же реестра держателя. ЦУК, Центр управления и регистрации в Санкт-Петербурге. Эта фирма специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком. Там в одном месте хранится информация о реальных акционерах всех наших движительных компаний. Ну и вообще всех других известных активов Ковальчуков, Банка России, Национальной медиагруппы и так далее. Этот Ковальчуковский регистратор создан специально для того, чтобы нельзя было точно сказать, что кому принадлежит. Поэтому доказывать приходится другими способами. По бухгалтерской отчетности, по годовым отчетам, по доверенностям, ну и так далее. Разворачиваем нашу схему. Виноградники. Мы уже установили, что АО Девноморье принадлежит Полбину. Глазурная ягода, которая владеет виноградниками и шато, принадлежит некоммерческому партнерству в развитии аграрных инициатив. Это специальный фонд, принадлежащий тому же Полбину и нашему старому знакомому Геннадию Тимченко. Точнее не нашему, а путинскому старому знакомому из 90-х. Аксис и Апекс вместе с их туалетными ёршиками однокурсник Путин и Егоров в 2019 году продал им же. За 300 гектаров земли, почти полностью построенный суперзавод и разбитые виноградники аграрные инициативы заплатили прошлому владельцу Егорову всего лишь 60 миллионов рублей. Здесь надо ненадолго остановиться и объяснить, в чём смысл схемы с некоммерческими партнерствами. Надеюсь, вы все помните наш фильм «Он вам не Димон» про медведя. Вот у него тоже все его секретные гачки были оформлены на некоммерческие фонды. Путин пользуется такой же схемой, только сумма у него сильно больше. Смысл в том, что в такие фонды проще всего переводить деньги. Они же некоммерческие, значит налоги платить не нужно. То есть фактически это кошелёк, а скорее сундук для сбора средств. И они даже не притворяются, что ведут какую-то деятельность. Давайте посмотрим. Вот ежегодная отчётность, которую НКО обязаны подавать в Минюст. Это отчёт Колбинско-Тимченковского развития аграрных инициатив. Как видите, если судить по этим цифрам, то аграрная инициатива у них так себе. Точнее их нет. А вот если открыть ежегодную бухгалтерскую отчётность, картина совершенно другая. Десятки миллиардов рублей на счетах. И как видим, они поступают в виде пожертвований и переуступок. Фонду жертвуют не только деньги, но и акции компании. Переуступают права требований к договорам займа. Сколько, блядь? 300 тысяч комментариев. Столько денег, что только проценты под вкладом приносят им 650 миллионов рублей в год. Только проценты. У Тимченко и Колбина есть ещё один такой же фонд, финансирующий эти же самые проекты. Ебать, мы начали смотреть видео. Было 3 миллиона 300 тысяч. Сейчас уже 8 миллионов 800 тысяч. За 9 часов. Ну, кстати, блядь. Ну, я думаю, там уже где-то 10 миллионов подойдёт. 1,3 миллиона лайков. Да, да. Можно сказать, что это уже 10 миллионов. Потому что тут 9 пишет и ещё не обновилось. И 400 тысяч комментариев. В тренде на первом месте. Я у охуи, блядь. Когда переезжать будешь? Я тебе скажу так. Если бы не корона, я бы давным-давным-давным-давным-давным-давным-говным-говно уехал. А так я даже не знаю. Фонд развития рынка эффективных инвестиций. Там та же самая история. На счетах никому не известной конторы с одним штатным сотрудником 21 миллиард рублей. У нас остались устрицы и дворец. По официальной версии и там, и там владелец Пономаренко. В последний раз дворец переоформляли в 2017 году. Тогда офшор Саваян сменился на российское акционерное общество Бином. Старого владельца офшор подавили. Салиска дизов. Ну, 11 тысяч. Ну, понятное дело, что не будет, но это мало. В сравнении с тем, что больше миллиона лайков. 11 тысяч дизлайков, поверь, это вообще хуйня. Вообще хуйня. И то накрученные ботами, блядь. Которые тут меня спамили в чате. Вот. Потому что, ну, блядь, я не знаю, нахуй. Это пиздец. Я уже в шоке. Все, я уже как бы, не знаю даже, что ответить. Давайте вот, не будем ждать конца видео. Давайте сейчас устроим голосование в чате опять вот. Мы перед просмотром голосование устраивали. Пойдете ли вы на митинг 23-го числа, да или нет? И давайте вот сейчас опять. Пойдете ли вы гулять? Точнее, гулять. Пойдете ли вы гулять 23-го числа? Ага. Ну, понятно, блядь. Ну, видите, уже поменьше процент, уже поменьше процент, скажем так, тех, кто боится. Было 74. Сейчас вот я вижу 60 процентов. 61 процент. Украинцы. Да не голосуйте. Зачем вы голосуете, если вы из другой страны? Ясно. Да у меня не может быть так много украинцев. А только украинцы, блядь, сидят, голосуют. 8 тысяч зрителей проголосовало только 2 500 получается. Алло, блядь. Ну, видите, у нас в России не привыкли голосовать просто. Вот. Поэтому голосуют только украинцы. Ой, блядь. Так себе. Точнее, их нет. Вот. Представляет некая Наталья Тихомирова. И нового, блядь. Похоже на какую-то, знаете, бабушку, которая в столовой работает. Вот. Или продавщица из пятерочки. Владельца представляет Наталья Тихомирова. Она же директор Бинома. И директор устрочной обороны. В общем, реально я такую видел. Она работает в магазине. В пятерочной цитадели. Тоже она. Удивительно. А вот как будто... О, 1488, блядь. Нет. Итак, ровно 60 процентов нет и ровно 40 процентов да. Ну ладно, блядь. Сами себе продают. С акционерным обществом Бином вообще много всего удивительного. Вот как вы себе представляете фирму, которая владеет самым дорогим жилым домом в мире? Фирму, которая, да, незаконно, да, жульнически, но все-таки А ты, блядь, пойдешь? Ребят, я ничего, естественно, говорить не буду. Вот. Я не хочу никого призывать к чему-то. Ну, вы понимаете, к чему. Поэтому я не буду говорить. Вот. Сом, готов спорить, что не так? Ля, блядь. Мы в Петербурге, в обычном спальном районе, где-то недалеко от окраины города. Именно здесь, в очень скромном бизнес-центре, и арендует помещение компания Бином. Она находится прямо вот тут. Именно здесь, за этим окном, крутятся десятки миллиардов рублей. Здесь компания арендует помещение меньше 10 квадратных метров. Этого мало даже для одного сотрудника. Если настоящие владельцы от нас прячут. Да, это я там жил. Это мой подвал. То мы можем хотя бы посмотреть, кто представляет его интересы на собраниях акционеров. Ну, то есть, главного человека в Биноме, за подписью которого... Ебаный рот, блядь. Александр, блядь. Что там, зомби, что ли, блядь, владеет компанией нихуя? ...принимаются все решения. Это некий Александр Самосюк. Еще мы можем изучить доверенности. То есть, понять, какие юристы работают в Биноме. Не надо придумывать какой-то наряд. И кто может подписывать документы? Получаем еще несколько фамилий. Итого, мы составили список из пяти человек, управляющих фирмой Бином. Директор Тихомировой, представителя акционера и трех юристов. Знаете, что их всех объединяет? Они все штатные сотрудники другой фирмы. Акцент. Блядь, Навальный, ты уже запутал. Я вообще ничего не понимаю. Кто, где, кто, блядь, чего, нахуй. Понятное дело, что, короче, Путин нормально так устроился. А вот что там, кто, с кем, блядь. Я уже все, я уже не понимаю. Саня, Евгения, Андрей, блядь. Ой. Блядь, кто же этот новый персонаж, который выглядит самым главным. Блядь, что Михаил дает свою мать. Подсказка не смотришь даже. А что я деду, по-твоему, долбоеб, блядь. Я только делаю, что смотрю, просто у меня в башке уже не вмещается столько информации. Два часа, блядь. Он рассказывал, что он про одного, то про второго. Десят уже какой-то сотый человек, блядь. Мы на официальном сайте Владимира Путина. Мать Владимира Путина, Мария Ивановна Шеломова, была очень мягким, доброжелательным человеком. У матери Путина Мария Ивановна был родной брат. Иван Иванович. Михаил Шеломов, его внук, то есть двоюродный племянник Путиво. Михаил Шеломов родился в 1968 году. В конце 80-х и 90-х работал на стройках. Затем устроился фотографом в фотоателье. Карьера у Шеломова не складывалась настолько, что его буквально по знакомству устраивали на любую работу. В 2002 году Шеломова попросили пристроить в государственную судоходную компанию Совкомфлот. Давайте послушаем человека, который непосредственно брал его на работу. Ну, а в первую очередь расскажите, вы были главой Совкомфлота? Да, я был с 2000... А? А? И... Ты отвлекаешься, работаешь на аудитории. В этом нет ничего плохого. Просто зачем говорить, что ничего не понятно, если все разжевывают. Ой, ты дурачок, блядь. Эээ... Да, разжевывают, но информации слишком много, людей много, все эти стрелочки, хуелочки. Понимаешь? У меня такой склад ума, ну, тупой. Я, ну, чисто тупик, блядь. Вот, поэтому... Мне надо помедленнее, а тут прям все сложно, короче. Вон в чате плюс пишут. Они что, блядь, отвлекаются? Нет, они как раз таки полностью сосредоточены, блядь, на стриме. И тоже не все понятно. Ну, в целом, нет, понятное дело, что все это там через друзей, знакомых, 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 это все, короче, там целая система выстроена. Шломут работал в Совком флоте, то есть вы его видели своими показателями? Да, в общем-то я его принимал на работу, где-то, по-моему, на рубеже 2001-2002 год, я уже точно не помню. Я знаю, кстати, как усваивать информацию лучше. Ну вот, хорошо, расскажите, поскольку это такой удивительный совершенно человек. Будем успевать переваривать. Ну, как он, вот, в чём вас оказался, и... Ну... Ну, как он вообще у вас оказался, и... Ну, по роду, как бы, своей работы я часто решал кадровые вопросы, то есть практически каждый член Совета Директоров так или иначе хлопотал за кого-то, вот. В том числе был Игорь Иванович Сечин, но он не был у нас с этим Директором. Я надеюсь, этот парень тоже не в России сейчас находится. Ну, судя по тому, что я вижу у него за спиной, это, скорее всего, не Россия. Как-то по небу, по природе, по атмосфере. По-моему, это какая-то Германия, вот, знаете. Я был в Германии, там примерно такое освещение. Ну, чисто европейское, сразу видно. Человека... Хотя, возможно, его просто уже в лес вывезли, и он так чисто напоследок решил вкинуть. Типа, ну, раз я уже в лесу, и отсюда не выйду, всё. Как же быть, солью информацию. В Петербурге, вот. А, Украина, да? Я спросил береговой он или плавсостав, чтобы куда его направить. Он сказал, ну, разберёшься сам, отдал мне папочку с его данными. Вот, эту папочку я, в общем-то, посмотрел, пробежал. Ну, думаю, ладно. Папочка. Передам это директору нашего представительства в Петербурге. Пусть он с ним встретится, поговорит, посмотрит, кто это такой. Может, и откажется. Может, не его профиль. Вот. Он встретился с ним, поговорил. Вот. И где-то я получил, уточняю, через звонок отсечено, как-то достроил. И мы ещё строили суда на Адмиралтейских верфях танкеры. То его использовали по его же, как бы, профессиональным навыкам во самом фото дело. То есть он просто фотографировал суда? Не суда, а процесс строительства. Плюс какой-то такой работой в офисе на подхвате, в общем-то, он занимался. Потом я уже сам думаю, надо мне поинтересоваться у Михаила, чего вдруг такой интерес к его офисуаре. То министр меня персонально спрашивает, то кожан просит устроить печер. Ну и Шеломову я Михаила спрашиваю, говорю, Михаил, чтобы знать на будущее, какие инициативы, как на них реагировать, немножко просвети, кто-то есть. Он мне тогда, как бы, по большому секрету, говорит, что он ближайший родственник Путина. И одновременно с этим, в самом начале 2000-х годов, ещё во время первого путинского срока, очень скромно живущий Шеломов начал сказочно богатеть. На ту самую фирму Акцепт записали доли в карманном банке Путина, банке Россия и крупнейшей российской страховой компании Сагас. Это даже тогда сотни миллионов долларов. Шеломов должен был считаться одним из богатейших людей страны. Но всё это время он продолжал работать обычным наёмным сотрудником в Совкомплоте. Ходил в офис, жил в скромном таунхаусе на окраине Петербурга. И он до сих пор там живёт, ведь его богатство ему не принадлежит. На него просто записано... Ой, Бадя, я же в этом районе жил, по-моему, тоже. Украл или получил в виде взят. Помните, перед Новым годом была новость? Киргизский мальчик написал письмо Путину, как Деду Морозу, и попросил себе в подарок акции Газпрома. Путин заметил это письмо, из него сделали целый инфоповод, умилительно посмеялись, а мальчику подарили, к сожалению, не акции, а тульский пряник и портрет президента Путина. Новогодний подарок Рустаму от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Тульский пряник и термокружка. Подарок из администрации президента передали через Деда Мороза. А ещё портрет с автографом Владимира. Заебись. Хотя, мне кажется, возможно, президент, как бы, ну, подарок-то подороже передал пацану. Просто тот, кто этот подарок принял, посмотрел так и... Ого! Может быть, я его себе оставлю, а пацану пряник купил? Я ж... Ну и портрет Путина. И с интернета, блять, скачаю. И в рамочку вставлю. Да и чё, пацан доволен был, там вообще похуй. Вот. И подарок-то не дошёл до пацана. Дошёл пряник. И фоточка из интернета я так увидел. Путина и пожелание хорошо учиться. А мог бы вообще-то, в принципе, и акцию другую подарить. Благо, в семье у Путина этих акций в избытке. Мы обнаружили, что племянник Путина Шеломов через всё ту же фирму Акцепт является собственником 39 миллионов акций Газпрома. Сколько?! 0,2% от всей госкорпорации. И рыночная стоимость этих акций превышает 8 миллиардов рублей. И только на этом Шеломов зарабатывает более полумилли... Блять, я одну акцию купить не могу. Этого Газпрома сейчас зайду, посмотрю, сколько стоит, блять. Сколько, блять, 39 миллионов, ебать. Не понял, у меня спиздили деньги. Ну ладно. Хэ, похуй. Так, Газпром, ну-ка. Газпром. О! 220 рублей стоит Газпорн. Газпром, блять. Сука. Миллиард рублей в год. Например, в 2018-м он получил от национального достояния 650 миллионов. И тульские пряники, я надеюсь. Не хочу быть миллионером. Не хочу быть миллиардером. Я хочу быть акционером ОАО Газпром. Изучив 15 лет истории этого объекта, мы понимаем, что на кого записан дворец не имеет никакого значения. Кого только не было среди собственников. Важно, кто этим дворцом управляет. И если раньше, до 17-го года, это были связанные с ФСО и управделами президента люди, в час дворцом управляет фирма двоюрного брата Путина, близкого кровного родственника, на которого годами записываются самые секретные путинские активы. Челу повезло, конечно. Мы добрались с вами до самой интересной части. А чьи гуляем? Помните, с чего мы начали? Главное правило путинской коррупции – храни деньги у тех, кого знаешь давно. Мы проанализировали более 100 тысяч банковских проводок фирм и людей, вовлеченных в схему финансирования дворца. И сейчас готовы раскрыть вам имена главных путинских кошельков. На протяжении всего этого ролика, рассказывая про Путина, я упомянул кучу людей, абсолютно разных, и вроде бы ничего их не связывало. Но сейчас вы поймете, почему они тут все. Все они встретились на Черноморском побережье, чтобы дать самую большую в мире взятку. Вот наши фирмы, уже знакомые, на которые записаны виноградник и дворец. Начнем с виноградников и шато в Дивноморском. В фирме АО «Дивноморья», которая выпускает вино усадьбы Дивноморская, 8 с лишним миллиардов рублей перевел Владимир Колбин, сын друга детства Владимира Путина – Петра Колбина. В фирме «Лазурная ягода», которая владеет самим виноградником и шато, больше всего денег дала российская фирма «Аратрон» – 2 с лишним миллиарда рублей. «Аратрон» принадлежит петербургскому бизнесмену Александру Плехову. Это очень интересный и очень не случайный персонаж. Помните миллиарды долларов, которые нашлись на счетах путинского друга детства велончелиста Ралдугина? Это расследование про панамские архивы. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Эти миллиарды зачем-то перечисляли груз компании и олигархи, а сам Виланчелли, судя по всему, не сильно представлял, чем владеет. То есть тогда были найдены буквально личные миллиарды Путина, его офшорные кошельки. Так вот, Александр Плехов был управляющим этих офшоров по доверенности, а еще один офшор, который уплатили олигархи Мордашов и Ротенберг, вообще был записан на Плехова лично. Плеховский Аратрон, кстати, давал деньги не только лазурной ягоди, но и Девноморью, и Южной Цитадели, которая должна была разводить устриц и нить. Свой бизнес в Петербурге Плехов ведет с еще одним путинским другом и соседом подачи Юримко-Вальчуком. Хвальчук появляется у нас на схеме вместе с целым облоком офшором. Это целая паутина фирма, которая им контролируется и гоняет деньги до сюда. Эти офшоры используются для финансирования личных активов братьев Хвальчуков, типа дома в Геленджике, в Ленобласти, самолетов, вертолетов и множество других активов, которые приписывают как к Хвальчуку, так и самому Путину. Выделяется здесь офшор Форстис, который тоже давал деньги и Девноморью, и устрице, но больше всего полтора миллиарда лазурной ягоди. Он тоже фигурировал в панамском досье. С помощью него фирмы Ралдугина загоняли деньги из офшоров обратно в Россию на российский счет этой конторы. Но это не все деньги, за счет которых существует и растит виноград лазурная ягода. Еще их содержит государственная корпорация Роснефть и главный путинский протеже, который когда-то во времена питерской мэрии носил за Путиным портфель, а сейчас почему-то считается великим и ужасным. А можно я портфель буду носить за него? Между лазурной ягодой и дочерним предприятием Роснефти заключен договор аренды, согласно которому госкорпорация платит винодельне 40 миллионов рублей в месяц. За аренду неизвестно чего, у лазурной ягоды просто нет ничего, что могло бы стоить такие деньги. За такую сумму прямо сейчас можно снять офис площадью 14 тысяч квадратных метров, несколько верхних этажей. Месяц 45 миллионов. И всего такими вот эффективными. Так, ну что, ребят, арендуем, соберем бабла, да сделаем там это. Сходу тут много чего мы там можем сделать, я считаю. Хоть целый месяц контента по этажу в день. Считаем. Ну стримка-то естественно тоже. Можно сразу несколько стримхад. Поэтому на каждом этаже по стримхаду. В аренду не продажи. Глазурная ягода получила в государстве росток нефти почти 2 миллиарда рублей. Здесь останавливаемся, потому что это важнейшая часть схемы, ее нужно хорошенько осознать. Есть фирма, принадлежащая двум миллиардеров. Тимченко и Ковнева. Они сами в эти фирмы уже закинули столько денег, что потратить их не могут, А вот просто кладут на депозит в банк. И туда все равно бросают еще больше денег. И миллиардер Ковальчук, и виолончелист Ралдугин, и государственная компания «Роснефть». Почему? Потому что перед нами тот самый легендарный путинский общак. Как вот вы в книжках читали про воров в законе, такой же есть и в Кремле. Путинские бизнесмены несут дань своему боссу, а тот тратит денежки на свое усмотрение. Дальше другие виноградники и завод в Кренице. Их строят на деньги не нескольких человек. Во-первых, путинского бизнес-партнера из 90-х... Вы что понимали, у нас 80-й склад так же устроен. По такой же схеме все работает. Причем лидер-то тоже Вова нахуй. Вот так-то, блядь. Вы думаете, он что в Дубай-то улетел? Ага, блядь, ну там все тоже строят всякие штуки сейчас. Да-да, блядь. Тоже ему процент там общак нахуй у нас там свой. Это Геннадий Тимченко, он... А я, получается, за ним портфель таскал. Ну вот теперь вот, пожалуй. 3,3 миллиарда рублей. А еще 3 миллиарда дал путинский сосед по парте Николай Егоров. Я его уже много раз упомянул в этом ролике. И может сложиться... А так а зачем ему канал на Твиче? Он специально забанил свой канал, что он заебался уже. Стримить. Зачем ему стримить и слезть общак от всех остальных участников сквада? Ему можно не работать всю жизнь, потому что мы это делаем за него. Мы работаем, и процент ему туда. Вот, и все. И впечатление, что Егоров какой-то крупный олигарх. Нет, Егоров юрист. Он партфель в аварийской конторе. Учитывая, что все состояние Егорова оценивается в 5 миллиардов рублей, получается, что больше половины нажитого за всю жизнь он потратил на гензавод в Кремнице, а потом еще и продал его за 50 миллионов рублей. Но, дав денег на виноградники лично от себя, Егоров на этом не остановился. Помните историю про университетских приятелей Путина? Там был этот самый Егоров, еще Ильгам Рагимов и Виктор Хмарин. Так вот, эти трое в 2015 году создали в Петербурге фирму инвестиционные решения. И эта фирма тоже дала еще 2 миллиарда займа на суперзавод Кремнице. Но это не самая большая трата фирмы однокурсников Путина. В 2019 году инвестиционные решения дали 2,5 миллиарда рублей Биному, владельцу дворца. А потом, в 2020 году, еще 2,6 миллиарда. Всего 5 миллиардов. Увы, и этих денег не хватило на реконструкцию и новый подземный хоккейный комплекс. Еще почти столько же, 4,3 миллиарда рублей Бином получил от нашего первого сегодняшнего героя. Коллеги Путина по Дрезденскому КГБ Николая Токарева. Точнее, не самого Токарева, а от государственной компании Транснефть, который он возглавляет. Та же схема, как и у Роснефти с Лазурной Ягодой. Фиктивная аренда, но в гораздо большем масштабе. Дочерней компании Транснефти переводят на счет дворца в Просковеевке 120 миллионов рублей в месяц. 120 миллионов. Поскольку Транснефть все-таки полностью государственная компания, они вынуждены оправдываться за то, что они загоняют такие огромные суммы на аренду амфитеатра в деревне Просковеевке. Бля, я запутался, ребят. Давайте с самого начала посмотрим. Нуля! Поэтому сюда раз в год приезжает глава компании Николай Токарев, чтобы сфотографироваться и сделать вид, что проводит... Бля, я на самом деле не понимаю. Нахуя? Нахуя взъебывать столько денег в ебаный дворец? Ведь это же бессмысленно, ведь ты потом этот дворец не продашь. Никому нахуя никому не нужен будет, потому что просто ни у кого нет столько денег, чтобы его купить. То есть ты тратишь деньги просто в эту вот, скажем так, не называемую недвижимость, которую ничего тебе не даст. Это просто, блядь, дворец, который просто стоит на земле, а у тебя нет денег, по факту. А его еще надо содержать, такую хуйню, там сколько миллионов, миллиардов, возможно, в месяц надо тратить на содержание этого. Говна. Это наследство. Это же пиздец, я бы не хотел, чтобы у меня было такое наследство. Что мне нахуй с таким наследством? Вот я, например, да, получил у наследства ебаный дворец. А у меня денег нет, мне что с ним делать? Продать его не могу, блядь. Содержать у меня нет денег. Не, продать можно, конечно. Не обязательно его продавать за миллиарды, миллиарды. Можно за пару миллионов рублей его... А хотя кто его заберет, опять же, это же тоже нелогично. Опять же, содержать это пиздец. Короче, я не понимаю, блядь. Зачем тратить деньги все эти на дворец, когда можно эти деньги просто... Ну, реально, на что-то полезное потратить. Или просто себе у себя оставить в кармане и, блядь... Покинуть этот президентский пост и все. И кайфовать всю жизнь. Нахуя быть президентом, если ты уже и так имеешь состояние настолько огромное, что не обязательно быть уже президентом. А, ну хотя, видите, там же все так устроено, что если он... Перестанет быть президентом, его, скорее всего, убьют или посадят. Но надо было раньше уходить, когда еще... Ну, не было такой ситуации, что могут тебе что-то там предъявить. Короче, я... Да и, собственно говоря, как он уйдет, когда тут такая система, блядь, все его вот эти вот... Ну, вы видели, короче, эта система, короче, этой схемы, блядь. Сколько там людей замешано? Недостаточно ведь, чтобы просто Путин ушел. Даже если... С ним что случится, ведь просто придет другой человек на его место. А, все остальные-то останутся. Как я уже говорил, это, знаете, раковая... Ну, рак, который, знаете, уже все проел настолько глубоко. Наверное, это уже необратимо. Тоже самое. Или вот тут. Токарев снимается на вертолетной площадке. Нужны нетриверные такие подходы, организация работ. Нужно, что бы мы делаем. Многие процессы пришлось запараллелить. Приехал, попозировал перед камерой, заплатил деньги и уехал. Всего от структур транснефти на счет компании-владельца дворца поступило 4 миллиарда 300 миллионов рублей за три года. Таким образом, государственная транснефть является одним из крупнейших спонсоров строительства Путинского дворца. Всего за последние три года, только по самым скромным оценкам и очень неполным данным, которые есть у нас в распоряжении, на счета дворца и виноградников поступило 35 миллиардов рублей. Это деньги, которые тратятся прямо сейчас на реконструкцию, на строительство винодельни и на ежедневное содержание этого огромного хозяйства. И это в дополнение к тому миллиарду долларов, который уже был инвестирован в стройку к 2017 году. Таким образом, если вы спросите, ну а сколько в итоге стоит дворец Путина под Геленджиком? Ответить на этот вопрос будет нелегко, потому что такие объекты с тоннелями, вырубленными в скалах и подземными хоккейными коробками, они просто не продаются. Но мы можем оценить минимальную стоимость. Сколько на него потратили денег? В общей сложности уже 100 миллиардов рублей. Поэтому мы и называем это самой большой в мире взяткой. Путинские друзья, получившие от него право украсть в России все, что они желают, отблагодарили его много чем. Но в частности, скинулись, собрали 100 миллиардов рублей и построили своему боссу дворец на эти деньги. Взгляните еще раз на эту схему. Согласитесь, выглядит она сложновато даже для такой непростой затеи, как секретное строительство самого дорогого. У меня степуха 700 рублей, кто-то пишет. Там баб! Ну вот. Сравни это со 100 миллиардами. Ебать, а кто-то везде живет на эти 700 рублей. Ебать, а кто-то везде живет на эти 100 миллиардов рублей. Ну что, если я вам скажу, что это всего лишь маленькая часть. Ой, блядь, ну ты серьезно. Можно приорисовать еще несколько десятков тысячи офшоров, которые оплачивают другие тайные активы. Ну, тогда, Навальный, к тебе вопрос. Как ты собираешься с этим бороться? Даже если у него получится что-то там сделать, как-то власть свергнуть. Но вот эти все люди, как их-то, блядь, прогнать? Да, как? Как? Это же... Ну как? Ну как? Ну как? Я сам даже не представляю, блядь. На его семье используя те же самые деньги от тех же самых людей. Ведь потребности нашего... Это же вообще пиздец. Совсем не исчерпываются... Это как, знаете, вот карточный дом, который вот так стоит и... Это же просто все рухнет на... А как же родственники? Вы же не ожидаете, что они, как какие-то обычные люди, будут жить на зарплату? Каждому нужно жилье, каждому нужен самолет, каждому нужна яхта. Все это надо оплачивать. А значит, нужна финансовая схема и люди, наполняющие эту схему деньгами. Этот общак, основу которого мы вам описали, используется Путиным для того, чтобы покрывать расходов членов семьи. Чем больше семья, тем больше расходов. А у Путина, как и положено человеку, возомнившему себя монархом, довольно богатая и насыщенная личная жизнь. Совсем недавно издание «Проект» рассказало нам замечательную историю из жизни этого глубоко верующего человека, хранителя тысячелетних консервативных ценностей. Оказывается, живет в Санкт-Петербурге гражданка по имени Светлана Кривоногих. Когда-то она была просто симпатичная молодая девушка, а сейчас превратилась в невероятно богатую женщину, акционера Банка России. И никто не может понять, как же на Кривоногих, когда-то работавшей уборщицей, свалилось такое счастье. А счастье вот оно. Не понял. Кривоногих познакомил с Путиным в конце 90-х, а в 2003-м, как утверждает издание «Проект», родила от него дочь Елизавету. Бля, что за... Бля, какая, блядь. А глаза-то путинские. После этого она стала обладательницей 450-метровой квартиры, получив ее от Ковальчука и других знакомых Путина. Ну, заметили, я же, блядь, испугался. Надеюсь, она подписана на меня. Просто очень это скрывает. Как ее там? Елизавета, привет. Правильно же, Елизавета, да? Ты мне, если что, напиши там куда-нибудь, я никому не расскажу. Обещаю, вот, слушай, могила. В прямом смысле. Вот. По дачному кооперативу «Озеро». Потом были еще квартиры, опять же, от старых друзей Путина. Например, вот эта. 200-метровая в 300 метрах от Эрмитажа. Я себе инстаграм. Крана осталась кривоногих от Олега Рудного, которого еще в 2005 году. Газета «Коммерсант» называла другом Путина через запятую после Ковальчука. После того, как Кривоногих родила Путину ребенка, на нее оформили еще кучу активов, включая 3% акций. Хотя. И финансируются эти активы точно из-за этой же схемы, которую мы вам описали. Например, деньги от «Акцепта» получает ее компании «Озон» и «Пульс». «Озон» — это город Ленинградской области. А «Пульс» — это 40-метровая яхта Светланы Кривоногих. Известный нам автор «Форстес», который давал деньги на виноград. Терпел, терпел, вот натерпел. Также выдавал кредиты еще одной фирме Кривоногих — «Профит». И эта контора владеет Ленинградским центром в таблическом саду в Петербурге. Поэтому мы подтверждаем расследование проекта. Ой, тут ее уже инстаграмм скидывает еще. Серьезно? Ну нет, она на меня точно не подписана. Я думаю, это было бы не по понятиям подписываться на какого-то стримера. На нее Соколянский подписан, понятно. Так, что там в сторисах? Блядь, мне страшно ее глаза смотреть, пиздец. А-а-а! Она две минуты назад сторис выложила. Танцует и подпись. Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео? Или когда погасил ипотеку хейтера? Так, подписки. Мариана Ро. Поперечный. Навальный. Нормально, блядь. А я! Здравствуйте. Приятно познакомиться. Случайная женщина не может быть в этой схеме. Это еще один пример того, как путинские друзья обрадывают всю страну обзначить благодарность. Что, что, что? Два ч... А не, зачем мне два ч... Не-не-не-не. Содержит путинскую любовницу и ее ребенка. Личная жизнь Путина касается только его. Но хочется ему. Пусть себе хоть 20 семей заведет. Мы обращаем внимание на другое. Его бурные отношения оплачиваются взятками и коррупцией. Но это вообще нормально. В стране 20 миллионов нищих, а он своей любовнице покупает яхту. Да ладно яхта. И яхта, и квартиры кривоногих выглядят просто мелочью по сравнению с содержанием знаменитой гимнастки и женщины, обладающей самым непонятным статусом в России Алины Кабаевой. Я думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они все мне нравятся. В 2008 году целую газету Это когда у меня спрашивают, какая стримерша мне нравится. Она написала статью о связи Путина и Кабаевой. Это запретная для всех тема, но правда-то от этого не меняется. На содержание еще одной женщины Путина тратят миллиарды украденных денег. Мы просто по документам видим, что Алина Кабаева неотделима от нашей схемы. От Геннадия Тимченко бабушке Алины Кабаевой достается 200-метровая квартира в Питере. За 4 дня до этого другой фигурант нашей схемы, точнее тогда еще его отец, отписал той же самой бабушке две соседние квартиры на Арбате по 300 метров каждая. Бизнесмен Григорий Баевский, которого можно назвать таким же номиналом Ротенбергов, как и Пономаренко, в августе 13-го года передал бабушке Кабаевой полгектара земли на Рублевке и два дома на нем 1400 и 1700 метров. А через 5 лет соседний участок купила уже сама Кабаева. Да что там говорить, бывшая гимнастка у нас назначена главным медиаменеджером страны. Она председатель совета директоров национальной медиагруппы. Я в ахуе, ребят, что сказать? что сказать? Я в ахуе. Я в ахуе. И владеет она чуть ли не большинством российских СМИ. Это биздец. Алина Маратовна Кабаева лучше всех в мире прыгает с мячиком и лентой. Ау. И управлять телекомпаниями, газетами она никак бы не смогла, если бы не ее связь с Путиным. Я знаю, над чем еще она прыгает. Ведь она только совершенно официально получила от Ковальчука зарплату в 2018 году 785 миллионов рублей. Но вы не подумайте, что Алина Маратовна и ее родственницы только получают и получают эти квартиры и деньги. Обратно они тоже отдают. Вот посмотрите, какой трогательный документ мы обнаружили. Просто документ эпохи. Это выписка на относительно небольшую сочинскую квартиру. Бабушка Алина купила ее в 2011 году. А через 6 лет квартира переходит в собственность Михаила Шеломба, родственника Путина. Идет, так сказать, консолидация совместного имущества. То есть справка на эту квартиру пока единственный документ в истории, где вместе фигурируют обе семьи Алины Кабаевой и Владимира Путина. Сейчас я уверена в завтрашнем дне. И я пойду голосовать 2 декабря на выборы и буду голосовать за единую Россию и за человека, который мне подарил уверенность в завтрашнем дне. Заводил. И квартиру. Владимира Владимировича Путина. Впрочем, жизнь многоженца это не только удовольствие, но и проблемы. И песня, известная каждому в нашей стране, как будто прямо посвящена Владимиру Путину. Помните? Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три. Ведь у Путина выходят тоже три тещи, как минимум. К счастью для нашего национального лидера у него есть то, что отсутствие «Волкек-чебурек». Компания «Газпром». У «Газпрома» раньше было дочернее предприятие. Называлось оно «Теплоинвест». И занималась тем, что владела всякими мелкими котельными, трубами, кабельными линиями. Такая вот небольшая структура, сейчас ее уже даже нет, ликвидировали. Но как это так вышло, что перед ликвидацией эта фирма прикупила несколько суперэлитных квартир в самом дорогом месте Москвы, в районе Остоженки. В 2014 году «Теплоинвест» стал собственником 260-метровой квартиры и 220-метровой в этом в Молочном переулке. Это очень, очень дорогие квартиры. И в течение года после покупки одна из этих квартир подороже досталась маме Алины Кабаевой, Любови Михайловне Кабаевой, а вторая чуть поскромнее маме Светланы Криваноль. Помните, что заявляет «Газпром» в своих рекламных роликах? «Национальное достояние». А надо бы, конечно, сменить лозунг. «Газпром» используя национальное достояние на содержание путинских тещин». Великий русский посадитель Толстой однажды очень четко описал устройство власти в России. Собрали злодеи, ограбившие народы. О, чуть-чуть осталось, ребят. Собрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию и пилу. Осталось пять минут. Это гениальная фраза. И сейчас она на сто процентов точно описывает происходящее в нашей стране. Злодеи ограбили народ, набрали судей, Росгвардию, ФСБшников, чтобы охранять их дворцы, а сами сидят и играют в своих личных казино в окружении жен, любовниц и детей. И они никогда добровольно не уйдут от власти. Самая глупая фраза, которую сейчас часто приходится слышать, звучит так. Ну, эти-то уже наворовали, пусть сидят. А то новые придут и снова будут... А что мне пишут в чате? Так, Хесус ватный уебан. В смысле, это почему? ...воровать. Я сделан из кожи, при чем тут вообще вата? Знаешь, что это сладкая вата есть? Не, я, конечно, сладкий. Но сделан я из кожи и костей, при чем тут вата вообще. А, из стекловата, кстати, есть. Мерзкая хуйня, на самом деле, поэтому это тоже не я. Да вы же видите, они никогда не наворуются. Наоборот, денег постоянно нужно больше. Вот у вас, даже если повышают зарплату с 30 до 45 тысяч рублей, денег все равно не хватает. Так и у них. Это и купи яхту, это и квартиру. Дворец построили, а трубу прорвало, а подрядчик просит еще, а дети подрастают, и всем надо купить жилье, а потом дочка Путина выходит замуж, и надо ее мужа сделать самым молодым миллиардером в России. Все здесь значит, она будет скандалить. У старшей дочери есть муж, и у кривоногих дочь он уже взрослая, скоро нужна будет отдельная яхта, а потом внуки подрастут, и аппетиты у всех колоссальные. И это только Путин, а Медведев, а все министры, а сами эти Миллеры, Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко. Они никогда не воруются, наоборот, будут тратить все больше и больше, до тех пор, пока не разорят всю страну. Россия по-прежнему продает нефть, газ, металлы, удобрения, лес в огромных количествах, а доходы населения все падают и падают, потому что у Путина есть дворец. И Кабаева, и кривоногих, и у каждого чиновника поменьше. Есть свой дворец и своя Кабаева. Мы будем жить нормально, только когда перестанем терпеть чиновников, которые воруют, переизбирать их, а если они отказываются проводить честные выборы, то выходить на улицы и отстранять их от власти другим образом. Этим отличаются бедные страны от богатых. В богатых странах люди при малейшем возмущении выходят на улицы, и чиновники опасаются этого. В бедных странах люди терпят, а чиновники проводят референдумы по продлению своих полномочий и говорят, ну еще немного, подождите. Вы всего лишь 20 лет у власти, потерпите. И вы посмотрите, что они делают. Каждый день новые законы, запрещающие критику власти. Все, кто недоволен, иностранные агенты. Запрещается уже даже агитировать за кандидатов на выборах, которые вам нравятся, и критиковать единую Россию. Путин и его группа воров хотят пожизненной и бесконтрольной власти. Мы дошли до того, что это уже не группа людей, обкрадывающих государство, а само государство превратилось в инструмент воровства. ФСО и Росгвардия у них ворцисс. Судьи сажают недовольных. ФСБ создало группу убийц, задача которых просто убивать тех, кто отказывается молчать. Но хорошая новость в том, что у нас все-таки все равно гораздо гораздо не надо. И все, кто его охраняет, воруют для него, подделывают выборы. Это несколько сотен тысяч человек максимум. А нас десятки миллионов. Просто мы не верим в свои силы. Если каждый, кто смотрит это видео, распространит его, мы разорвем цензуру в клочья. Если 10% недовольных выйдут на улицу, то выборы не посмеют фальсифицировать. Если каждый из нас зарегистрируется и поучаствует в умном голосовании, то путинская партия воровства и деградации «Единая Россия» проиграет выборы. Начнется политическая конкуренция и качество политики и чиновников начнет постепенно улучшаться. Появятся честные суды, нормальные прокуроры. Красть в таких масштабах, как сейчас, станет невозможным. И шаг за шагом мы будем жить лучше и богаче. Все, что нам нужно сделать, это перестать терпеть, перестать ждать, перестать тратить свою жизнь и свои налоги на обогащение этих людей. Наше будущее в наших руках. Не молчите, не соглашайтесь подчиняться пирующим злодеям. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Зря он это все тут перечислил. А, да. Ну, Хесус, я так понимаю, тоже теперь иностранный агент. Э! Ой, бля, не, ну... Нет слов, дорогие друзья. Только эмоции и все вот это вот. Вот мы с вами посмотрели целых два часа. часа расследования. Сами знать окуп. Нажимаем F5 и видим у нас уже получается 11 миллионов просмотров. Лайков пока столько же, как и было. 1,3 миллиона. А, блядь, 1,3 миллиона. Ну, понятно, делал уже 2 часа ночи. Что же говорить? Ну, это дохера за 10 часов за 9. 11 миллионов просмотров. Это, конечно, прям... Ну, да. Вероятнее всего будет самое популярное видео на канале Алексея Навального. Так что, что я могу сказать? А вот так вот. Ну, у него последнее видео прям вообще 22 миллиона, 23 миллиона. Если возьмем самые популярные у нас. Пока что самые популярные это он вам не Димон? Угу. Ну, да. Ну, и про вот этих вот убийц. Ну, получается, что? Получается, Навальный дошел до босса, скажем так. Вот. Интересно, а чем дальше видосы будет записывать? Я в охуе, блядь. Рейд босс. Ну, видите, пока за рейдить еще не получилось. Ну, видите, он позвал подмогу, но, мне кажется, подмога не поможет. Ебать, 400, почти полмиллиона комментариев, чтобы вы понимали. Ну, так-то вообще дохуя, на самом деле, просмотров. То есть, это 11 миллионов. То есть, ну, будет миллионов 50, вот. По-моему, тебя начинают завидовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня словарный запас вообще так-то больше, чем, наверное, 95% людей. По-моему, я знаю. Уточните значение слова. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Тогда, получается, я не знаю. Это вы мне поймали. А то чё, он не проснётся, блядь? Ту чё, он не... Вторая часть про Корво. Кхуяся? Императрица сделала Корво её этим, ну, королевским защитником, когда ему было 19, а ей было 12. Чтоб вы понимали. И зазломяй мне сам! Телохранитель, курьер и шпион. Собственно, у них начались отношения, тут пишут, когда ей было 18, а Корво 25. Ну, на практике они бы начались, когда ей было 15. Ну, это в лучшем случае. По факту было бы так. Ну, понятно, что пишется здесь так, чтобы он как бы... Ну, очевидно, почему. Помолчи. Папаня, стиме падиша на ряд 2 правой. Дальше свойство... Ах! Спасибо! Дайте... Попробуем! 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 даже раньше это про события первой части короба он обвинен убийстве он убежал кор во всем отомстил спас эмили чем попробуем когда будет автосейф не знаю когда следующий автосейф а я сейчас выйду отсюда должен быть автосейф ему по некогда игра авто сохраняется когда могу из нее выйти или в любой момент я могу выйти о все это автосейф сто процентов так почти дать я проверю я ничего не забыл могу пропустил какую-то кучку золота или какой-то костяной амулет или чего угодно сейчас проверим на точно пасы все-то выход в автосейф чем пропустить не думал что интересно то я че папа минуты как всегда невнимателем в начале игры долила главный враг игры с пиздилу все его способности кровь а это на его пиздил способности когда а я все понял когда его типа вот этот щупальцами обхватила и какую-то эссенцию из него вытягивала это на его способности спиздил все понял да я понял я понял я это как бы ну не забыл прям но не подумал о 10 золота пропустил проверяйте отдайте чувака в окно выкину а нельзя поэтому я мог залезть в окно страну она давайте посмотрим кстати физика физика даже у деревьев рабочие несмотря на то что по идее здесь но как бы ну никто на это не должен обращать внимание на его скинул на ветки и деревья дергались прикольно это радует пока что мне очень нравится ну собственно начала очень хорошие как и у первой части но сюжет конечно говна сюжету порыл и что первое что во второй и помолчить все это гг совпадает с тобой подхи типы в плане любви несовершеннолетних а ха ха и бать ты да он у меня нету никогда не было таких принципов этого блять ну вот вы дебилы придумаете на хейтерах причем там сказано прямым языком что типа она его сделала своим королевским защитником она его сделала королевским защитником как по-твоему блять чел может зафорсить себя на императрицу блять так until i understand this i have to go in the hiding i should make my way to the dogs все проверяем с работали нет статус global kill радио 8 процентов чтобы это значило там были что еще враги или что пока что я вообще охуенно пока что игра супер ну собственно как и первая часть первая часть тоже очень хорошо начиналась но 2 вот выглядит прямо уже графически хорошо и больше рабочей физики так проверяем сделал то что вы говорили по гайду предупреждение об эпилепсии у некоторых людей могут возникать приступы дальше не дочитал аркейн студио ну быстрее почему не могу заскипать эти штуки так ну и где и где перезаходишь в игру и в настройках появляется пункт выбора языка диалогов и субтитров где в каких-то стройках сейчас или вообще где каких настройках кто такие эти настройки вот аудио где мэбби это в dlc мэбби это не в оригинальном dishonored 2 а в dlc надо было еще купить субтитл с мэн диалог это это просто как что показывается если субтитры то не то что визуал филдовью брайтнес нету 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 выбора никакого нельзя поменять язык газа ним я не могу вам помочь ну ну нету блять ну вот же нету вы же видите что нету ну нету блять ну нету возможно уточните возможно там dlc нужно было установить аличка сделала тебя своим защитником челди нахуй возможно нужно было dlc установить нету бля ну где 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 блять где я сделал как вы сказали вот свойства запуска dishonored 2 я поставил вот вот и чё и и чё вот свойства свои параметры запуска вписать туда энг без кавычек я разве с кавычками писал энг без кавычка лаунчо что я сделаю не так и чё она не работает я не знаю теперь заходишь к другу насколько появляется пункт выбора языка диалоговых субтитров нету не появилось нету не работает у меня всегда все не работает но я не виноват в этом как вы видите вы видите сами ну то есть может мне надо вот это вот было ебучее dlc купить кто вы проверьте информацию возможно нужно было купить это ебучее dlc но лишние 500 гривен стоит это пиздец блять я его даже играть сто процентов не буду там один взгляд на превью ты понимаешь что его играть не будешь один взгляд на превью поэтому я его не покупал блять целых 500 гривен это вообще пиздец за что если за язык придется заплатить то блять ну так у меня сколько патронов 10 патронов у меня? я его просто убрать блин почему нельзя просто с ножом ходить но без пистолета я должен этот шрифт прочитать людям serious имеется то приложение это как мы снимаем сегодня мы у нас a Мне напрягает пистолет в руке. Я опять сейчас случайно выстрелю. Это картина? Типа эти три брата из первой части? 200 золота. Русь. Сосредоточься. У тебя все получится. То есть даже несмотря на то, что короток всех потом угнул. Типа привлек к ответу, все равно многими продолжалось считаться, что-то он убил императрицу. How nicely they arranged history for us. Опять же, реалистично. And how readily we devoured their stories. Hungry for each perfectly cooked morsel. Помолчи! Выбрать русский в настройках игры в библиотеке стима. О папке с игрой найти файл скучонфик. Удалить все языка, кроме английского, в блоке аудио. Для файла скучонфик нужно поставить галочку только для чтения. Попробуй. Пизда. Вот это гайды. Так, еще раз. В папке файл скучонфик. Я его находил. Удалить все языка, кроме английского, в блоке аудио. Для файла скучонфик нужно поставить галочку только для чтения. Попробуй. Это по стоке я его сохраню, правильно? Ну давай все это делать прямо на стриме. Чтобы потом не сказал, что я ошибся. Окей, скучонфик. Удаляем все языки, кроме английского, правильно? Сохранить. Далее. Свойства. Только чтение. Применить. Вот. Теперь выйти из игры. О, великие силы сейчас ебанось. Ничего не хочет работать. Все ваши гайды не хотят работать. Выйти из игры. О, бля. Здесь поменять язык. Помолчи. Виталий, здравствуйте. Смотрел ли ты сериал Мерлин? Его вроде еще... Пытался. Каналу ТВ3 крутили. Если да, то как тебе сериальчик? Э, хули меня стал качать апдейт? Блядь, какого хуя? У меня апдейт на 1.75 гигабайт и начинает качать. У меня лагает стрим из этого. Смотрите, стрим начал лагать, потому что у меня апдейт качается. Апдейт качается по какой причине? Потому что я удалил языки все или что? Ха. Он не может качаться, потому что я поставил русский язык. Потому что я уже запускал игру. Так почему апдейт качается? Стрим лагает, потому что идет скачка апдейта. Что я сделаю, блядь? Я не знаю, каким образом он влияет на мой аплод, но стрим сразу же начал лагать, как только я начал качать апдейт. Блядь, сейчас ебнешься. А хули оно апдейт качает? По какой причине оно качает апдейт? Кто-нибудь может объяснить? Если я сегодня уже запускал игру... Почему оно апдейт качает? Я пытался смотреть сериал Мерлин. А, старый, старый Мерлин. Да, старый прикольный, старый я смотрел. Если старый, то да. Там, где, короче, тот актер из парка юрского периода. Ты прописал параметр, когда у тебя стоит английский основным языком игры. Дальше МБС... Иди нахуй, ты, блядь, этого не сказал. Хотя кого я обманываю. Ты тупой пидорас, чтобы думать как человек. Ты тупой сын шлюхи, блядь. Я сделал один в один, как мне сказали в гайде, блядь. Иди нахуй, сын говна. Там было сказано, что, блядь, появится опция. Тупой, блядь, гандон ебаный, блядь. Сын говна тупого. Если я сделал не один в один так, как сказано, а такой бы тупой дебил, как ты, сказал бы, а ты не сделал один в один так, как сказано. Лагаем, гайз, пока скачивается апдейт. Какого хуя апдейт качается, я не знаю. Я без понятия. Какого хуя апдейт качается, я не знаю. если он уже блять очевидно скачивался на и стрим это тестовый стрим тестовый стрим хардкора чё поделать хардкорный стрим тестовый стрим хардкора негр на превью не буду рад ну там именно кринжевые кринжевая какая-то негри тоска полу робот блять очевидно то не интересная была длц русский в настройках игры в библиотеке стима в папке с игрой найти файл с кучей анфик удалить все языка кроме английского блоки аудио потом для файла с кучей анфик нужно поставить галочку я это сделал так у меня какого-то хуя начала скачивать апдейт по какому-то поводу блять я понимаю что скорее всего душный язык поменял но почему он скачет апдейт снова если я уже его очевидно скачу и пробуем я сделал все что вы сказали я сделал один в один то что вы сказали вот проверяйте sku конфиг только чтение только английский остался у аудио здесь тоже все правильно сделано мышь показывал только что проверяем проверяем я вану и рот с чинем игру вместе факен хелл некие здесь русские останется ли у меня в игре сейчас будет еще раз услышу хоть слово этого дубляжа конченого проверяем давай корова скажи что-нибудь спиздани что-нибудь побыстрее мы проверили сразу только попробуй захватить блять не на английском только попробуй только попробуй давай скажи что-нибудь давай не молчи корла помолчи а у меня игра еще смешнее лули аппаратом в вашу роз короче у меня игра погоду авто сейвится когда из нее выхожу судя по всему это странно этого не ожидал вот так есть ну скажи что-нибудь были какая у меня озвучка скажи что-нибудь скажи что-нибудь ну не молчи не молчи не молчи как что-нибудь сказать более неразговорчивый ну не молчи блять спиздани что-нибудь а честно по идее услышал стражников еще мы услышим на каком они языке разговаривают ну по идее так и чай пропустил здесь вроде книжки интересный открывал а то книжку крал дату открывал или открывал нету не открывать или открывал это точно кроме каком случае в той книжке ничего интересного впервые о-о-о задышали все работаем спасибо гайз кто помогал с гайдами спасибо все играем все наконец-то работаем может быть сложно было разработчикам просто дать выбор ну аудио и субтитров вот же было блять им сложно сычары я могу сюда теоретически а как у меня только одна жизнь кстати между прочим я могу понять могу ли так давайте так если я буду падать нажму escape и выйду из игры а как понять я могу тут ходить типа блять в ряду знаете в чем проблема в реальной жизни я бы смог понять могу ли я здесь ходить правильно попробовал ногой могу ли тут и тени я из того что я вижу в реальной жизни тренированный ассасин здесь бы смог пройти это сто процентов и сейчас разобьюсь разрабы дауны согласны все согласны все согласны ну я пошел до ходу нельзя там идти блять какого хуя там проход а еще то или нет хуй поймешь могу летом пройти а я не знаю но это нереалистично в реальной жизни можно было бы проверить могу летом пройти ты просто ну блять ставишь ногу пробуешь пиздец куда идем что такое средняя высота бля упасть на вентилятор или умру знаете чего буду умирать я буду умирать мне кажется от гравитации в первую очередь этого проблема именно настоящий корабль меган фостер только вышел с докова то ваше единство надежда на бегство касса я умру это будет гравитация то что не смогу понять где можно упасть где нельзя упасть типичный dark souls dark soul of man как убрать пистолет него раздражает что-то с ножом ходить мне не нравится пистолет руки мне он не мешает мне он не нужен чем могу сейчас прыгнуть вниз не имею ввиду туда вниз даже куда хуй поймешь газера разобьешь то что игра не подразумевает что должно попасть вот и в тюге раму и бак вот у афти к чел ты забыл сколько ты убил в первой части людей сюжет конечно вообще дебильный что что он имеет ввиду этим чем придется стать что что блять а чем чем убить врагов всех что там плохого убить предателей врагов вау ни хуяся кем мне придется стать кем тем же кем ты был в первой части тем же заниматься чем ты занимался всю первую часть мне вообще куда туда а там три противника страшного руба давайте сюда спустимся так сири скроу и вот и дюксмен и бать их много плохо дело у меня на поезда программера спрятал это хорошо спрятал это очень хорошо ой могу здесь пройти до меня не придется их убивать вот там избивают думе заметили страшно вырубаем первый чел а если спрыгнул меня слышат кстати или не чего не слышал окей я чего не убил когда была возможность теперь лучше подождать там много противников надо аккуратно блять чего не убил сразу так как это камень его привлечь внимание а бутыл поле блять он глухой или что вернись сюда блять 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 Ты не вступил за этот униформ. Так, пока он разговаривает, надо идти, да? Бля, тут не... тут хуй пройдешь. Блядь, а как я тут пройду? Что-то я не совсем понимаю, мне надо здесь спуститься, возможно. Вот это что, меня можно заметить издалека? Что-то я смогу. Я надеюсь, что нет. Ой, Блядь. Я сейчас умру! Что-то я на соки, че. А их тут очень много, я не смогу со с вами справиться. У меня что-то чел ушел. Бля, теперь этот идет, мне сейчас пизда будет. Оооо... А это что делать? Блядь! Страшно, вырубай. Как я тоже буду пройти незаметно, не могу понять. Он живой? Этого я не убивал вроде? Как они отличают своих трубов от чужих? Эй! Что? Меня заметили? Или это поезд? А, поезд. Так. Успея! 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 Поезд! Успея! 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 Или это хорошо? Короче, я думаю, переставить все-таки обратно, как я играл в первой части управления. Мне неудобно. Мне нужно, чтобы у меня был блок на второй кнопке мышки. А способность на контроле, к сожалению. Так будет неудобно телепортироваться. Так я буду кринжево телепортироваться. Ну, похуй с ним. Мне там намного важнее. Вас можно сблокировать. Немного важнее. Так. Приказы капитана Рамзи. Но я его уже убил? Так. Так, тут никого нету. У меня 9 пуль. Все хорошо. Хилки есть. Сколько у меня хилок? Одна хилка. Ну, терпимо. Найс. Э, 10 пуль максимум? What the hell? Будьте готовы. Все произойдет очень быстро. Один. Молодец здесь. Он сейф знает? Гудбай. Нету кода. А где же код? Я думаю, maybe он откроет сейф. Если бы я подождал. Но я не уверен, уже в этом был. Код, 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 код. Я должен быть внимательный. О, найс. 200 золота. О, 4-5-1. Найс. Не просто 200 золота, еще и код. Двойная награда. Так. А, мне нет... Блин. Надо пистолет потратить, позабирать пули потом снова. Конечно, надо не стесняться стрелять. О, найс. Блин. Опять перепутал кнопки. Кстати, звук выстрела очень тихий, вам не кажется. Так, ну что, пошли разберемся с теми работягами. Тихо. У меня почти запалил. Есть какая-то бутылка. Надо какую-то бутылку взять. Там была вроде бутылка. Я могу привлечь его внимание. Бутылка, бутылка. Любая бутылка. Что за хрень? О, попробуем этим. Так. О, там хилки лежат. Окей, смотрите. Она. О, там хилки лежат. Дай мне секунду. Я взглянусь очень быстро. Окей. Блядь. Маби напасть на него, побежать лучше. Пока меня не заметил, он сейчас заметит. Блядь. Надо нападать на него просто, по-быстрому. Пока есть шанс. Сука. Окей, вроде изи. Всего лишь один. Как он успел задефаться? О, где он? Окей, я этому тоже просто в голову выстрелю. Нафига мне пытаться его задушить или ножом убить? Тем более у меня столько патронов. Эй, коварда, давай борься лицо по лицу! Ты готова? Найс, я стреляю. Все? И хули я пытаюсь, блин, че-то париться. У меня куча лишних патронов. Куда-то дверь можно зайти? Лута нет. Там последний остался. Должно быть изи. Три хилки есть. Заебись. Че тут делаешь? Прошу прощения. О, кстати, го проверим. Можно ли чела в костер кинуть и типа, че произойдет. Я не знаю. Ну типа, я проверял в первой части. Давайте в этой проверим. Мне просто интересно. Как игра технически работает. Не то, чтобы я хочу поиздеваться. Походу, нельзя даже кинуть его туда. Помолчи. Надеюсь, не трогнешь. Но с твоим геймплеем тебе будет сложно играть без смертей. Ты же разрешен ими покадай. Проще будет, если начнешь стелсить. Но ты вряд ли захочешь. Да я пытаюсь, но сложно. Сложности с одного жизнью есть еще в Ведьмак 2. Мне абсолютно не интересен в Ведьмак 2, банально, с сюжетной точки зрения. Почему я его в костер закинул? Че за хрень? О, это же эликсир. Мерзо! Мерзо! Так. Можно попытаться бутылкой привлечь того чела. Так. Никакой скрытой книжки нет? Продолжение следует... Интерфейс. Что это такое? Помолчи. Уведомления? Добрый день, величайший попалный. Контекстные значки. Информационное сообщение. В доту своей идеальной игрой и силой воли к победе. Скажи, когда ты хотя бы раз сыграешь в доту двух для обычных работяг, которые... Ну я в него не играю вообще. А как я могу вдохновить кого-то, если я в него не играю, не умею играть, и мне оно неинтересно? Ты говоришь, вдохновлял. А сейчас как я могу кого-то вдохновить? Как убрать этот вот... Мне это неинтересно. За что это отвечает? Уведомления? Нет, по-моему, не уведомления. Показывать уведомления обучения? Это тоже, по-моему, не оно. Показывать информационное сообщение? Ну а проверять? Я не знаю. Ну смотрите, как этот текст убрать? Мне он... Вот надо разобраться, мне он мешает. Все серьезно, мне он мешает. Уведомления обучения. Давайте попробуем, окей. Это обратно вернуть. Что-то, сука. Ну что, не пропадает или что, блядь? Все? Все? Помолчи. Ты просишь хардкор, а потом ноешь, когда тебе его дают. Вместо того, что вы думаете, плачешь и спрашиваешь, как? 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 И ты обещал играть без магии. Я не обещал играть без магии. Получается. Я не обещал, ты это только что придумал. Ты это буквально только что придумал, блядь. Что с, блядь, с людьми не так? Че, не слышат? Так если он не слышал, а че он меня не видит, скорее всего. С такого расстояния. В смысле, обещал? Кому я обещал? Когда я обещал? Да только что придумал, блядь. Обещал. Он только один, мне кажется. А, не их двое, бля. Как мне их заманить сюда? Мне надо снова какая-то склянка. Хотя пойди здесь могу пройти. А, точно. Я мог изначально здесь пройти? Какой я слышу? Эй, эй. Фу. Ты запалился? Вот чел стоит прямо здесь? Бля. Он на меня смотрит? Ммм, как мне? Он на меня заметит сейчас, наверно? Ты просто ему выстрелю в голову, вплотную и все. Разве нет? По-моему, умно. Найс, игра! Я ему вплотную в голову выстрелил. Ему не попало. Давай, блядь. Ты уплотную в голову выстрелил. Она не попала. Что могу поделать? Где-то еще пули были, я помню. Во. Все, найс. Дышим. Шесть пуль, нормально. Там еще кто-то остался? Да вроде нет. Данвал Курьер. Чел какой-то там, верный? Вон ты. Заходят, билот. По-моему, мирный. Спасибо. Это та девка? Нет, аж не она, бля. А просто мирная? Ты должен понимать, что я звоню за помощь, если ты не уйдешь. Я не чувствую себя. Что происходит с этой городом? Ты спустя, но приведет тебя? Нет, не в этом году. А, мирный начал заврать, если я стражника при них задушу. Не вроде похуй. Дверь заблокирована. Не могу я открыть. Вроде изи, на первый взгляд. Не почувствовал. Окей. Завести. Хочу ли я? А если не шум издадут? Тут есть еще кто-то? Там один снизу был стражник. Вроде бы. Не, ну можно завести будильник? Но они спала шапку. Так, поискай. И что интересно? Сколько еще? Там один? Хотели бы сюда руку поставить? Тебя, короче, закрыл. Кто хотел бы? Так, по-моему, там изи должно быть внизу. На первый взгляд. Это один чел всего лишь, да? Могу ли я на него упасть? Или это не очень безопасно? Проще через ступеньки, наверное. Блин, почему нельзя положить в карман кружку, чтобы ее потом кинуть куда-нибудь? Не нужно кланяться. Здорово попечь. Ты с детства, конечно, казуал. Ты обещал, что будешь играть без безмагии. Я такого не обещал. Какой я с голой, с завязанными глазами и кляпом в рту. Фу, казуал. Рафлан ебало. Письмо Лауре. Кто такая Лаура? Кто ей пишет? Какой-то Бойл. Цель которых настроить общественное мнение против Эмили Колдуин. Ее треклятого защитника короны. Типа, они хотят разыграть карту незаконной дочери? Ти шо. В каком плане незаконная? Она же все равно в любом случае дочь императрицы. А, в любом случае дочь императрицы. Как они это хотят, блядь, запиздеть. Да, телепорта, конечно, не хватает. А тот чел? По-моему, там один. Не проще на него прыгнуть будет. Я до него достану? Должно быть кизи. Бля, че так неудобно? Вот и все. О, еще один. Здорово, сынок. Хочешь жить? Как-то он этого не слышал? Как он мог этого не слышать? Это называется максимальная сложность? Как он этого мог не слышать? Типа, блядь, это было сложно не услышать. Так, у меня все заебись, гайз. У меня 6 хилок и 10 патронов. Они его замучили. Да за шо? О, я холдинги. Оу, хорош. А еще деньги есть? О, nice. Дело их овода бойла. Помолчи. Многоуважаемый, неповторимый, неотражаемый, супер-мега-челлартас. Если ты смог хотя бы раз застремить Доту 2, у тебя бы был онлайн 10 миллионов человек. Это нереально круто. Меня не интересует онлайн. Ты сыграл в Доту 2, с уважением твой. Я не могу играть. Ты понимаешь, что это называется? Чем это отличается от дефолтной работы? Вот, не знаю. Повстает человек утром, ему нужно идти на работу. Работать. Он зачастую заниматься тем, что его как бы или заебало, или ему это никогда не нравилось, или он этого в любом случае не хочет делать. Просто ты мне прилагаешь, потому что онлайн был бы, играть в игру, которую я вообще не играю, раз, которая давно бросила, она мне не интересна, я в нее не умею играть, вообще. Я в нее давно его бросил, это совершенно другая игра. Я ничего, блядь, я не даже толком не знаю уже. Я не могу этим заниматься. Из чего ты взял, что все такие говноеды? Ты понимаешь, что вот это вот ты говоришь, онлайн, онлайн, это буквально, я там не знаю, там какой-то, ну ты вот, ну первая там неделя-две. Все же будут видеть и понимают, что мне это неинтересно, мне это нахуй не надо. Если мне это неинтересно, ни нахуй не надо, то никому это нахуй не надо будет. Моя дота была так популярна, потому что мне это было интересно. Ты это не понимаешь, таких базовых вещей. Так, а что тут речь? Помолчи. Ну понятно, в чем речь. Посмотри за второй минуты, буквально несколько хайлатов на минуту, без спойлеров. Прикинь, сколько часов чего тратил, чтобы уровень дрочить. Так ты и ссылку не кинул, я так понимаю, это по десантеру какой-то... Да, я умираю и всю игру сначала, я играю, ну, сайрон-модом. Кто такой этот королевский убийца? Он будто пожирал кишки господина Бойла. Какой-то демон, блядь. Да, я играю, вот, ну смотри. Типа, где эта сложность? Вот, уровень сложности. Железный режим. Кстати, о, кстати, его нельзя изменить во время игры. Железный режим не меняется, я так понял, вообще. Остальное меняется или что? Остальное могу изменить? Только железный режим не меняется, но все остальное ты можешь поменять. То есть, в теории ты можешь поставить все самое легкое, я так понимаю, прямо сейчас. Но играть, типа, железным режимом, да? Железный человек. Железный человек. Тут вообще ничего не осталось. А легкие кэши хоть оставили? На этом спасибо. Все. Отсюда уходим. Вроде все. Я не уверен, но вроде все. Что с печатной машинкой делать? Как печатать? По-моему, я ничего не печатаю. Мне кажется, что я ничего не печатаю. Я букв не вижу. Зачем она нужна? Это та дверь. Окей. Тогда я здесь закончу, вроде можно выходить. Так, через парадную дверь лучше не будем выходить. На риски, чё? Чё здесь? Бутильник. Чё здесь? Так. Тут есть народ еще какой-то? да вроде никого крыса как я радую то что игра технически стала намного лучше они они начинают спавниться бесконечно не могу лица пойти в первой части ты убиваешь крышу крысу на ее месте валяется еще одна крыса просто вот ну просто появляется ты убиваешь и потом еще одна появляется убиваешь еще одна появляется убиваешь и еще одна появляется так бесконечно и прочие баги ибо на искры с ним которые раздражают кусок рыбы честно делать чем его съесть бутылка помолчи двое вот ссылка пару минут буквально да блять ну чё такими дайбался не хочу смотреть что это геймплей по почему по десантеру или что я не хочу вот мне интересно какие-то хайлайты чьи это геймплей или какой-то другой игре мы в конце стрима да это я не уверен если по десантер это точно не буду смотреть я же в эту игру сам играю зачем это надо так и давайте я туда куда-то кину но не долетел куда я хотел не долетела далеко саду по роду я одного человека но под собой а кто еще есть я не знаю сколько там людей могу ли я падать туда там их много когда не знаю что делать сюда залезть попытаться сверху пройти они сюда все идут не к добру помолчи мою папа пролезть по-быстрому казуэлыч хочет 3 а что если бы в реале после выстрела на улице к тебе бы пришла вся стража города и разорвала бы жопу ну как в реале ты бы никогда один лаку не прошел не пизде если сам не понимаешь что просишь чё я вот играю мне норм сюда можно спрыгнуть по идее я надеюсь я не запалят но я не знаю не запалят ли меня я пробую матрас какой-то в этой игре оружие тихо стреляет слушай ты слышал звуки выстрела не тихие вот тут реально очень много не знаю что делать кто меня видит блядь дэк слишком много бы я не могу понять что происходит они комиксы тут окей по одному по одному я могу перестрелять так-то даже всех этого можно убить прямо сейчас блядь я кнопку нажал вот это было реалистично просто пробежал пока там сидел это реалистично кстати это реально реалистично но не посмотрел за угол вот этот как пиздец реалистично это радует то что у них а и не детектит водную если ты просто не посмотрел все ласт иначе на на всю а а изи все а вы говорите не пройду по-моему все нормально получается ха 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 минус пять уже кто еще остался по идее 1 есть его вроде шестера я не знаю где еще где-то 1 не на корабль я никого больше не вижу а он там тоже рисуешься это поезд окей понял тебе повезло может жить и пусть не говорят о корвата на что он бессердечный этого я мог не убивать я его не убил а еще один есть на то по идее тоже могу не убивать а показалось чем мастер бенды винт так а если тут вылезу он меня увидит или как походу да хотя не факт о ладно ладно попрактиковались в ближнем бою помолчи для попить реалистично то чтобы стихи его герои а не врагов при повышении уровня сложности не будет сейчас паниковать здравствуйте то что я в маске вас не смущает то что я в маске никого не смущают что то это заяц быть где такие большие зайцев они видели ли что это что то хилка у меня миллион хилок у меня восемь хилок окей хорошо хорошо и паниковать и в это а и яшу ходил яшу шоу че не паниковать начали нашли предупредил и не дал даже двух секунд уйти дебил сука дегенерат паникер это что это выглядит не очень хорошо я не умру здесь она горючая или не кстати как как знать они горючим так граната появилась первым неплохо где еще не был что еще не зачистил чего вроде не осталось почти они даже никого не позвали это страшников не осталось если они их не позвали это страшники или нет видимо страшники не то бандиты 1 2 на дно можно прыгнуть другого застрелить ой ему руку отрубил ебань лол что новенько я конечно сомневаюсь что какой-то рандомный клинок будет просто руку отрубать с первого удара вот так вот изи ладно это же не тот супер крутой меч корова как я понимаю салтунский хлебец сагунский хлебец у меня миллион хилок так найс пока все хорошо идет я не знаю чего вы сомневаетесь что я не пройду игру я пока не знаю чего вы сомневаетесь во мне что-то изи вообще не ощущаю так мелочь бутылку возьмем кто там еще разговаривал где-то это страшник явно пойдите мне тихо 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 мы только мοι здесь не нужно че где он он ушел да здесь должно быть если по идее те меня не видят А те могут развернуться, в теории, или нет? О, тут за лодкой идеально спрятаться и подождать того стражника, если он сюда вернется. Двое. Там двое. Вот этот стражник сюда вернется, или как? Я за лодкой просто спрячусь, и я могу его задушить. А эти вообще на меня не смотрят. Ну, Рашид здесь не вариант. Вот прямо на него бежать, это точно плохая идея. А тут вообще-то штамм ходит. Че-то не двигается. А кто здесь был? Когда он сюда вернется? Ну ладно, будем наблюдать. А че мне тут делать? Мне тут некуда бежать. Как мне здесь по-быстрому? Сюда бежать или сюда не вариант. А хотя бы этого убить. Вон тот на круг пошел, или что? Бля. Тут помеш. Тот че, походу, на круг пошел? Я не понимаю. Он сюда пойдет куда-нибудь или нет, блядь? Так, понимаю, с такого расстояния они даже боковым зрением никак вообще, ну, ничем не видят. Слишком много Начал замечать Он пошел проверить сюда или что? А где он? А вон Короче, блядь Сюда чел вернется когда-нибудь или нет? Сколько я ждать должен? В воду прыгнуть и все Вот он сюда идет Вопрос куда? Сюда Так заебусь тут Сидеть Походу он сюда не пойдет Значит надо в воду прыгать И реально заебусь ждать Э, что с тобой? Блядь Мы не услышали в воде Блядь Это был файл, конечно Здесь я могу забраться, по идее Наверх А придется их просто Внезапно убить Как я здесь должен Зайти им в спину Тем более их двое Не, все, я нападаю Пусть только покажется Я ему в башку выстрелю Тихо Не знаю Я тут ни при чем Конечно, кровь какая-то не очень реалистичная Брызгает какая-то текстура И пропадает На кринжичах Все Какой я столько времени тратил Вообще изи Там еще один стражник остался Надо с ним разобраться Не знаю, где он Есть еще что-то интересное Какой-то лут Любой Еще один стражник есть Если я не ошибаюсь Я еще одного помню стражника Четвертого Куда он делся? Может он суициднулся или что? А вон он Тихо Чао, солнце Я могу тебя убивать Могу не убивать Зависит от тебя Ходишь, подуэлимся, давай Кстати, я могу с ним подуэлиться Попробовать его затушить в дуэли Потестить Давай Ай, блядь Как хилки зря трачу Нахуй нам надо Эти попытки Кринч Так, все Вы видите все корабли из порта Рэмси Рэмси был busy Надо найти На рэмси проебал На рэмси проебал две хилки Или что? Потому что хотел повоебоваться Разумею Я хотел его задушить после блока Так же можно в этой части делать Но у меня не получилось Все, я закончил уровень Можно еще здесь разведать Я так понимаю, там весь уровень Или там еще что-то сверху есть Ворнинг А там дальше текста я не вижу Сейчас залезть нельзя Сюда по идее Можно было залезть Если на поезд Залез бы Хотя там нехуй Да, там нехуй ловить Все Вообще изи Не почувствовал Не туда? И? Как дальше? А, я здесь Все Это свои Lord Protector Forgive me for saying But you look like death Warmed over It's been an unusual day There's a coup underway And I'm being blamed For the crown killer murders My name's Megan Foster I work with an old ally of yours Anton Sokolov We learned something scary Down in the south And I came to warn you I know, Anton The Duke's here With a woman named Delilah Who seized the throne They Have Emily And I barely got out Barely? Boa easy I have to get away Recover my foot Bad things always seem to happen In Dunwall Feels like the end of the world I need to get to Carnaca Where the crown killer murders started Delilah must have been down there for a while And I've got to figure out what's going on The dreadful whale will get you there Should we go We'll leave soon, but not just yet This city is cursed Maybe... Oh, кстати There really is loot? I think I thought Then... We're going to get here, while we can During the confusion нужна каждая лишняя копейка я больше ничего уточку могу ли запрыгнуть на мостик ладно поехали ради ради обрали прошел первую миссию с первого раза не почувствовал убиты врагов 27 всего убита 27 витаминных людей 0 вот это тревог 0 обнадел 15 обнаружения 24 хаос высокий ой 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 опять будет на меня в конце кто-то агриться как-то как-то тот лодочник кстати собрал почти всю мелочь как почти ну типа это что количество поехали вторая часть явно как бы ну улучшенная первое как и должно быть то есть стиле драк соуса просто та же игра только улучшена не почувствовал � это сон ты имеешь ввиду ко мне опять этот чужой пришел дэн а понятно Я вспомнил этот конкретный холм Где ты? Ты можешь показать себя Корво, старый друг Я не знаю, что нужно сказать Крис Я дал тебе мой марк для причины Я хотела знать, что случится, когда ты принимаешь В первой части мне он больше нравился Теперь он стал каким-то Странным Федиковатым Что за рыба? Это кит? И в этой же время ты знаешь, где он находится Да, Дэвид Ты можешь это все снова? И теперь И... Брови, блин, как будто, ну, около глаз Получи метку чужого Отвергнуть предложение режим безумений Бля, ну это я не пройду, наверное, без телепорта На самом деле мне только телепорт нужен Как я пройду без телепорта игру? С одной жизнью Я теперь не пробую Нет, телепорте Воля, по-кафу Я просто могу не прокачивать магию Которая меня бесит Как в прошлый раз А если я умру, то, блядь, эээээ Тут это все будет, смерть или как Ох, я секу, и раньше Ну, я буду спасать мою девушку и победить ее трону Я был здесь раньше Я... знаю тебя Ты помнишь? Так долго И ты пройдешь так много Даже как эко о себе Было бы знал, что ты там Джессамин Если все, что я слышу, это последние экои твоей голоса Это так Только последняя из моей эссенции С тобой за время Если бы я могла бы подвиниться по этой великой экспансе Призвать ее можно? Имеется ввиду, что то же самое, что первая часть, или реально призыв какой-то? Возьмите сердце, я его не взял. Он мне в руке. Используй сердце, чтобы отыскать руну. На меня в обходы, или как? Или сюда можно пройти? Руна ЦМНИ? А это мои враги? Это Делайла, действительно. Просто сестра Джессимина, сочетая маркерами. Сомнительно. Га нахуй, сестра. Используйся. Почему у него какие-то... ...глаза накрашенные вот тут везде? Зачем вы так сделали? И что у него с бровями? Почему у него лицо блестит? Это чужой стал какой-то кринжевый. В первой части был намного лучше. Мне он вообще не нравится. Мерзкий. Как-то мерзкий, блядь. Пит-кью. Вот как я буду справятся с этими роботами? Вот это я не понимаю. Робот это страшно. Все это превращается к жопу. В последнее время я увидел Карнака. Я только 18 лет. Повторяю корабль, который был для Донуа. Было дождь, и я там всю ночь, танцивая, и три шипа в воздухе. Я был виноват с дуку. И я думал, что я был самый лучший швейцар. И я думал, что я был самый лучший швейцар. И я знал. В 36 лет назад, я убил множественных врагов. Многие получили то, что они получили. Но я не думаю, что это даже важно. Я остановил десятки с ассасинами. Но один, кто прошел, едет мои мечты. Кто бы думал, что я пришел домой к Карнака? Я был самый желающий человек в эмпире. Следующий швейцар. Следующий швейцар. Кто бы думал, что я был домой? И я был виноват через другую воду. Ооо, битва о бурят! Теперь вспомните эту бляж. По вашему это было бы играбельно? С твоей озвучкой. Так, давайте поставим на хаткей сердце этом. Сюда! Так, а сердце давайте на четверку. Тогда... Ну все. Тройка, двойка. Четверка. Нолик. Найс. Ограниченные средства. В А20 к этому не привыкли, но вот все деньги, которые я наскребла. Мы с Антоном не раскошествуем. Есть такое слово? Раскошествовать? Первое слово в жизни слышу, прикиньте. Раскошествовать. Моби есть. И вам тоже не придется. Подбирайте все, что найдете ценного. Если не считаете это унизительным. На эти деньги мы купим патроны и припасы. Чтобы избавиться от самозванцев, они нам пригодятся. По всему городу разбросаны тайные лавки черного рынка. Ищите знак, изображающий две руки. Он означает, что поблизости есть магазин. Идите по знакам, они вас приведут. Покупки на черном рынке запрещены законом, но эти товары могут дать нам преимущество против армии герцога. То есть напоминаю, теперь много магазинов будет. Соколов работал над этим арбалетом, хотел сделать вам подарок. Если захотите его изменить, в подпольных лавочках вам и с этим помогут. Меган. Окей. Плюс арбалет. Так. Арбалетный болт можно вернуть. Точно можно вернуть? Дневник путешествия. Это мой дневник? А, или я... А. Типа я веду дневник? Ах. Нет, шрифт не надо. Мне очень нравится, его неудобно читать. Оооо, ты берёшь верх! Так, держась! Шрифт, конечно, неудобно, неудобно его читать. Ой, вот это было здорово! Так. Так. Пока всё очень нравится, ну типа вообще заебись. И наконец-то смогу играть по-настоящему, серьёзно, с нормальной сложностью. Первую миссию прошёл, вообще не почувствовал. Список дел. Починить всё, что половано в комнате Антона при похищении. Уже прошла пара недель. Разблокировать дверь кладовой. Оплатить портовый сбор и дать на лапу этим ублюдкам из гвардии, пока не догадались кто мой пассажир. Это мои квесты? Не обязательно откройте дверь кладовую. Найти чёрный рынок, разблокировать дверь кладовой. А где кладовая? Кладовая? Окей, как её открыть? Надо в обход пойти или что? Кладовая? Как туда попасть? С помощью телепорта, возможно, можно? Сюда! Кладовая, так. Как я в неё должен попасть? Ну, очевидно, я себе дверь не могу взломать. Не разбиться бы. А? Возможно, здесь какой-то проход есть скрытый в кладовую. В кладовую. Кладовая? Окей, откуда там есть проходы? Вон окно вижу. Окно есть. Окно? Где это окно? Почему я его сейчас не вижу? А, вот оно. Это оно? О, изи. Всё. Можно и без телепорта сделать было. Лот. Что за пандусья? Я так и не знаю. Мы попадём во второй части на пандусью. О, ты берёшь вверх! Так держать! Что за хейн? Пандусья-то Австралия или что? Ну, зажигательные болты. Тикаго. Изи, квест. Не почувствовал. Таааак. Дутелл. Это я читал ещё в самом начале игры. Давай, рассказывай. Хорошо. Вы объяснили часть этого. Что вы и Соколов сделали здесь? Тот старый человек любил Карнака. Но он был виноват в конспирацию, связанную с Крэнкелером. Он хотел вас запомнить. Были опорты о тенциях, коррупции, стрит-визор. Соколов. Это та же вещь, что происходит, и обычно, авторитетии оборудоватся. Новый дук улетает все сходить. Но Соколов выяснили, что он может быть глава этой конспирации. Он пришел в шоке, и если вы слышали его историю после-диннер, вы знаете, что это необычное. Мы были готовы для Дунвал. Но что-то произошло. Соколов выяснили. Соколов выяснили. Соколов Может, алкемисты будут кооперироваться. Может, она не будет. В любом случае, я попробую узнать, что случилось с Соколовом. Я бы сказал, доброе счастье, но я не думаю, что вы хотите мою счастье. Соколов Когда у вас в Институте выяснили поворот. Когда она уйдет, я приведу поворотом. Мы берем скиф на море, когда вы готовы. И продвигаться. Что по умениям? Что добавилось? И что новое? Это, я так понимаю, магия. Умение усиление. То есть, это активки, это пассивки. Изгиб времени неинтересно, темное зрение неинтересно, порыв ветра, вселение, жадная стая. Все то же, что было в первой части. Один в один. О, кстати, смотрите. Что это такое? Это на выбор или что? Большая стая, заклинатель крыс. А это что? Это улучшение. Или нет? Или, подождите. Это вариации? Как понять? Ну, допустим, выбираю что-то одно. Вот это вот выбрал. Это вариация? Я могу выбрать что-то здесь или нет? Вот перенос. Перенос. А это что? Перенаправление переноса. Если вы не двигаетесь, нацеливая перенос, время запирает. Если вы не двигаетесь, нацеливая перенос, время замирает. Это прикольно. А это улучшение. Это все-таки не вариация. Это именно улучшение. Окей, понял. Так, сила. Позволяю бросать предметы дальше. Живучесть. Оригин-то будет? Потому что первая часть меня наебали. Восстановление. Какое восстановление? В первой части не было восстановления. Имеется в виду, когда хилки какие-то используешь. Реакция. Блок позволяет отражать летящие у вас снаряды. О! Это круто! Будем на реакции работать. Сосредоточный подкат. Замедляйте время в подкате при прицеливании стрелковым оружием во врага. Ха. Отражайте снаряды ближайшего врага. Время, чтобы поставить блок увеличено. Бля, охуенно. Я так рада тебя видеть! Давай начнем! Быстрые рефлексы ненадолго замедляют для вас время, когда вас обнаруживает враг. Столько... Столько, как бы, усилений направленных на то, чтобы успеть там, ну, как бы, правильно сыграть. Мне кажется, вторая часть будет еще проще, ну, первой. Ну, если не учитывать то, что у меня только одна жизнь. Проворство. Понимаю, это скорость. Вот это вот нужно прокачать в первую очередь. Вот это вот самое главное. Потому что, если я чего-то умру, я, скорее всего, умру от того, что я просто разобьюсь. Гравитация – это главный враг. Так, для начала вот это вот сразу прокачиваем. Проворство. Сразу. Вот не думая. Потому что гравитация – это главный враг. Когда у тебя одна жизнь, то ты, скорее всего, умрешь от того, что ты просто разобьешься. Тем более, юзая телепорт. Это самый страшный враг. Смертельная тень тоже очень пригодится. Создание амулетов. Создавайте уникальные амулеты с некоторой вероятностью осквернения. Охуя себе, можно свои амулеты крафтить. И осквернение – это, типа, ну, как карабченные амулеты. Ну, то есть, как в этих… В играх типа Поя. Типа, рарные амулеты можно делать. Снижается шанс осквернения при создании амулетов с тремя или четырьмя эффектами. Интересно. Прикольно. Блин, реально прикольно. Жажда крови. Создание амулетов прикольно. Не знаю, на сколько там полезные амулеты будут. Так, это чё? Тела поверженных врагов после смерти превращаются в крупных ос. Третье. 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 Окей, прикольно. Куча всего интересного. Прям вот горю желанием поиграть. Мы обязательно будет снова стрим, потому что всё повторюсь. Сегодня короткий стрим. Я хотел только всё протестить, посмотреть, как всё работает. Портрет этой дуры. Соколовский стиль. Это Делайла. Делайла. Всё отлично работает. Выяснили благодаря донатерам, как поставить русский текст и оригинальную озвучку. Теперь можно с удовольствием играть. Делайла мощная. Как это возможно, что я не прошел ее путь в все эти годы? Так. Короче, ворвань, так понял, это главная энергия мира этой игры. А ворвань это из китов берется, правильно? Сейчас самое время завербовать существ. А почему так тут это объяснялось? Почему ворвань тут такая... Блядь, могущественная. Раз так было в реальной жизни? Да за шо? Ничего бы не пропустить. Мне нужен весь контент, который я могу собрать. Так, что мы имеем? Шесть патронов. Два зажигательных. Три... Уничтожает врагов зажигательный болот. Ха. Три таких. Можно вернуть, написано. Ну, в первой части нельзя было возвращать. В первой части, если ты убил кого-то арбалетным болтом, ты не мог подобрать ступа. Я много раз пытался, не работало. Это точно. Помолчи. Все у меня на ошибку. Привет, папай. Как тебе игра? Только... Заебись. Прям заебись. Да, да, да. Не, я хотел за того же чела. Не откажешься. По карткору тип . Хорошего стрима. Кстати, бля. Разбить это или нет? По-моему, нет, блядь. У меня одна жизнь. Я не буду проверять, что будет, если я разобью эту хуйню. Это те самые трупные осы или что это? Я не буду это разбивать. Ну нахуй. Супер охотенная вторая часть. Пока что я вижу фикс всех минусов первой части. Фикс технических минусов. Ну как всех, не всех. Фикс технических минусов, улучшение геймплея, улучшение графики. Из минусов то, что осталось, это сюжет ужасный. Вообще ни о чем. Хотя казалось бы, они стараются лор какой-то накидывать везде, что почитать. Да, относительно интересное. Но именно основной сюжет, да, вот как оно все проходит. Типа вот, блядь, уже с самого начала так же супер хуйо, как в первой части. Он типа вообще кринж. Ни о чем просто. Типа слишком примитивный и непродуманный. Опять главного героя просто вот, типа вот, запреть его в комнате. У него даже руки были развязаны, они его оставили с развязанными руками в комнате. А потом небось окажется, что, наверное, все так было и задумано. Мы тебя хотели оставить в живых, чтобы ты там что-то, наверное, сделал для нас, да? Ты там, все просто пошло по нашему плану. Мы такие гениальные сверхзлодеи. А потом Корва их просто всех убьет. Да. Это мое, ну, предположение, как все будет. Почему старику нельзя пройти последние свои годы в теплом местечке с хорошим вином и острой пищей, не попав в очередное гнездо, гадюк аристократов, стремящийся обвиться вокруг самого сердца империи? Я узнаю все больше, и вот уже несколько месяцев не проходит и недели, чтобы мои мысли не возвращались к тайным интригам, творящимся в Канаке. Герцог Лука Аберия и приближенные, в число которых, кажется, входит даже капитан Мартимер Рамзи из Дануольдской городской стражи, тот самый предатель, которого мы убили в начале. Какое упомрачительное предательство. А сколько еще людей в этом участвует? Их цель — наша дорогая юная императрица. В этом нет сомнений. И как они нанесут удар? Четыре дня назад я женился на самой лучшей девочке булочки на земле. Без рофалок. Но дело тоже не в этом. А в том, что у каждого прослушавшего это сообщение я выебал мамку за день до свадьбы. И очень устал. Каждую? Коленочка, няша — три. Чел, ну типа как-то возможно. Физически это невозможно. Сколько ты можешь раз выебать кого-то за день? Я не знаю, сколько сейчас зрителей, но в любом случае такое количество, что даже теоретически это не могло бы быть возможным. Даже если бы, блядь, у тебя стоял целый день. Да, на все смотрим с точки зрения реализма. Ну типа когда нереалистично, то даже смешно быть не может. Корва не станет колебаться. Он начнет действовать немедленно. Стоит мне рассказать все, что я знаю. Моя спешка может означать его погибель, если он приедет в родной Сирконос, не имея ключевой информации об этом деле. Кроме того, стоит опасаться королевского убийцы. Если этот негодяй является, как я подозреваю, частью заговора герцога Луки, Абеля, то как скоро падший дом получит внимание герцога. Короче, понятно, что еще не понятно. Изучение трупных ос. Те самые трупные осы, я так и подумал. Блин, прикиньте, разбит это вообще. Трупные осы – экзотические насекомые, подобных которым нет в других местах Сирконоса. Подозреваю, что они занесены из Пандуссии. Из Австралии, правильно? Только в Австралии вот такие вот, блядь, вот такого размера насекомые могут водиться. Они совершенно безобидны в группах не более трех особей. Трупных ос привлекают резкие движения и звуки. Если разрушить гнездо, из него вылетает рой. Гнезда весьма уязвимы для огня. Насекомым нужен свежий труп для откладывания яиц, которые через очень короткий промежуток времени проклевываются. Увеличение числа трупов в Сирконосе, например, во времена чумы, приводит к увеличению популяции трупных ос. Это намек на то, чтобы я поменьше людей убивал или что? Намек? Чида? Чи шо? Ботини здоровые. Сколько их здесь, как думаете? Штук десять? Двенадцать? Не знаю. Около того дюжина. Все подобрал. Ничего не забыл. Ну, сука. Возьми, где я глядел. Где моя шлюпка? Так, ну сейчас будем заканчивать, наверное, скорее всего. Все, не планировал долгостримить. Сказал поставить газик на пораньше. Но вполне вероятно, что я могу завтра снова подрубить. Третий день подряд. Вполне вероятно. Есть такой шанс. Погнали. Дропай. Ты мой новый лодочник? Ты тоже будешь на меня агриться в конце игры? Я надеюсь, что они как-то проработали эту вот систему хаоса. Как вообще может влиять на что-либо то, что я убиваю каких-то, блядь, рандомных там бандитов или хуй знает кого? Ну, убил я, блядь, или не убил? Какая нахуй разница, блядь? Одним больше, одним меньше. Ха-ха-ха. Помолчи. Реалитично то, что твою мать выбрал каждый из реки. Ммм. Понимаю. Типа, чел. Ммм. 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 Заметьте, насколько вода стала лучше. Продолжение следует. Я помню, что старый дико Теодана был хороший человек. Конечно, что в итоге, подсказал его на дорогах. Мм. Ммм. 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 его делали ну разрабатывали ману афтера десанты watch tower такая щас типа ну не атакую до чего здесь приплел детспейс даже не спрашивайте прикрызать из кита няшные стали их жалко убивать тебя это к тому что первая часть графически было супер хуеван это игра 2012 года этот space был графически просто next level был на уровне буквально в принципе как минимум как как эта вторая часть а то и лучше не графически он был в принципе ну как сказать некорректно сравнивать потому что там темная игра мрачная атмосфера тут много открытых локаций но вы понимаете это приплеваем упер мысль выразить к чему это приплел просто до space произвело впечатление незабываемо помолчи изначально сюжет был построен на миле виллы кинули в комнату так как неожиданную такую козырь как корва типа на слабая девушка а выбор играть за корва был я так полагаю чисто для лду в прошлой игры за кого должен играть если игра в первую игру то очевидно должен играть за корва разве нет ну типа как чешок но не дикавы и фейс джон мастер сумма но мачдаст а это это что блять это это не из ваших шахт даже не кровь работяга может вы бананы съем даже не против что делаете можно вас придушить чего ты себя и придушу и могу хоть и придушить я даже не знаю могу ли она а я могу кстати лол я проверил у тебя что плохого не сделал правильно всего еще придушил я могу посмотреть в камеру проверю возможности игры надеюсь ты не обидишься в принципе ничего такого плохого не сделал ну как он сделал плохой окей контексте игры ничего да это я двадцать тысяч золота за меня заходим атака я даже близко столько не было первая часть вы здесь я не смогу по этой карте ориентироваться если нужно ее отдельно где-то открывать в отдельном меню он слишком ярко мне на яркость убавить я прям слишком ярко изображение яркость вот так а я не убавил принять вот так то лучше можно добавить чуть-чуть звука вот так то лучше ну да да защитник короны в бегах это я нет никаких сомнений в том что бывший защитник корона корова от она виновен в серии недавно корова скрывается правосудие что подтверждает наше положение в новости и соучастие с королевским убийцей я уже все-таки другой человек как минимум то есть уже они признают сами же что-то разные люди хотя вот сразу об этом 20 тысяч золота короче обещаться мне странно что никто не реагирует на то что я в маске рядом есть руна и реабилет воспользуюсь из сердца а где это здоровый Посмотри на его руки, блядь, что это? Именно кисть Даже в перчатке, но все равно Странно По-моему, он сейчас кто-то пиздит Мне кажется Пояс, это чел, ты жесткий Ты не против, если я залутаю Тебе не надо? Э, он завис Бедняга Он завис Так По-моему, я могу докачать эту штуку Во Я взял уруну, да? У меня одна руна есть, где мои А, вот всего урона один, нужна одна Вы получаете меньше урона при падении Самое главное Вкачиваем Так Все, найс Не бойтесь упасть с большой высоты С этим улучшением падения на 8-меньше урона Так не бояться или все-таки бояться? Я же все-таки могу умереть, правильно? Да Я тебя придушить, по-моему, тебе плохо Ладно, лучше не резко Что у них с руками? Это люди или орки? Посмотри на его орку Это орк? О, это мне? О, это круто Он берет свои джинсы для свободы. Они слишком боятся его, чтобы спросить Армони. Да, я бы тоже боялся такого чела. Стрекой у него молоток. Какой он здоровый. О, подпольная лавка. Одесс знаки? Мне говорили о каких-либо знаках. Знаки? Знаки? Здравствуйте. Да ты его убил? Шесть метров? Это где? О, вот знаки. О, что такое такое? О, вот знаки. Олеговый трейд означает оружие и аммуницией. Очень классно. Вооруна? Эй, я могу ее взять? Эй, я не могу ее взять. так на штамм наряжение улучшения давай начнем с улучшения наверно то важнее все что интересно скорость перезарядки это что очень открывается чертеж у меня золото 1303 это все что я могу хочу так мало давайте возьмем точный арбалет на всякий случай хотя и так достаточно точный и по я брал это в первой части это я вроде тоже не брал давайте к это возьмем что мало улучшений на пистолет ничего нет арбалетный болт тут маленькие иконки а тут она в трехмерном большом виде граната оглушающая мина оглушающая кстати прикольное нововведение сколько она стоит 70 и прикиньте пружинная стоит при этом дешевле цепляющий тротик пистолетная пуля всего лишь 30 поиски затонувших припасов лол вот это вообще интересно ты можешь купить себе грубо говоря ну заметку о том где сокровище лежит 250 руна 400 так мы как минимум берем руну и отправимся за сокровищами как минимум тут у меня хватает у меня 9 фласок из десяти причем не так дешево стоит 75 золота очень дешево так так нужно купить мин это точно мина я помню по первой части очень сильная только вопрос код стоит ли мины меня я же играю с одной жизнью а я не в курсе так имеется 0 из 3 но одну надо взять усыпляющих на тоже взять пару штук даже три наверно одну пружинную надо взять одно оглушающую одну гранату можно было бы не не буду хватит одной менюшка менюшка торговли супер охуенная прям по кайфу не нравится забавно что как бы нашел руду на не мог ее забрать нужно купить очевидно а ну кстати что ним скажешь что с руками у людей в этой игре вот именно вот кисти рук это вообще пиздец типа он хороший чел ты заметьте в этот раз но она говорит больше не наводить больше не спрашивать информацию а в первой части там пока дано какие-то дурацкие фразы говорила которые не имеют отношения к персонажу тоже круто хорошее улучшение так сказать до куда идем откуда пришел оттуда да я все пришел для миллион рун амулетов жесть пока вторая часть вообще по кайфу прям вообще по кайфу а что ты кто ай промес ты мэк и урз его my name's mini planchard and that mask tells me you're someone who goes into places where you don't было примерно в оригинале это звучит но это не то что вы прочитали ну окей труп тащить через всю карту или что не обязательно не поможет пройти на станцию типа трос сложно а а а Так, она чувствовала, как она не родилась в неправильной жизни. Так, она решила сделать это правильное. Дэнди Бленчерд, вторая команда Хеллесса. Она once broke the confinator's arm for smiling at her. Да, за что? У нас есть бассейн, который никто не использует. Она внизу динамического офиса. На стороне, просто внизу от обслуживания. Добавь тело туда. Рядом есть руна или амулет. Прямо сейчас. Мы даже не знаем, если люди внутри были какие-то месяцы. Все хорошо. Ленту расстрелялся за эту работу. Это имя Ленту. То ты или очень храбрый, или совсем отчаянный. Мы целыми отрядами ходили на выкуривание трупных ос, но сейчас их много расплодилось, а герцог урезал бюджет. Теперь мы вручную от гнезда избавляемся. Все, что надо знать, чтобы выжить. Если надо пройти мимо гнезда Лероя, держись на расстоянии и не подходи близко. Ну, примерно, как в реальной жизни. Если осы спокойны, все в порядке. Если начали летать и светиться, дело плохо. Если на тебя напал Рой, беги или сражайся. Дави ос или сжигай, и гнезда тоже. Давить или сжигать. А ножом резать можно? Второй будет возвращаться, пока не уничтожены все его гнезда. Вот и все, что нужно знать. С тобой все будет в порядке. А вот еще. Если найдешь в гнезде кровавый янтарь, оставь себе в награду. И постарайся, чтобы гвардейцы не засекли, а то конфетирую. Мигом придумаю какой-нибудь налог на оздоровление города. Или чего-то еще. Удачи. Валяйте. Понять бы... Как уничтожить гнездо? Где я вообще вижу что-то гнездо? Есть какой-то улей, я не знаю. А где руна? Прямо здесь амулет. Ааа. Мой первый амулет кастам. У меня что ли амулету? Правильно. Я боюсь сюда заходить. Э. Я труп не хотел брать. А что уничтожать-то? Как гнездо уничтожить? Что именно подразумевается под гнездом? У меня есть зажигательные болты, но я не знаю куда стрелять. Секунду. Ммм. Ммм. Зажигательный болт. Куда стрелять? А это гнездо или нет? Что считается гнездом? Да. Я боюсь. А че, на что мы их не могу убить? А как мне их предлагают давить? Как вообще с осами сражаться, если что? Непонятно! Я что боюсь заходить. Хммм. О! Все правильно. Правильно я подумал. А ну? Бэм, мне стремно. Одна жизнь как бы. Все дела. Ха-ха. Окей. Просто улей поджечь и все. Бля, еще уносы. Ммм. Лучше убить. Ну это последний мой болт. Хуяся, кровавый янтарь. О! Зажигательные болты. Найс! Две штуки. Отлично. Сейчас зачистим это гнездо все. Заберем амулет первый. В полете я могу ее как-то сбить? Я не знаю. О! Все-таки могу. Морковь. Кран. Угу. Есть какая-нибудь бутылка с зажигательной смесью? Что я больше можно бросить? Чтобы она взорвалась. Чтобы сэкономить. А эти болты. Касса. О! Туда денег. И где деньги? Кто-то уже зачистил. Блять. Стремно. Стоп. А где гнездо? Ммм. Ос. Вижу гнезда. Не вижу. Бладфлай инфестейшн. Где гнездо кто-нибудь понимает? А это гнездо? Бля я не понимаю это гнездо или нет? По-моему это не гнездо. Или это гнездо? Бляяяяяяяяяя. Ну там контент лежит но я не вижу гнезда. Это гнездо? Это гнездо? Вроде нет. Вот гнездо точно, да? Блять. Красного цвета гнездо. это хуй знает чё блять поделить меня больше нет болтов где мулят блять надо съесть а могу их ножом убивать в целом так мой первый амулет чем имеем где он быстрый следопыт собранным оружием вы движетесь немного быстрее не знаю бесполезно бесполезно из десяти еще одно блять гнездо заебали не знаю пролететь здесь болт поэтому не буду рисковать из понятия это гнездо или нет блять как понять фу блять какой-то резидент его уже прям вот эти вот осы меня атакуют или как по-моему и меня хотели атаковать создалось такое впечатление так на не забыть тут эликсиры с лишней у меня нету место меня еще один болт есть можно еще разведать немножко а тут я пойти не могу да стремно пиздец блять реально какой-то резидент его ой все это вас болт так так я не могу понять могу ли их ножом убивать или нет он проверяет не охота стремно могу ли с пистолетом ворваться выстрелить в это гнездо ебучее так болтов больше нет блять ну вот ну на риски чех проверить гранату кинуть помолчи виталий привет . смотрю тебя с 2015 года до ночи в первый раз . как ты как у вас там дело переживаем прошу у тебя прощения агрессию моей страны . спасибо что всегда на позитиве и радуешь стримом . здоровья сейчас отвечу погоди спасибо чем сейчас отвечу и гранатой можно убить интересно можно ли пистолетом убить да вроде не сильно коцово терпимо терпимо вроде все нет никого хорошо хорошо это что что происходит здесь еще кроме меня есть так здесь я да это это видео это было последнее гнездо это убивается ножом это вроде не гнезда помолчи это не считается прямо за гнездо оцени немного немплея ремейка мертвого космоса есть шанс что пройдешь на максимальной сложности а не на казуальной как в оригинале вот я играл в оригинале на максимальной ты о чем блять поле пиздишь чё за наебалово я игра на максимальной сложности в оригинале обе игры 1 и 2 так все дом прочистили nice короче сейвлюсь иду в кайзик на сегодня пока все огромная вероятность что завтра снова подрубка огромная вероятность потому что мне супер интересно вот с одной жизнью играть это вот настоящее удовольствие ты думаешь над каждым действием так я так понимаю каждый раз когда выхожу из игры то она сейвится на автомате я так понимаю как я понял ну потому что так было постоянно когда я выходил я потом просто появлялся на том же месте несмотря на то что мне игра говорит о том что типа ты не сохранился но у меня режим железного человека я не могу сохраниться так что там просили от меня посмотреть что посмотреть блин конечно супер интересно так то вторая часть вообще пока что по супер как то как у вас там дела сегодня вот снова сирена была недавно последние несколько дней не было сирена переживаю за тебя с женой прошу тебя прощения это тут за должен выставить за агрессию моей страны спасибо что что на позитиве и радуюсь стримом ну нет смысла жить на негативе это вредно для здоровья как бы когда ты на негативе то у тебя весь организм на негативе ну типа это вредно позитивное мышление очень сильно влияет на твою жизнь собственно как и негативное оцени немного геймплея геймплея ремейка металла космоса есть шанс что пройдешь ты не скинул ссылку что оценить то только не кидай уже на стриме кайзика я уже потом не буду смотреть так что тут меня хотели на слоу покетчах вот ссылка пару минут да геймплей десантеры десантеры 2 стелс хай каос 3 миллиона 920 на 1000 просмотров то есть я должен смотреть сейчас геймплей игры какие-то хайлайты которые я сам играю вот это вот супер мне интересно вот супер просто интересно какой мне интерес мне самому интересно играть мне интересно посмотреть как кто-то там сейчас играет тем более я еще спойлеры словлю зачем это надо несколько хайлайтов я не хочу это смотреть ну тем более что я в эту игру играю ну блин да я даже не хотел бы смотреть там целых 8 минут я даже не хотел бы смотреть если бы я не играл ну типа ну какое мне дело у меня свой геймплей я себя вот на реалистичах сижу кайфую ты на средней пошел в первой части баг был забыл нет там было написано средняя но она была высокая погоди я ж пофиксил баг а блять все я спойл я пофиксил баг я пофиксил баг пересмотри мои воды там баг был пофикшен that space ремейк и геймплей он 13 марта видос стоп а все какой март а сейчас май это вот сейчас март знаете что забавно забавно сейчас смотришь на ремейк я пофиксил я пофиксил я пофиксил я пофиксил я пофиксил короче пересмотри мои воды а значит что забавно и бросается в глаза на вот сразу же это ремейк то есть ли что строй год но при этом графика вот я сейчас так смотрю я уже смотрю какой-то видос по детспейсу графика разве на сильно лучше чем в первой части оригинальной то есть насколько первая часть конечно высочайшая блять просто легендарная игра в техническом плане насколько там охотина графика потому что ты смотришь ремейк и вроде как ну на первый взгляд не сильно эта графика и лучше если вообще лучше то есть смысл по этой игре делать ремейк если она просто идеальная была ну как dead space 2 я бы сказал идеальная там еще в плане сложности просто супер идеально dead space 2 была идеальная я сейчас пока даже не вижу различий типа между первой и второй частью в плане графики вижу в плане дизайна различия допустим костюм персонажа уже отличается это видно да а в плане типа ну освещение текстур тоже то же самое что в 2008 году да столько игра была охуенная не маке освещение чуть лучше наверное да будем откровенно но текстуры выглядят не лучше насколько там грамотно все сделано по поводу буду ли играть в ремейк ну не знаю ну зависит от того сколько нового контента добавят если будет реально много нового контента то я бы и сам поиграл без аукциона если будет все то же самое то не знаю если смысл так они больше смотри 18 минут но вообще на первый взгляд она конечно не сильно отличается визуально а первая часть конечно легенда 1 до спаиста я не знаю его делали люди из будущего как они сделали насколько красивую игру настолько технологически как бы уровня там какого-то 2018 года или 2016 я не знаю как не это сделали так все гайс идем в касс вторая ссылка под стримом идем сюда подрубаю там кассика все два кассика сегодня 3 по поводу десантера до 2 завтра мы обе снова будет стрим потому что мне супер интересно прям супер интересно завтра мы обе снова будет стрим с шансом ну не знаю ну минимум 50 процентов все гайс подрубаю касс через пару минут кто будет смотреть жду вас здесь вторая ссылка под потоком давайте сейчас туда вернусь ты берешь вверх как держать вверх и и и и и и и и напевая чая в машка лещины это вам вот вам еще и это зацените прикол кстати посмотрите у меня есть лещина и каким-то образом у меня есть лещина как это работает образом у меня есть ли лещина как это работает таким образом мне оказалось две одинаковых конфеты подписанных на разных языках их только что съел это из одной партии так так сказать смотрите лещина и лещина реакция разуме ты интересно так чай приду я подумал и с у приколы а Так, я вернулся, потому что мне жарко после чая, как обычно. Ну что ж, приступим. На хардкорочах. Кто хардкорщик здесь самый главный? Да я, да я, блядь. Ну не вы же. Не челики же из чата. Я здесь главный хардкорщик. Хардкорщик. Нет, просто хардкорщик. Так, что мы выяснили? Мне сказали, что можно, оказывается, зарашить гнезда. Просто их зарубить, оказывается. Я не пробовал, потому что я боялся. А, еще мне сказали, что я в магазине не весь лут зачекал. Типа я ошибся, где-то проебался. Там можно было когда-то посмотреть больше. Так, собственно, как вернуться в магазин? Блядь, ну стандартная на мисклики чех. Короче, для начала я хочу вернуться в магазин, потом пойдем дальше. Э, меня коцали только что? Мне как будто коцали. А, не, нихуя показалось. Кого я слышу? Что-то было, кого я слышу? Это и в прошлый раз было. Так, а как вернуться в магазин? Ха. Как я пойму, где магаз-то был? Стоп, погодите. Кто я? Помолчи. Привет, папа. За это время... Здорово. ...что тебя смотрю, ты мне стал как папа реально. Хорошего тебе стрима. Спасибо. А работягам советую написать мне в ТГ собака. Флэнь Мани. Расскажу, как получить халявные 10-30к рублев, не вкладывая ни копейки. Ну, ты красавчик. О, усыпляющие дрочки. Да у тебя откуда тут приколы есть? Еще и бутылочка лежит. Где магазин я видел? Я его тоже. Ицелül deck. Где kunne прикforce? Кафшин, где моноланд floor ль theme. И хотя бы тут приколы играй. Вальные цели я тебе не сидел.